Девушки отдыхают Есть легкий тонус, но это не смертельно Все нормально Нормально это мальчик, да? А я не знаю Как не знаю? Ну, потому что я просила Лену мне не говорить Почему? Ты столько добрых дел сделал за один день Представляешь, сколько добрых дел ты сделаешь за полгода, чтобы заслужить мальчика Это не честно Честно Слушай, я умру за эти шесть месяцев Не умрешь Начинай делать добрые дела Подай мне, пожалуйста, пальто Да Пап, я это Я женюсь Вот как? И на ком же? На девушке Понятно, что не на парне А как ее зовут? Ее звать Марине Марине? Странное имя какое-то Это нормальное армянское имя Марине А, армянское Ну, ты там не торопись Мы как раз завтра приезжаем Встречай нас в аэропорту Тогда и поговори Понял ты меня? Понял Понял Давай, пока 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 Наташенька Ты знаешь, я помыл всю посуду Приготовим Очень вкусный обед И главное Вытер Всю пыль А теперь ты скажешь Кто у нас родился Нет, нет Стой, стой Нельзя, Карен Скоро тебе скажу Очень скоро Вы почему смеетесь? Что смешного? Слушай Ребенку уже три месяца А ты до сих пор не знаешь Мальчик это или девочка? Наташенька Ну, когда скажешь Кто у меня? А то уже родственники смеются Скоро, Карен Очень скоро А пока помассируем мне ножки Надо маме ножки помассировать Да? Посмотрите, как Карен Пляшет Под дудку своей жены Кто пляшет? Хотя да Пляшу, потому что Очень хочу знать, кто родится Егор Почему ты не хочешь Чтобы я ехала с тобой В аэропорт Встречать твоих родителей? Нет, почему? Не то, что-то не хочу Просто зачем? Ты меня стесняешься, да? Или это как-то связано С тем, что я армянка? Да перестань Мои родители Современные люди Для них это не проблема Егор! Егор! Они пришли Только я тебя прошу Не говори с ними на армянском Иньч? Что? Папа, мама, знакомьтесь Это моя маринэ Мамочка, спасибо большое Очень вкусно На здоровье, только это не я готовила Да, это я готовил Папочка Очень вкусно И ты знаешь, почему я это приготовил Да знаю я Позже тебе обязательно все скажу Вот каждый раз ты говоришь Позже и ничего не говоришь Надо мной уже родственники смеются Что, опять снились? Да Ну, Каранчик, миленький Я же обещала тебе, что я скажу Значит, скажу А ты обед сегодня приготовишь? Папа, Наташевна Я сегодня не могу У меня очень много дел на осте Пусть сегодня Марина приготовит Папа, я тоже не могу Прилетают родители Егора И мы идем с ними обедать Ты слышишь, что она говорит? Значит, она встречается с родителями Егора Она нам ничего не говорит Папа, я же только что сказал Нет, ты сказал, я не могу приготовить обед Потому что встречаюсь с родителями Егора Это разные вещи Когда едешь в аэропорт? Мы договорились, что Егор их сам встретит Только послушай Мне тут каждая фраза Лучше, чтобы она молчала Значит так Ты едешь в аэропорт Зачем? Как зачем? Слушай, во-первых, это дань уважения Во-вторых, они вас должны видеть вместе В-третьих, ты их пригласишь к нам домой на обед Вот Все это не обсуждается Звони Егору Егор, привет Привет Егор, ты знаешь, я решила Что должна поехать с тобой Встречать родителей в аэропорт А, ну мы же обо всем договорились Ну, просто, понимаешь Я думаю, что они должны видеть нас вместе Это во-первых А во-вторых, я хочу пригласить их сегодня к нам на обед А мне кажется, что совместный обед Это как-то немножко преждевременно И пусть они сначала с тобой познакомятся А давай я дам папе трубку И ты ему все сам объяснишь Ну, хотя они же все равно когда-то познакомятся За тобой заехать? Не надо, я на аэроэкспрессе, так быстрее Давай, все, в аэропорту встретимся Пока Вот и хорошо Прекрасно, но только теперь надо приготовить обед Не надо Я сам все приготовлю Как, ты же сказал, что все дела на СТО Слушай, когда там такие дела Какие здесь могут быть дела? Простите Алло, Егор, ты где? Я уже в аэропорту А их самолет приземлился Хорошо, жду тебя у выхода Девушка, ну вы держите себя в руках-то в конце концов Я нечаянно Я нечаянно Посмотри, а Давайте я помогу вам Не надо, не надо, спасибо, все А давайте, может быть, я заплачу и вы такой же сувенир купите Девушка, это не сувенир, это награда А может быть, можно склеить как-то это все? Не надо, все, спасибо, вы уже все сделали, вы уже все склеили Извините, я не специально До свидания, спасибо Спасибо, привет Ну, чего? Что случилось? Да я тут одному пассажиру сувенир разбила Так, специально? Нет Ну, пошли Господи, они-то из сувенира пачка вывозят Ладно, пошли Куда? Пошли, пошли, пошли Куда? Как куда? Домой Что? Ну, мы же не будем встречать моих родителей с таким лицом Как я выгляжу? Вот, вот так держи улыбку, пошли Все-таки устроился Александр, да? Он мне нравится Подождите, я не один Познакомьтесь, это моя Марине Простите меня, пожалуйста, еще раз А что случилось? Нет, ты посмотри, посмотри Ну, Настя, ну что теперь поделаешь, а? Мама, давай это уже выбросим, я тебя прошу Как выбросим? Как выбросим? Эту награду, между прочим, подарил твоему отцу лично мэр Праги За проект Карлова моста За укрепление опор Карлова моста Простите, так глупо получилось Ну, ничего, ничего А, приезжайте к нам сегодня на обед, мои родители вас приглашают Спасибо, но... И мы там эту штуку попробуем склеить Спасибо, но это лишнее Просто приезжайте Спасибо, но у нас на сегодня другие планы Папа, папа, можете я на секунду, пожалуйста? Папа, а ты что начинаешь-то? Да нет, я просто приехал, чтобы поговорить с тобой А не знакомиться с твоей девушкой и тем более ее родителями Это не просто девушка, это моя невеста И об этом, в частности, я тоже собирался с тобой поговорить Ай, мы поговорим, я тебе обещаю Ну, потом поедем с ним затронуться Ой, а вы сюда хотели сесть, я... Да нет, 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 пожалуйста, пожалуйста Пап, подожди Я тебе говорю, что с ее отцом, с Кареном Георгиевичем, вы обязательно поладите Марина Кареновна А что такое? Я ничего, а мама ее как зовут? Мама у нее русская Ты можешь мне объяснить, что не так? Нет, пожалуйста, пожалуйста Я понял, я просто спросил, как ее зовут? Наталья Васильевна Наталья Васильевна, отлично Марина Джен, ты не расстраивайся, Баличер Ты понимаешь, вот вспомни, у меня же тоже с Егоровым не все складывалось Ты помнишь, было время, когда я хотел его, но потом понял, что он хороший и полюбил Папа, просто первое впечатление самое сильное Правильно, Баличер Но это тогда, когда второе бывает менее сильное А сегодня твой папа сделает так, что второе впечатление будет таким Что все забудут первое И что он для этого сделает? Да кюфту он сделает Нет, мой маленький скептик, он не просто кюфту сделает А он сделает настоящую, традиционную, армянскую, эчмиадинскую кюфту Ну, вот посмотри, даже помидоры у нас сегодня армянские Перец армянский, перец армянский, ты так Армянский Да, лук И лук армянский Конечно, я из-за них сегодня пол рынка бегал Но лук мог бы и обычно купить Слушай, все должно быть самое красивое А самое прекрасное и красивое это Армянское Ну ладно Ты масло купила? Нет, потому что у нас в магазине нет армянского масла Вика-джан, при чем здесь армянское масло? Ну, как армянское же, все самое лучшее Не надо, все доводить до маразма, Вика-джан Бери аннушек, идите в магазин, купите масло Сейчас А потом можете гулять допоздна Допоздна? Да, но чтоб всем были дома Папа Ар-джан Тебе помочь? Да Поставь, пожалуйста, для папы диск Шарля Азнавур И все? Нет, не мешай А еще Шарля Азнавур, Хачатурян Айвазов Спасибо, мама Шер, наконец Да, Петросян, Фанукьян, Таратьян, наконец Ты мне хочешь всех армян перечислить? Папа, я хочу тебя убедить, что армяне это народ с богатой историей О, тебя уже тоже, я смотрю, перековали Егор, просто папа хочет тебе сказать, что армяне и мы абсолютно разные люди И что? Вы тоже разные люди? Ты гуманитарий, папа вон технарь Ты любишь светское общество, а папа уединение в деревне Ну, так мы договоримся, что мама женщина, а я мужчина Ну, вот видишь, полное противоположность, ну вы же как-то живете вместе И вообще, когда ты познакомишься с Кареном Георгиевичем, ты поймешь, что у вас очень много общего Значит, у тебя с ним тоже были проблемы, да? Нет, папа, у меня с ним не было проблем Он принял меня сразу, как родного сына И почему ты делаешь отрицательные выводы о людях, которых ты даже не знаешь? Если ты так хочешь, поехали, познакомимся Отрицательные выводы я сделаю потом Наташа, какой выбрать? Бороденький Этот? Слушай, Мика, посмотри, как я выгляжу Ты прекрасен, мой дорогой Я решил по этому случаю одеть рубашку, которую мне прислала мама из зелья в ванной Молодец Любимый, я хотела с тобой поговорить Пожалуйста, давай сегодня, когда мы будем знакомиться с родителями Егора Ты не будешь все время говорить, что все армянское самое лучшее Нет, почему? Это так? Я понимаю, но я хочу, чтобы наша семья выглядела, как нормальная семья А не зацикленная на национальном А кто зацикленный? Анушей? Ты мой солнце Скажи, пожалуйста, ты помнишь, как зовут родителей Егора? Нет Если на этот раз Егор не обманул, то Настасья Павловна и Николай Арсеньевич 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 Я тебя люблю Николай Арсеньевич Арсеньевич Подумаешь, Николай Арсеньевич Арсеньевич Корень Георгиевич Николай Арсеньевич А что, лифт у них тоже армяне обслуживают? Да, все-таки нехорошо, что мы спустим на руках Ну, надо было, конечно, армянский коня купить или кинжал, или что там они еще любят Пап, я надеюсь, вот таких шуточек там не будет, да? Мангал Что мангал? Мангал можно было купить Папа Так, вы помните, как зовут родителей мои? Наталья Васильевна Королева Григорьевич Георгиевич Напомню я, расслабься Арсеньевич 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 Здравствуйте, Анастасия Павловна. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай Арсеньевич. Арсеньевич. Здравствуйте, Каран Григорьевич. Проходите. Проходите. А здесь у меня такой маленький кусочек Армении. Отец Иван, родственники, отец покойный, Геворг. Так вы Геворгович, а не Георгиевич? Да. Просто я подумал, что в Москве Геворг как-то будет звучать экзотично. Да нет, сейчас Геворговича и в Москве достаточно. Хорошая шутка. Каренчик, Карен, хватит мучить гостей. Пора к столу. Да-да-да, прошу к столу. Арсеньевич. Спасибо. Геворг. Нет, вы не подумайте, мы современная семья. Нет, и не считай, что все армянское самое лучшее. Иногда, конечно, бывает, например, в футболе. Мы немножко отстаиваем от испанцев. Но вот это обязательно надо попробовать, потому что это традиционная армянская кюфта. Кюфта. Нет, ну спасибо, я не буду. Я не хочу мяса. Это не мясо, это кюфта. Хорошо, скажу по-другому. Я не хочу кюфты. Пап, ну это же невежливо. Почему невежливо? Я просто не хочу мяса. Коля, может быть тогда салат? Да, вот салат с удовольствием. Тем более, что это наверняка традиционный армянский салат. Нет, это простой нормальный салат. Его у вас дома тоже очень много. А вот это, это кюфта. Карен, можно тебя на минутку? Подожди. Мне просто нельзя волноваться, я сейчас. Салат. Карен, человек просто не хочет мяса, все. Нет, он хотел сказать, что ему плевать на то, что мы работали всю ночь, понимаешь? Он не уважает нас. Карен, тихо. Карен, скажи, пожалуйста, ты хочешь знать, кто у нас будет? И при чем тут это, Наташа? При том, если ужин пройдет хорошо и все мирно закончится, я скажу тебе, кто у нас. И ты хочешь меня купить? Я тебя шантажирую. Ладно. Дорогие наши гости, не хотите кюфту, не ешьте. Я не буду это считать неуважением к нам. Каждый пусть кушает то, что хочет и пьет то, что хочет. Главное, чтобы все бы вам понравилось. Карен Георгиевич, я бы с удовольствием съел бы даже двойную порцию вашей кюфты. Конечно, пожалуйста. А мы должны немножко выпить. Музыка. Ура. 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 Ну, нам пора Спасибо большое за гостеприимство. Было очень приятно познакомиться Вы знаете, мне тоже очень приятно, что мы с вами так быстро нашли общий язык А то с Егором, если так сказать, мы не сразу повладели А, хотя он, наверное, вам все рассказывал Не все. Ну, рассказывал. Говоришь, как сын, например, да? Как хорошо, чтобы были у вас. Почаще приходили. Спасибо. Спасибо за такое гостеприимство Очень красивая квартира. Поздравляю вам Карен Георгиевич, спасибо огромное. Кюфта была просто обалденно Настенька, кюфта Игорь Джан, это еще репетиция кюфты. Настоящая кюфта будет на свадьбе в Ереване На какой свадьбе? Вот на такой свадьбе. По всем армянским традициям Мне кажется, мы это даже не обсуждали еще Николай Арсений Визиан, а что здесь обсуждать? Моя старшая дочь выходит замуж А где она это должна сделать? Не в Москве же Нет, ну... Настя! А? Мне кажется, свадьба, дело еще не решенное Папа, это дело решенное Нет, секундочку. Может быть, это решенное, не решенное. Дело не в этом Почему мой сын должен жениться не в Москве? Получается, какая-то армянская свадьба Папа, давай это потом обсудим, а? Да нет, подожди, подожди. А чем тебе не нравится армянская свадьба? Папа! Нет, подождите, секунду. Я просто не понимаю, почему мой сын должен жениться в Армении Коля, мы обсудим это дома Потому что Армения – это красивая, замечательная страна Ну, если она такая прекрасная и красивая, то почему же вы все сюда едете? Ах, вот до чего вы договорились Марин Джан, посмотри, вот это твои будущие родственники Нет, не факт. Папа! Нет, это факт. Они это уже решили, и не нам с вами это решать Вот у меня они спросили, я свое согласие дал А вот у вас даже не спрашивайте А при чем, если спрашивать не спрашивайте? Вы тоже, знаете, за всех-то не… Пойдем отсюда Папа, не прошу, папа, подожди, пожалуйста Папа, я еще не все сказал, папа, подожди Как-как-как, извините, папа Потому что тебе больше нечего сказать Зато тебе всегда есть что сказать Две минуты не хватило Егор! Марине! Марине! Папа! Ну, что это еще за идея провести свадьбу в Армении? Вы же это даже не обсуждали Марине, а зачем это обсуждать? Это и так очевидно Очевидно, что кто-то сегодня не узнает пола нашего будущего ребенка Ты хочешь сказать, что это я виноват, да? Ну, и как прошу ужин? Замечательно Папа? Папа Ну, ладно, ты выиграла И? Я мою за тобой посуду И? Я мою за тобой посуду всю неделю Молодец Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ты знаешь, пошел в магазин Ни на кого не кричал Купил все, пришел домой Приготовил завтрак для жены красавицы Наташенька, а теперь ты мне скажешь, кто у нас там? То есть, ты думаешь, что ты один раз мне приготовил завтрак И я забуду все твои выкрутасы? Да А нет Почему? Ну, я еще приготовил очень вкусный обед, знаешь, такой ароматный Скажешь? У-у-у Не надо, я сам узнаю Нет, нет, ешь Приятного аппетита Ну, ты же знаешь, как я люблю вот эти мероприятия Ну, ты же знаешь, как я люблю вот эти мероприятия Ну, посидели бы на даче Ну, пожали бы мясо, сходили бы с мужиками в бане Ты бы что-нибудь наготовил, а? Мам, пап, привет Привет, сын Завтракать будешь? Не-не-не, я на минуту А что такая спешка? Боишься, самолет без тебя в Ереван улетит? Это смешно Мама, папа, мы с Марине приглашаем вас сегодня в ресторан Все вместе мы хотим просто спокойно сесть и поговорить Они так умеют, да? Коль Не перегибай Нет, я просто еще один вечер с этой семейкой не выдержу Пап, ты слышишь меня? Я говорю не с семейкой, а конкретно вы и мы с Марине Ты нас извини, сынок, но у нас сегодня важные мероприятия Да, мы обмываем папину награду Уже заказаны рестораны, музыканты, приглашены в гости Да, но гости-то важнее, чем родной сын Сынок, мы очень хотим, чтобы у тебя все было хорошо И вот поэтому мы против вот этих твоих взаимоотношений Пап, ты знаешь, хочешь ты этого или нет, я все равно на ней женюсь Ну, ты всегда сам решал свои проблемы Только непонятно, зачем ты сюда пришел, если тебе плевать на наше мнение Пап, да я просто хотел хоть раз в жизни нормально поговорить, как нормальные люди Нормальные люди, это когда зайчик с зайчиком, а мышка с мышкой, понимаешь? Пап, я поздравляю тебя с очередной наградой Самый твердолобый отец этого года, на, поздравляю тебя Так, держать, молодец, возьми Егор Большое спасибо Эту награду я бы хотел разделить со своим сыном Егором Щербаковым Ну, ты же знаешь, отца, вспылил, успокоится Я-то знаю, ты знаешь, я больше никогда не буду ему ничего доказывать Господи, ну будь умнее Приходи сегодня на вечеринку, у него будет прекрасное настроение Вы поговорите и померитесь Ты сейчас серьезно это? Ты считаешь, что после вот этих слов я должен нормально с ним разговаривать? То есть, и делать вид, что ничего не было, да? Не, хорошо, хорошо, мама, я приду Дашечка Блестящих вещей Да Интересно Да Я хотел спросить, кто у нас там с Наташей? Как кто? Ребенок? Нет Какой? Какой? Армянский Скажи Наташа просила не говорить Ну, нам их не хотя бы Ну, методом этих, знаешь, пестик, тычинка Ну, какой пестик, какая тычинка? Магикянка Да, магикянка Ничего не скажу А может… Да Елена Николаевна, вас срочно вызывает главврач Вот, главврач вызывает Спасибо за цветы, Карен Наташа, привет Привет Прости, Митра Прости Привет 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 А ты почему такой нарядный? Марин, мои родители устраивают праздник для самых близких А это хороший повод тебе со всеми познакомиться Так что давай, одевайся, мы опаздываем Нет, я не знаю, мне как-то неловко после вчерашнего Ой, ты перестань, уже все все забыли, давай Нет Я не пойду, даже не уговаривай Марин, ты понимаешь, они сказали, чтоб я без тебя даже не приходил Да? По-моему, еще вчера твой отец был против нашей свадьбы Так, стоп, он был против свадьбы в Армении, а по поводу вообще свадьбы он очень даже за Ну, я не знаю, есть ли у меня подходящее к тебе платье Значит, что надо сделать? Надо посмотреть Оп, давай, 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 давай Доладливый человек, доладливый во всем Макиян Након И эти врачи пишут, все, как курица лапой Здравствуйте, доктор. Я на пропосмотр. Да-да-да. Пойдемте. А вам не надо раздеваться. Вы знаете, сегодня у меня неприемный день, так что приходите завтра. Но сегодня у меня последний день. Завтра без санкнижки. Не надо, врагов. Не надо вот этого делать. Все нормально, хорошо. Спасибо. Спасибо. Вы что думаете, а? Врачи не люди. Садитесь. Доктор. А что насчет меня? Дайте. Что? Книжку. Сейчас. Вот. Жалоб нет. Нет. Жалоб нет. Ноги тянут. Как красиво. Я никогда так… Не волновалась? Угу. А кто эти люди? А, это самые близкие моих родителей. Егор… А? У меня тост. Так. За твоих родителей. Не волноваться. А, тихо. А, папа, 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 папа. Вот она. Настя, к чему вся эта помпезность? Вот кто эти люди? Здесь только близкие и нужные люди. Здравствуйте. Мне кажется, здесь только твои близкие. Мама, папа, папа… Ммм… Пришел. Пришел, конечно. Сюрприз для вас. Здрасьте. Анастасия Павловна, Николай Арсеньевич, спасибо вам за приглашение. Спасибо. Да ни за что. О, Егор! Сто лет тебя не видел. Да. Да как возмужал. А ведь был. Был-то. Вот. Давид Яковлевич. Давид Яковлевич, здравствуйте. Давид Яковлевич, и все остальные, друзья, у меня есть небольшое заявление. Можно секундочку идти, 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 идти. Так, говорю, идти. Все здесь по многочисленным просьбам, особенно по просьбе моего отца, я хочу наконец-то представить вам свою невесту. Марине? И ты молчал? У тебя единственный сын женится, а ты не говоришь ни слова, да? Егор! Поздравляю! Папа хотел сделать сюрприз! Спасибо, возьми туда. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Ура! Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо, спасибо. Проходите, проходите. Спасибо, спасибо, спасибо. Слушай, вообще, как можно в этом что-то разобрать? Да, по-моему, тут все очевидно. Нужно мнение специалистов. Я как гинеколог с двадцатилетним стажем. Сто процентов даю, что это мальчик. Где тут мальчик? Это девочка, сто двадцать процентов. Уф. Какая девочка? Слушай, ты посмотри на это. Откуда у девочки может быть вот это? Это нос! Так, все. Перестаньте спорить. Георгий, а ты что думаешь? Откуда я знаю? Я стоматолог. Ну и что? Ты же врач. У нас разделились голоса. Нужно мнение третьего доктора. Я могу сказать о человеке только тогда, когда у него появятся зубы. Знаешь что, Георгий, когда у этого ребенка появятся зубы, я и без доктора определю пол. Да, Георгий, дорогой, если говорить по-братски, здесь очень плохо видно. Снимок нечеткий, м? Да. Надо обратиться к врачу, который ведет беременность. Точно. У него данных больше. Лень, я больше не могу пойти. Ты не можешь. А я могу. В этом году моя невеста заканчивает институт, и у меня будет новый финансовый директор. Да. Ты не боишься доверять свои деньги женщине? Боюсь, не боюсь. Она у меня умная. Ну, перестань. Что перестань? Что я не могу похвастаться, что у меня умная невеста? Могу. Она знает три языка. Два. А армянский? Так вы армянка. Ну, да. Наполовину. В прошлом году нам довелось побывать в Ереване. Отличный город. Очень приветливые, добрые люди. До сих пор под впечатлением. Ты слышал? Да, слышал. Не только слышал, но и видел вчера. Под большим впечатлением до сих пор. Извините. Я прошу тебя, не начинай. Это я начинаю? Это он ее сюда притащил, чтобы меня позлить. У него это получилось. Твои родители явно чем-то недовольны. По-моему, это касается нас. Да все довольны. По-моему, не очень. Они меня вообще приглашали? Эм, ну. Егор, говори правду. Да, мой отец был против нашей свадьбы. Но я тебя привел сюда, чтобы доказать, что ты хорошая, нормальная девушка. То есть, твой отец считает, что я ненормальная? Почему? Почему? Я же тебе... Ну, хорошо. Марин. Марина, не сюда. Марин. Егор, ну что ты? Рассказывай, где, когда, как. Вознагольстве. Просите, я... Секунду. Быстренько рассказывай. Быстренько. В Армении. Оп. Спасибо. Белые розы. Да, белые розы. У меня к тебе, вот, очень важное дело. Это УЗИ моей племянницы. Она очень хочет знать, кто у нее родится, мальчик или девочка. А ее доктор точно не может сказать. Поэтому я к тебе и обратился. Ты же у нас лучший специалист. Да. Ну, лучший специалист. Сколько лет племяннице? Сорок. Сорок? По-моему. Или тридцать пять. Я точно не помню. Это моя двоюродная племянница. Двоюродная? Нет, та же троюродная. Угу. Мне надо посоветоваться с заведующим отделением. Ты присаж... Присаживайся, да? Привет, моя дорогая. Привет, кошечка. Слушай, тут такое дело. Прибегал сегодня твой Карен, пытался выяснить, кто у вас будет, мальчик или девочка. И что ты? Ну, что я, конечно, ничего не сказала. Но самое удивительное, сейчас ко мне приехал Давид, сидит у меня там в кабинете, принес, показывает мне твои снимки УЗИ, говорит, что это какой-то его племянница, но и пытается выяснить то же самое. И вы Карен подослали? Нет, Пушкин. А скажи, что девочка. Соврать? Соври. Пусть Карен помучается, раз он такой умный. Знаешь, а вечером я ему правду скажу. Я воль, мой фюрарш. Вот. Ты мне звонишь? Да. Кто? Кто? Дочь? Карен, вы что? Карен! Мишель, помогите! Помогите! Кто? Сейн? Окей, шоу. Сейн? Мишель. Сейн! А вы танцуете танго? О да, я умею танцевать не только лесгинку Подержите, пожалуйста Николай Арсеньевич, скажите честно Почему вы против нашей свадьбы? Ну, я не то, что против Я просто не совсем зам Это потому, что я армянка? Нет, просто потому, что мы русские То есть, вы считаете, что русский парень Не может взять в жены армянскую девушку? Ну, почему же? Может Теоретически может А хотите знать, почему я хочу выйти замуж за Егора? Любопытно Я хочу забрать все, что у него есть Квартиру, машину, бизнес Вот как? Мило А что, вы разве не так обо мне думаете? Я этого не говорил Да, конечно, потому что вы лицемер и самодур Господа, прошу внимания, у меня тост Нас же армян хлебом не корми, дай тост сказать За лицемера и самодура Николая Арсеньевича Щербакова И за эти три бокала шампанского, без которых я бы не произнесла эту пламятную вещь Николай Арсеньевич, а что же вы не пьете? У вас же нет шампанского На счастье Ну, провожай Миленький мой Ну, как у тебя прошел день? Нормальный такой, знаешь, обычный день Обычный? Да, ничего особенного Карен Джан Карен, ты знаешь, я, я подумала, мне уже, мне перед тобой стыдно, мне неудобно И это нечестно по отношению к тебе, не говорить, кто у нас там А ты знаешь, я подумал, какая разница, мальчик, девочка, я их буду одинаково любить Все равно Карен Карен, я знаю, что вы с Давидом были у Лены Да, потому что я был нетерпелив Извини Каренчик, миленький мой, это я должна у тебя просить прощения Ты меня, ты прости меня, пожалуйста Я на тебя злилась, да, я на тебя злилась Поэтому я попросила Лену соврать Давиду Стоп, стоп, сядь У нас будет дочь? Нет, у нас будет сын Давид мне сказал, что у нас будет сын Он соврал Не, Лена соврала Давиду Ты мне соврала, Давид соврала Подожди, я запутался Карен, милый, я не знаю, кто кому соврал, но у нас будет сын Точно? Подожди, сейчас разберемся Давай начнем с самого начала Привет, привет Кто? Сын Сын Я тебя люблю, я Я тебя очень люблю Марина Джан Марин Джан, ты знаешь, что у нас произошло? Катастрофа Нет, Анзи Джан, мама скоро родит мальчика, мне сына, тебе братика Какая же я дура Она при чем? Подожди Подожди Извини меня, Ахпер Джан, но я так больше не могу Я поступил очень плохо, я тебя обманул Но я все-таки должен сказать тебе правду, какой бы она ни была Давай У тебя будет девочка Нет, заходи, встань, улюбнись, у меня будет сын Давид, я сын, понимаешь? Наташа Давид пришел, заходи Эй, какишь, да, ты? Субтитры сделал DimaTorzok Николай Арсеньевич, а что же вы не пьете? У вас же нет шампанского На счастье Не приважай А еще вы не только лицемер и самодур Ну, Маринешечка, ну не преувеличивай Вчера у тебя в истории фигурировали только лицемер и самодур Да? А мне кажется, я столько наговорила, боже, как стыдно Успокойся, Балюк Джан, Вань, не волнуйся Слушай, найдем тебе нового жениха с нормальными родителями Папа! Карен! Ну, папа шутит, господи, ну умеешь ты утешить Ну, ладно, успокойтесь Я сегодня же встречусь с этим Николаем Арсеньевичем и все улажу Подожди, Карен, что в твоем понимании слово улажу? Ну, то что же, ну, встретимся, посидим, поговорим Я извинюсь за Марине, за себя А, то есть ты все-таки чувствуешь себя виноватым? Нет, потому что я всегда прав Конечно, просто так, как у меня скоро родится сын, я счастлив Поэтому я даже готов извиниться за то, чего я не делал Ну, и сделаю это прямо сейчас Алло Да Егорушка, дорогой Ага Слушай, можно поговорить с твоим папой? Да, конечно, сейчас, секунду Спасибо Да, я слушаю Николай Арсеньевич, здравствуйте Это Карен Георгиевич Да Можем сегодня с вами встретиться, посидеть, поговорить, как мужчина с мужчиной Карен Георгиевич, вы меня поймите правильно, но я не могу сегодня с вами встретиться У меня у самого встреча И завтра не могу Простите А что ты на меня смотришь? Я не хочу с ним разговаривать, мне не о чем с ним говорить Я достаточно наобщался с этой семьей Папа, я прошу тебя Так, я все сказал? Алло, Карен Георгиевич, это Егорушка Егорушка Если вы хотите встретиться с моим папой, он будет в бильярдной рядом с домом Сейчас скину Спасибо Спасибо Все, все в порядке Сегодня мы с этим Николаем Арсеньевичем играем в бильярд Ну вот, а Николай Арсеньевич об этом знает? Значит, Наташенька, пусть это будет для него таким, знаешь, приятным сюрпризом Ну, ешь Здравствуйте Здравствуйте Анастасия Павловна, я бы хотела очень извиниться за Марине Она совсем не хотела оскорблять Николая Арсеньевича Вы хотите сказать, что во всем виноват ее кавказский темперамент? Нет, что вы, это просто шампанское А почему она сама не приехала? Она стесняется, она очень стесняется Поэтому она прислала вас? Она не знает, что здесь, не говорите ей, пожалуйста Понятно Чайку? Да, спасибо большое Николай Арсеньевич, здравствуйте Какая неожиданная встреча Вы здесь в бильярд играете? Да На бильярде я здесь играю Но вас я раньше здесь почему-то не видел Потому что раньше мы не были знакомы И поэтому не обращали друг на друга внимания Да нет, мне кажется, ваша семья Очень даже умеет обращать на себя внимание Ну, вы знаете, раз уж мы вот так вот очень Ну, абсолютно неожиданно как-то встретились Может, постараемся сегодня Немножко Карен Арсеньевич, я вам уже объяснил Я, к сожалению, не могу с вами сегодня поговорить У меня еще встреча Много дел Я же не говорю беседовать Давайте поиграем Ну, посмотрите, всего пятнадцать шаров Если на каждой из них по одной минуте, это всего пятнадцать минут А в Москве пятнадцать минут, это разве опоздание? Так, хорошо Одна партия Все Но если я выиграю Я оставляю вас в покое навсегда Но, если выиграю я, то мы сегодня немножко поговорим Имейте в виду, я неплохо играю Вы знаете, я тоже не первый раз киев держу в руках В армии, я даже у своего генерала выиграл Он мне за это дал звание сержанта А до этого вы были старшим сержантом? Счетить умеете неплохо Посмотрим, как вы играете Расставляйте Спасибо Пожалуйста Вы знаете, ваш Егор очень хороший мальчик Да Наш Егор очень хороший мальчик Анастасия Павловна, а вы знаете, я ведь тоже ссорилась с родителями мужа перед свадьбой Правда? А со мной такого никогда не было Я, наверное, пойду Очень приятно было с вами побеседовать Спасибо Всего доброго Всего хорошего Нет Вы что-то забыли? Да, нам надо поговорить Чайку? Да Ну, открой, я же знаю, ты дома Если прячешься, хотя бы на вибро поставь Ну, обними Ну, как тей? Ну, такой же немножко не идеальный Ну, если бы я знал, что мы будем сегодня с вами играть Я бы взял настоящий, идеальный, армянский Орел-решка Орел Ничего Я вас обыграю и не идеальным Разбивайте Николай Арсеньевич, такие шары надо забивать Анастасия Павловна, мне стыдно, ужасно Я, я, я просто, я не спала ночь Это такой позор Я даже представить себе не могла, что моя старшая дочь Маринэ на такое способна Да, ситуация, конечно, неприятная, но с другой стороны, мы тоже виноваты Нет, неправда, это только ее вина И она прекрасно это осознает И я бы на вашем месте не смогла бы простить такого Ну, как же Вы же простили Егора, когда он тортом в Карен Георгиевича попал Ну, это же случайность Ну, как тут не простить? А то я Слушайте, это так Это такой позор Это отцу жениха такое сказать Наталья Васильевна, давайте успокоимся Хотите немножечко винца? Давайте Можно чуть-чуть? Да Я думал, тебя надо защищать от родителей, а оказывается, родители от тебя Очень смешно Ну, так посмейся Я же вон всю дорогу придумывал эту шутку Хорошо, у меня есть другая шутка про тебя и про моего отца Егор Ну, что Егор, ну, мне кажется, что ты слишком драматизируешь Ну, потом мы будем смеяться над этим на наших семейных посиделках Будете смеяться без меня, потому что меня на них не будет А можно еще серьезнее? Марина Марина Тебе просто нужно извиниться перед моим отцом Как? Я твоим родителям в глаза не могу посмотреть Так не надо смотреть в глаза, надо извиняться Послушай, они адекватные люди, с чувством юмора Вообще, мой отец ненавидит все эти тусовки Мне кажется, он вчера был очень рад Ну, когда у него появился повод уйти пораньше Это сейчас была твоя вторая придуманная шутка Да Как говорится, если не забиваешь ты, забивают тебя Адна к спарти Николай Артеневич Карен Георгиевич Карен Георгиевич А О чем задумались? Просто хороший игрок должен комбинацию просчитывать на несколько шагов вперед Ну, да, это правильно А вы о чем задумались? Давайте-ка я вам помогу Нет-нет-нет, во-первых, вы у меня в гости, а во-вторых, вы беременны Да ну что вы О, у меня уж путь Я же зубной врач, я знаете, какие зубы рвала Давайте-давайте Давайте-давайте Анастасия, господи, господи, господи Майнер, прости Николай Арсенович Родный, что с вами? Извините Просите меня, ради бога Я не хотел в вас попасть А вы в кого-то другого целились, да? Ах, нет Жутите, это хорошо Значит, соответствия нет Господи, слава богу, что вы себе пришли Ну, это надо же, только помирились и сразу вот такое Ох, мне даже страшно представить Если бы не помирились, что было бы Может быть, лед? Ну, как мне согласитесь, пень? Ну, вот, давайте я вам помогу Спасибо, не надо, я поеду домой Нет-нет-нет, я вас отвезу Что вы? Да ну, не бойтесь Я вожу очень аккуратно Вы знаете, в армии я возьму генерала Ах, хорошо Нет-нет-нет, родные, выход в той стороне А, давайте я приложу Ой, не надо, дайте-ка я сама Да, конечно Глава не кружится? Нет Лежите, лежите, я открою, лежите Ой, спасибо Мама? Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? Я пришла извиниться перед Анастасией Павловной Мам Мам, что с тобой? Ну, ничего страшного, просто неудачно Извините, приняла извинения А где папа? Его еще нет, но он звонит, сказал, что скоро будет Проходите, не стойте, в дверях Это же не мой дом Зачем вы меня сюда привезли? Арсений Джан, это ресторан моего самого лучшего друга Мы поменяем лед, это уже старый О, Господи Это уже новый, более холодный Потом здесь очень вкусно Карин Джан, дорогой Карин Джан Здравствуй, золотой Как ты? Здравствуй, брат Скажи, пожалуйста У тебя есть лед? Конечно Самый лучший лед в Москве Пожалуйста А тебе зачем? Не мне Моему другу Мы сегодня с ним так, знаешь В билет поиграли У него небольшая спортивная травма Я бы сказал, большая спортивная травма Ну ладно, спортивная травма Понял Кристина, принеси-ка нам лед Ну и покушать чего-нибудь Нет, спасибо, только лед Я поем дома, спасибо Зачем дома? Разве у себя дома вы попробуете такой замечательный шашлык? Дело в том, что у меня сегодня деловая встреча Тем более надо оставаться Тут у меня лучший столик в Москве для переговоров Посидите, все спокойно обсудите И сразу сделку отпразднуйте Более того, сейчас куда-то ехать бессмысленно В Москве сейчас даже в лифтах пробки Я понял, с вами бесполезно бороться И не надо с нами бороться, родной С нами надо дружить Извините Альберт Николаевич Здравствуйте, это Щербаков Простите, мы не могли бы изменить место встречи? Стародевичий проезд 4 Знаменитый ресторан кавказской кухни Где делают лучшее в Москве Хинкар Да, знаете, ну отлично Жду тогда, спасибо Ну, пройдемте к столу Более того, ужин за мой счет Ну ладно, за твой Собрались как-то за столом Грузин, армянин и русский Звучит как начало анекдота Че это у тебя? Это звучит как тост Не-не-не, я пить точно не буду Николай Арсеньевич, никто же не говорит пить Это просто снять стресс Не беспокойтесь От одной рюмки ничего не будет Это же Ча-ча Вот так От одной рюмки ничего и не было Это уже Восьмая Анастасия Павловна Вы простите, я Вчера вела себя как истеричка Я не знаю, что на меня нашло И вы меня простите, пожалуйста Я не нарушена Ну что вы, все Забыли Я поняла, что с вашей семьей лучше дружить Я же говорил, что наша семья с чувством юмора Слушай, давайте вина выпьем Тем более, вы уже почти открыли Секундочку Я позвоню папе Что-то его долго нет Это вы, Николай Арсеньевич Щербаков Да Я Николай Арсеньевич Щербаков Это я Очень приятно познакомиться лично А то три месяца общаемся с вами Только по телефону Алло Кто это? Здравствуйте Меня зовут Давид Я друг Карена А где Коля? Николай Арсеньевич ведет переговоры в моем ресторане И просит его не беспокоить Это какой-то Давид Говорит друг Карена Давид? Дай сюда, ну Сейчас Алло, Давид Ревазович? Это Егор Очень хорошо, что ты взял трубку Слушай, сейчас я буду говорить А ты не волнуйся, хорошо? Я постараюсь Значит так Твой отец Ну, немножко Слишком Много Выпил Тяти Как это у него сейчас деловая встреча А она уже идет Только переговоры ведет Карен Я не понимаю, он же почти не пьет Ну, а он почти не пил Ладно, я сейчас приеду Хорошо, жду Что? Да нет, ничего Я сейчас отъеду на пять минут Вы знаете, мы посоветовались с женой И мы хотим украсить фасад полуколонными Все-таки полуколонными или четверть колоннами Вы знаете, можно взять колонну Распилить И так поставить И так даже дешевле будет Да Ну, знаете, я бы еще хотел Вот в этих местах поставить пилоны Что? Семь штук Пилоны Все-таки пилоны Или полупилоны В каком смысле? А, ну, это так шутим Шутим, понимаете? Это такая профессиональная шутка Архитекторами иногда так шутим Ладно Ну, как раз у меня там на складе Есть именно семь штук поставить Опять шутите? Вот Теперь вы поняли наши профессиональные шутки Да, минуточку Да Супрока, звоните Понятно Я как раз здесь займусь проектом Давид Подойди Подойди, я тебя прошу Слушай, хоть одно из этих слов ты знаешь Балюстрада, портик, ротонда и пилоны Пилоны знаю Это шест для стриптиза Серьезно? Слушай, ты знаешь, что он их семь штук заказал Семь штук? Знаешь, Карен А он определенно начинает мне нравиться Пилоны, это колонны А я ему сейчас все скажу Он думает, что если у него очень много денег То он может вставлять свои пилоны куда ни попадя У него дом в стиле модерн А пилоны, это что? Это колонны Пилоны, это классицизм Папа, папа, ты как вообще, а? М-м-м Егорышка, а ты что здесь делаешь? Что я здесь делаю? Папа, я за тобой пришел Давай, давай, давай Нет, мы должны закончить переговоры с Кареном Георгиевичем Николай Арсеньевич, давайте это я делаю сам И может быть что-то испортите Да, не будем, погоди Погоди Я тебе так скажу Ты ничего не понимаешь в архитектуре Слушай, дело в том, что он тоже не понимает Поэтому мы с ним найдем общий язык, мы с ним на равный Конечно Папа, пошли Тихо идет Я думаю, что пилоны будем ставить здесь, здесь И может быть пару штук Николай Арсеньевич Знаете, давайте мы с вами все-таки откажемся от мозаики Она супруге не нравится Хорошо, откажемся, это вычеркиваем так Какая знакомая фраза Значит, пилону ей нравится А нерегулируемая мозаика в стиле Гауди ей не нравится Уважаемый, а собственно, что вы встреваете, я не с вами разговариваю Представь, пожалуйста Нет, секундочку, я скажу ему Вы думаете, если у вас много денег, то вы можете строить всякую бескошечку? Так вот, имейте в виду, милостивый государь Фамилии Щербаков под этой конурой стоять не будет Николай Арсеньевич, успокойтесь, я прошу Так, я не понял, это что, вы Щербаков? А вы думаете, кто? Он? Или он? Так это что, мы здесь целый час по посту план обсуждали? Мы его уже три месяца просто так обсуждаем Ну, знаете, я найду себе другого архитектора Подожди, радостно Купи тебе детский конструктор и страй из него что хочешь Теперь что, получается, что я провалил эти переговоры? М-м-м Давид Да? А у нас осталось немножко чачи Конечно Карлин, милости просим Как сказать, карлируйся-то, а? Карлин, а хочешь, я тебе дом подарю? Да В стиле модерн Только про пилоны ни слова На сихо Боже мой, Коленька, с тобой все в порядке, да? Сегодня да, завтра не уверен Моя будущая невестка Николай Арсеньевич, вы простите, пожалуйста, меня за вчера Да перестань, перестань тебя уже прости Совет да любовь А я знаю, что вам подарить на свадьбу Да Дом в стиле модерн Двенадцать спален, надеюсь, на первое время хватит Я честь имею Настенька Встреча Ну? Нет, спасибо Гелены Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте Скорого вызывали? Нет А она сама приехала И сейчас окажет вам первую помощь Хаш? Нет Там божественный Самый чудесный в мире хаш Каренчан Каренчан Я тебя знаю больше двадцати лет И знаю, что за это время ты так и не научился петь И? Хотя учителя у тебя были очень даже хорошие Каренчик Ну? Кстати Смотри А это пиджак Арсеньевича? Он же вчера в нем был Да А сегодня его в нем нет Он вчера так повыселился, что даже пиджак забыл Слушай, вчера всего лишь хотел перед ним извиниться А сегодня мне придется извиниться перед ним за то, как я извинился вчера Так возьми и позвони, и очень сильно извинись И скажи, пусть обязательно заберет свой пиджак Молодец По телефону, да Я не знаю, как у вас у грузин, но армян принято, когда извиняешься смотреть человеку в глаза Это потому, что армянин не умеет подобрать такие слова, что даже по телефону казалось, что перед тобой извиняются, глядя прямо в глаза В общем, мне надо к нему поехать Хорошо, давай я отвезу пиджак и тебя И? Прости Прости Конечно, первую очередь тебя, а потом пиджак Угу И заберем с собой хаш Я уверен Вы с ним сейчас, как и вчера в одинаковом состоянии Слушай, откуда мы его возьмем? Обязательно, Каренчик У меня в машине еще есть Поехали 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 Ты долго меня ждал? Я ждал тебя всю жизнь Шучу Десять минут Ну ладно, я ждал тебя всю жизнь Готова? Да Да, пойдем Ла Поздравляем Та-дай-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди Что случилось? Это опять они. Кто? Твой будущий родственник, наш будущий друг. А зачем ты их пригласил? Я их не приглашал. Может быть и приглашал. А что они тут делают? Видимо пришли извиняться. Это их стиль. Ну, передо мной-то они точно могли извиниться за твое вчерашнее поведение. А зачем у них термос? Ну, они же на сухую не извиняются. И что-то мне подсказывает, что там, там не чай. А я больше не могу. Ты можешь отказаться. Нет, невозможно отказаться. Можно только сделать вид, что у нас нет дома. Бывает, что людей не бывает дома. Может, они куда-то ушли? Ушли? Странно. Почему? Странно, что Николай Осеневич после вчерашнего еще может ходить. Да, зря приехали. Надо было позвонить. У них же, у них же мой пиджак с ключами нашими, ой. Это то, что я думаю? Я не знаю, что ты думаешь, но это ключи. А что, если мы откроем, войдем, оставим все это, напишем записку, захлоплим дверь и уйдем? Только не говори, что ты сейчас говоришь серьезно. А что? Ну, не станут же они врываться в дом чужого человека, правильно? Я сомневаюсь, что после вчерашнего ты остался для них чужой. Вы же уже почти родственники. Твой дом, его дом, так? Как мой дом, его дом, а ну да, значит, наоборот, то же. Его дом, мой дом. А, его дом, мой дом. Конечно. Тогда давай войдем. Еле успели. Ну, побыстрее могу. Только тринадцатого числа в тринадцать часов. А какое? Тринадцатое. А как вас зовут? Виолетта Семеновна. Виолетта Семеновна. Ну, мы не то, чтобы прям так торопимся. Ну, тогда четырнадцатое. Ну, вот, супер. Ноября. Раньше все занято. Ну, конец лета, начало осени, горячий сезон. Хорошо. Все. Будем праздновать тринадцатого числа в тринадцать ноль-ноль, тринадцать минут, тринадцать секунд. Что, мы суеверные, что ли? Ну, что, нашу свадьбу ничем не расстроишь. Вот и хорошо. Невеста будет брать фамилию мужа? Ну, конечно. Хорошо. Ну, подождите. Егор, мы же это еще даже не обсуждали. А что тут обсуждать-то? А это сейчас обязательно? Ну, подождите, пожалуйста. Это обязательно. Это сейчас обязательно. Потому что у нас в России так принято. Как у вас в России принято, я знаю. Потому что я здесь родилась и выросла. Но придется менять кучу документов, паспорта, дипломы. И вообще, все привыкли, что я магитян. Марина, во-первых, успокойся. А во-вторых, мы поменяем все твои документы. И мы сделаем так, чтобы все привыкнут, что ты не магитян, а Щербакова. У нас одна семья, и все должны носить фамилию Щербакова. Егор, почему ты решаешь за нас? Если должна быть одна фамилия, возьми мою. Как? То есть я буду Егор Магикян? Извините. Это смешно. Смешно? А по-твоему, Марина Щербакова не смешно? Это вообще какая-то Кармен Веревкина. Как? Веревкина? Веревкина – это не Щербакова. Понятно? Молодые, молодые, не ссорьтесь. А может, вам поменять имя? Одну букву. Будете Марина Щербакова? Знаете что? Меняйте тут, что хотите. А я Марине Магикян. Мы еще не поженились, а ты уже перестал считаться с моим мнением. Марина. Я Марине. Честно, действительно Марине. Так вы будете жениться или нет? Пока нет. Вот. Так и живем, Давиджан. Да. Интерьерчик у твоих родственников не тот. Почему? Ни одного перусмана, ни Гудеяшвили. Послушай, здесь соляны нет, я молчу, а ты? Что же мне, горные искусствоведы? А это у нас гостиная. Ну, все это, Давиджан, я сейчас дал какому-то, знаешь, знакомому архитектору. Он здесь живет. Вот что мы сейчас сделаем, Давиджан. Это все оставим здесь. Напишем записку его сделанную. Давайте, давайте уже, оставляйте, уходите. Карин-джан. Карин-джан. Боюсь, что уйти нам не получится. Почему? Я посмотрел. Замок у них на двери не захлопывается. А-а-а. Что будем делать? Давайте уже придумаем уйти что-нибудь. А, слушай, давай это все положим сюда. Напишем записку, закроем дверь на ключ. Ключ положим под коврик и уйдем. А-а-а, наш будущий родственник сообразительней. Нет, давай тогда сразу все ценное, что есть в этом доме, под коврик положим. А если их обворуют? Что, ты будешь отвечать? Впервые меня раздражает чьи от ответственности. Почему, когда только я что-нибудь предлагаю, ты сразу начинаешь перечить? Предложи ты, Ир. Знаешь что? Что? Я предлагаю немножко подумать. Подними. Как маленький. Подумал? Да. И? Карин, там кто-то свистит. Слышу. Ты посмотри. Ушли куда-то, а чайник оставили включенным. Что за люди, а? И здесь что-то варится. Кажется, борщ. Да, борщ. Ты посмотри, капуста еще не сварилась, они уже туда свеклу бросили. Какой-то армянин еще будет учить мне варить борщ. Карин. О. Ахперджан. Ахперджан. Я знаю, где они. Где? Здесь. Тураска идея была спрятаться. Ну, здесь, около дома. Вышли в магазин на пять минут. За хлебом или за чем-то. И все это оставили включенным. Да. А это значит что? 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 Что нам недолго осталось их ждать. Ладно. Они скоро придут. Ладно. Карин, как ты думаешь, они нормальные, гостеприимные люди? Да. Наверное, да. Тогда они обязательно бы нас угостили чаем. О. Чайник же как раз кипел. Угу. Слушай, Карин. А где? Где здесь чашка, ты не знаешь? В чашечнице. Да? Да. Правильно здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно вас? Можно вот этот букет? Угу. Нет, нет, нет. Вот этот, который побольше. Алло. Ну, и как долго мне ждать, пока ты позвонишь и извинишься? Ну, вообще-то я собирался только что. Неправда. Ты ждал, пока я позвоню. Не хочешь извиняться? Тогда не звони мне больше. Ну, что издевается, что? Ну, простите, не надо эти цветы. Пойдет смесь цветов. Извините, пожалуйста, хотите отдавать вот эти цветы и вот еще какие? Соедините все, чтобы большие были. Давиджан. А, да. Через пять минут можно бросить картошку. Ты думаешь? Да. Но, немножко надо посолить. Очень интересно, где у них тут может быть соль? А где должна быть соль? Солишь ведь? Давид, нету. Возьми телефон и позвони, и спроси. Ты что, с ума сошел? Что? Слушай, мы зашли к дому, к этим людям ни у кого не спросим, а теперь я звоню, говорю, здравствуйте, я из вашего дома, где ваша соль? Именно. Они спросят, зачем тебе соль? Ты им скажешь, что варишь суп у них дома, который они забыли выключить. Ты что, с ума сошел? А чем? Ты представляешь сейчас лицо Николая Арсеньевича, вот такое, который смотрит и говорит, а слушай, Карель Джан? Нет, он даже Джан мне не говорит. Карель, что ты делаешь у нас дома? Что я ему говорю? Так и спросит. Да, вот так и спросит. Слушай, я сколько раз тебе объясняю. Ты им скажешь, что ты варишь то, что ты варишь у них дома порш, который они забыли выключить. Хорошая шутка, они посмеются. Это снимет напряжение, потом ты скажешь заодно, что мы случайно к ним зашли и узнаешь, когда они вернутся. Возможно. Так и будет. Кажется, там. Давидян, ты посмотри, какие рассеянные иллюзии. Слушай, даже телефон дома оставили. Это уж слишком идиотизм прятаться в собственной гардеробной. Еще более идиотизм вылезать теперь отсюда. Ничего, Карендиан, бывает. Любимая. Скажи мне, ну сколько ты еще себя будешь так вести, а? Я прошу тебя, давай найдем компромисс? Хорошо, давай. Ты хочешь, чтобы я взяла фамилию Щербакова? Да. Ну вот, компромисс не найден. Да. Марина, здравствуй, Балинка. Да, пап, привет. Что ты хотел? Слушай, Егор с тобой? Ну, не совсем. А что ты хотел? Тогда же мне нужно, чтобы вы с Егором срочно приехали бы на квартиру его родителей. Надо приехать сюда, забрать ключи от их квартиры. Папа, а ты не можешь ему сам позвонить и попросить его, чтобы он один приехал и забрал у тебя ключи? Маринджан, ты можешь хоть один раз послушать папу и сделать так, как он тебе говорит? Бери Егора и приезжай сюда. Мариночка, солнышко. Поехали. ЗАГС? К твоим родителям. Харин, ну что за люди, слушай, там ведь ушли за хлебом. Слушай, вот где они, а? Ты знаешь, как это называется? Это, это называется неуважение к гостям. Прекраты, Карин, прекраты. Они-то еще не знают, что не пришли. Э-э-э. Вот, видишь, а вот и они. А чего они звонят? У них же ключи есть. Хай, Давиджан, люди, которые забывают чайник на плите, борщ на плите, могут по дороге сюда и потерять ключи от дома. Пошли. Здравствуйте. Я могу вам помочь? Я соседка. Мне бы соли. А где Анастасия Павловна? Не знаю. Сам не хотем. А соли мы сами не нашли. Может, подождите с нами? Да нет, спасибо. Я в другой раз забегу. Хорошо. До свидания. Здравствуйте, Карина Ивановна. Ой, Егорушка. Егорушка, как хорошо, что ты приехал. Там у твоих родителей в квартире сидят каких-то два бандита. Вот с таким ножом ждут твоих родителей. Я уже полицию вызвала. Вот стою, встречаю. Да это не бандиты. Это мой папа и его друг. Да, да. Кстати, познакомьтесь, Марина моя будущая жена. Ой, как неудобно-то получилось, а? Пойду к Анне Михайловне из пятой квартиры скажу, чтобы вызов-то отменила. Не вы что ли звонили? Ой, да не я. У меня столько ложных вызовов, что ко мне уже не приезжают. Это очень хорошо. Спасибо большое. Да. Ой, как неловко-то получилось, а? Ага, да, Витя, наконец в этот дом хоть кто-то пришел. Карина Георгиевич, извините, можно один нескромный вопрос? Конечно. А как вы оказались в этом доме? А можно нескромный ответ? Ты знаешь, мне некогда отвечать на этот вопрос и вообще мне пора на работу. Слушай, Егор, твои родители, конечно, очень рассеяли. Там на кухне чайник оставили. Слушай, да, но мы его выключили, сварили борщ, и вот тебе ключи, мы пошли. Я с вами. Извини, пожалуйста, мы же не договорили. Если ты будешь продолжать настаивать, чтобы я взяла твою фамилию, то свадьбы не будет. Стоп, стоп. Что значит свадьбы не будет? Карина Георгиевич, извините, пожалуйста, можно мы как-то сами договоримся? Хорошо? Малечка, можно тебе на две секунды? Еще раз извините, Карина Георгиевич. Привет. Даже чё? Ты, нет, ты почувствовал, как интеллигентный мой зять выразил свое неуважение к тебе. Ко мне? А к кому? А по-моему, к тебе. Чьё это? А, ну, киди. Проходи, пожалуйста. Ну, говори. Садись. Без свидетелей. Наедине. Спокойно. Ты мне можешь объяснить? Я говорю, ты мне можешь объяснить, что там в ЗАГСе произошло? Ну, ничего особенного. Просто ты начал мной командовать, а мы еще не поженились. А, то есть вот так, да? А вообще-то я мужчина, понимаешь? И на мне вся ответственность. Это называется не командовать, это называется принимать решение. Хорошо, Сказа. Да? Только это решение должны принимать мы оба, а не ты один. Ты меня, пожалуйста, извини, но просто это такое, как бы повелось в жизни так, что жена берет фамилию мужа. Это такой обычай. А в армянских семьях ты меня извини. Это тем более закон. Нет, ну закон не закон, правила, которую нельзя налушать. Думай, что хочешь, но если ты решил, что я тебя буду слушать только потому, что ты мужчина, то ты ошибся, я не так воспитана. Эй, 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 старт, что значит я не так воспитана, а? Егор, ты ее не слушай, она сейчас на эмоциях. Ты очень даже хорошо воспитана. Папа, ты что, подслушивал? Я? Нет, ну что вы, как я мог? Просто вы так громко разговариваете, что это было необязательно. И вообще, прекрати. Ты же знаешь, что по нашим обычаям ты должна взять фамилию Егора, вот. Если ты будешь заставлять меня взять его фамилию, то у тебя больше не будет дочери. Если так лучше разговаривать с отцом, у меня вообще не будет дочери. Колька, кажется, у них совсем не осталось вариантов, чтобы Марине осталась его дочерью. Прекратите вы немедленно. Марине сама, в конце концов, решит, какую фамилию ей носить. Кстати, добрый день. Здравствуйте, Николай Арсений Ильич. Вы, Киран Георгиевич, простите нас за сегодняшнее. Неловко очень, но… Это вы меня простите за вчерашнее. Нет, не беспокойтесь. Мне кажется, вчера даже и не было. Вот за это я и прошу прощения. Я могу принять ваши извинения, только если вы примите мои. При одном условии. Если вы примите мои. А-а-а, вы умеете договариваться. Вы знаете, сегодня такой день, когда все делают что-то не так, а потом за это извиняются. Вот я тоже решил быть в тренде. Что он сказал? Что он шутит, Пижон? Он хочет брать с нас пример. Мариночка, солнышко, ты меня прости, я накричал на тебя. Нет, Егор, это ты меня прости. Я погорячилась. Ну, я как армянка очень вспыльчива, но зато быстро отхожу. И скажу тебе так, выбирай сам. Слушайте, я предлагаю, чтобы никому не было обидно остаться пока при своих фамилиях и сыграть эту замечательную свадьбу у нас на даче. Прекрасная мысль. Молодец, Настя. Завтра же едем туда все подготовить. А я предлагаю, чтобы никому не было обидно сыграть такую же свадьбу у нас в Ереване. Отлично, я согласен. Да? Мы же согласны. Согласны. Но при одном условии. Да? Если вы не будете обижаться на меня за сегодняшнюю. Нет. Если вы не будете обижаться на меня за вчерашнюю. Забыли. Нет, это я прошу у всех прощения. А может, мы уже что-нибудь поедим? А то уже дело у жену, а мы даже не обидали. Значит так, сегодня на выбор у нас есть борщ и хаш. Так, все встаем. У меня там все накрыто, все готово. Пойдемте, дорогие друзья. Прямо нам. Быстро, 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 все. Николай Ассенович, прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Так, значит бабочки не снимать. На все про все у вас 20 минут. Понятно? Вперед. Папа, скажи, а можно мне пирожные на десерт? Анушка, если бы ты сегодня не завтракал и бы мороженым, я бы согласен с рапирожным. А сейчас на десерт предлагаю тебе овсянку. Папа, она невкусная. Невкусная. Если ты будешь кушать овсянку, ты будешь такая же красивая, как папа. И такая же умная, как мама. Здравствуй, Кароль, так вкусно. Привет, Анушка. Привет, дорогой. Здравствуйте. Извини, дорогой, замотался. Проблема с налоговой. Что случилось? Знаешь, мой уже бывший бухгалтер, Оксана Юрьевна, меня подставила. Подожди, это не та, с которой ты в Турцию летал? Кароль, я поощрял ценного сотрудника за хорошую работу. Ну, недостаточное поощрение. Да ты что? Она сказала, что это было лучшее поощрение в ее жизни. Ну, и зачем она так сделала? Ваш кофе, Давид Ревозович. Спасибо, Светочка. Понимаешь, иногда появляются молодые перспективные специалисты, которых тоже очень хочется поощрить. Понимаю. В общем, Оксане Юрьевне не понравилась моя кадровая политика. И она отомстила мне так, как может отомстить только бухгалтер с 20-летним стажем. Ну, ладно, ты знаешь, я хотел у тебя сегодня Аннушика оставить. У нас Вика в лагере. Марина на практике, на работу. Слушай, Наташа в больнице. Что с ней случилось? Обследование. Ну, если ты занят, мы куда-нибудь еще пойдем. Эй, да нет, Карин-джан. Плюс остается. Она мне не помешает. По крайней мере, она у меня точно не будет голодной. Только я тебя прошу, никаких пирожилов. Ты что, только овсянка? Угу. Вот, Марин-джан, вот здесь ты и будешь проходить свою производственную практику. Папа, а ты уверен, что это хорошая идея? У меня все-таки специальность экономика и управления на предприятии. А это что, Барин-джан, не предприятие? Он посмотрит, работники, клиенты, а вон бухгалтери целых две. Так что, вместо того, чем горбать, цена чужого дядю, будешь проходить практику у рода отца. Карин-Георий, здравствуйте. А, привет, Назарь. Здравствуйте. Да, выросла. Карин-Георыч, денег дайте на запчасти, тысяч семь. Да. Назарь, Джан, как дела? Отлично все. Спасибо. Папа. А, Джан? Это что сейчас было? Как что? Это директор предприятия, Валикас, дал работнику деньги на запчасти. Да, но производственные затраты надо где-то фиксировать? Конечно. Обязательно. Я их фиксирую. Где? Вот здесь. Ага. Ага. Я хочу выпить за ваши прекрасные, очаровательные, бездонные глаза, которые обнаружили в вашей бухгалтерской отчетности, массу нарушений. Поэтому давайте без вина. Хорошо. Я вообще не понимаю, как вы, как директор, допустили такое количество нарушений в отчетности? Ну, вы знаете, мне было как-то некогда этим заниматься. Некогда. Судя по количеству нарушений, вам некогда было последние полгода. А что же вас так отвлекало? Простите, одну минуточку. А, муж, кушай поаккуратнее, ну. Ну, хорошо, хорошо. Только когда вот папа приедет, а? Ну, не могу дозвониться. Дорогая, он очень скоро приедет. Ты не переживай, хорошо? Извините. Это ваша дочь? Нет. Дочь моего друга. Я за ней присматриваю. Уже полгода. И, в общем, я держал его за руку. Пока мои пальцы не онемели, разжались, и он упал со скалой. Никогда себя не прощу того, что потащил его в горы. Так что, отец девочки погиб? Ну, скорее всего, тело так и не нашли. А где ее мать? В больнице. Психиатрическую. Сошла с ума, как узнала про мужа. И вы что, хотите сказать, что я должна вот во все это поверить, да? Вообще-то, такими вещами не шутят. Знаете, я в налоговой работаю уже миллион лет. У нас здесь шутят, и не такими вещами. Как девочку зовут? Ануш? Анушику. Здравствуй, дорогая. А где твои родители? Ну, мама в больнице, а папа где-то потерялся. Да. Печальная история. А что я вам говорил? Теперь я заменил ей отца и мать. Я даже думаю ее удочерить. Но знаете, в нашей стране все так сложно. Столько беготней, бумаг. А теперь вот проблемы с налоговой. Понимаю. Знаете, давайте я подумаю, что можно с этим сделать. Может быть, действительно я смогу вам чем-то помочь. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая, Карен Георгиевич, у нас творится. Двенадцатая. Обстановка. Уважаемые коллеги, надеюсь, вы не забыли, что у нас сегодня день аванса. Вот, получите, спешитесь и занесите мне. Но вы все оштрафованы на 300 рублей за опоздание после обеда. Ну-у-у-у! Каких у? Нет. И это правильно. Должна быть дисциплина. Паран назад. Что значит? Ну-у-у-у! Что? Ну, дайте девочке покомандовать. У нее уже диплом. Сколько она вас удержала? По 300. Ну что, вы действительно простите мне пеню и закройте глаза на мелкие нарушения? Ну, Давид Иванович, служба с службой, но я всегда рада помочь хорошему человеку. Кстати, это моя подруга Алена. Здравствуйте. Очень приятно. Она работает в службе опеки и может помочь вам с вашим добрым делом. Каким добрым делом? Ну, как же. Удочерить Ануш. Так. Давайте присядем. Что? Удочерить Ануш? Эээ, Карен, я не думал, что зайдет так далеко. А о чем ты думал? О чем? Когда говоришь, что сорвался со скалы. Эээ, это первое, что пришло мне в голову. Живого человека. Меня похоронить? Эээ, Карен, не перегибай, ну. Тебя никто не хоронил. Тебя даже не нашли. Ты пропал без вести. А это значит, что ты, может быть, погиб, а, может быть, ты найдешься. Ануш, ты уже взрослая. Ты должна сама решить. Ты хочешь, чтобы дядя Давид стал твоим папой? Да. Хочу. Потому что я думаю, что дядя Давид будет очень хорошим папой. Давид, Джан, Карен. Папа! Ну, как тебе такой план? Не знаю, Давид, получается, что я с гор сразу спустился в ресторан. Конечно. Ну, за полгода в горах ты немножечко проголодался. Карен, ну, это все детали. Мы их потом додумаем. Нет, просто понимаешь, не хочется обманывать в присутствии налогового инспектора и этих органов опеки. А ты думаешь, мне хотелось врать перед судьей, когда вы с Наташей ради квартиры якобы разводились? Убедительного. Ага. Я согласен. Да? Здравствуйте. Что, Суренгрантович? Ничего не получается, да, с моим загранпаспортом? А, у вас деньги взяли за сходы развал? Да. Ну, я разберусь. Марине! Поднимись, нам надо поговорить. Запишите все. Марине, это уже слишком. Всего должен быть предел. Папа, чем ты недоволен? Денег в кассе становится все больше. А моих друзей становится все меньше. Я так бизнес не веду. Да, потому что ты ведешь не бизнес, а непонятно что. Слушай, ты хочешь сказать, что мой СТО – это непонятно что? Тогда здесь не место такому высокопрофессиональному человеку, как ты. Все, дай свою практику, я подпишу, уходи. Ты уволена. Спасибо. Не надо. Я пройду практику. В приличной компании. Ну, так, здесь мы указали все наши претензии. Исправите за платью. Аля. Сихотчика. Да. Да. Привет. Привет. Ты скоро? Да. Заходи. Все в порядке? Да нет. Вот не хочешь платить, говорить, у меня какие-то проблемы с документами. Ой, прости, как у тебя там дела с твоей практикой? Все нормально? Что-то новое узнала? Да, узнала. Научилась ругаться с начальством и увольняться. Мне теперь нужно новое место для практики. Может быть, у тебя? Да нет, у меня маленькая компания. Ну, Егор, у тебя хотя бы можно вот с документами поработать. Вот это что? Можно? Да. Их претензии. Угу. Ну, они ссылаются на нормы, которые давно отменены. Что? По-моему, они просто морочат тебе голову. Я думаю, что-то можно придумать. Это очень хорошо. Да. Слушай, а вот эта вот идея про то, чтобы поработать у меня, это может быть. Я беру тебя на работу. Правда? Правда. Ну, по-моему, это хорошая практика для меня. Я согласна. Ладно, запиши мой рабочий телефон. У тебя есть второй телефон. Не второй, а рабочий. Ну, и как тебя записать? Ладно, запишу как босс. Запиши хотя бы как любимый босс. Ну, когда узнаю, какой ты босс, тогда я и добавлю. Ануш, ну, и потом ты плачешь от счастья, потому что твой папа вернулся. Не волнуйся, дядя Давид. Я все сыграю. Ануш, а ты уверена, что хочешь сразу съесть весь свой актерский гонорар? Да. Давай половину я тебе все-таки выплачу потом. Будет нехорошо, если актриса лопнет во время спектакля. Вот вам тирамису. Вот вам эклер. И птичий молок. А Идре, Вазович, еще будут указания? Да, Вазово, будут. Вот отнеси это пока в холодильник. Это и вот это. Я отбыл аппетит. Марганечен, ты извини, что я сегодня на тебя накричал. Ну, знаешь, это я так, погорячился. Ладно, папа, я тебя прощаю за то, что ты на меня сегодня накричал и уволил. Нет, вот за то, что уволил, я прощения просить не буду. И зная твой характер, я знаю, что тебя никуда на работу не возьму. Поэтому дай свои бумажки, я подпишу. А меня, между прочим, уже взяли. Так быстро. Представь себе. А, это твой Егор? Нет, меня взяли в крупную международную компанию. Потому что я молодой и перспективный специалист. Напоминаю своей самой красивой сотруднице, что сегодня она работает сверхурочно и за это будет поощрена. Босс. Иногда появляются молодые перспективные специалисты, которых тоже очень хочется поощрить. Вот, значит, как поощряются молодые специалисты. Ты куда такая красивая? Папа, у меня дела. Да. Марин, дорогая моя, в общем, планы поменялись. Тебе надо быть не у меня, а у Владимира Львовича и выслушать все, что он тебе скажет. Уже иду. Подожди. Какие дела? Папа, очень важные. Я тороплюсь. Марин, подожди. Марин! Да, Карен? Ты уже подъезжаешь? Да, Витя, я не приеду. Что значит не приеду? У меня сложились некоторые, знаешь, личные обстоятельства. Какие могут быть личные обстоятельства? Ты же мне обещал, что меня выручишь. Это, мягко говоря, очень некрасиво. Согласен. Но больше некрасиво, когда такие поощрители, как ты, соблазняют молодых, красивых сотрудников. Карен, ты о чем? Сегодня моя Марина устроилась на работу. И в первый же день ее начальник, ты представляешь, ей дал в нее урочную работу и обещал поощрить. Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, кажется, понимаю. Так что я сейчас поеду к этому начальнику и устрою ему эти сверхурочные работы. По самые выходные. Все. Кажется, твой папа не приедет. Значит, будем действовать по плану Б. Так, вот список документов для удочерения. Спасибо вам за помощь. Я очень признателен, но уже не надо. Почему? Потому что сегодня у нас счастливый день. Нашелся отец Ануш, мой друг Карен. А вот, кстати, и он. Папа! Карен! Барю Карен, дядь! Какая радость, а? Какое счастье! Смотрите, нашелся мой замечательный, мой лучший друг Карен. Как ты, мой радостный? Хорошо, спасибо. Это все так неожиданно. А я вас специально не предупредил, чтобы мы вместе отметили вот эту радость. Спасибо тебе, что до сих пор заботишься о моей дочке, о моей Ануше, о моей сладкой. Карен, давай лучше скажем спасибо вот этим замечательным дамам. Спасибо вам большое. Господи, ну нам-то за что? Ну как же, вы же почти помогли с удочерением. Помогли с налогами. Ну, еще не помогла. Вы же поможете, правда? Ну, раз обещала. Вот и замечательно. Карен, Ануш, присаживайтесь. Света, Светочка, накрывай. Егор Николаевич вам меня сегодня уже представил. Садитесь, садитесь. Я прохожу преддипломную практику у него в компании. И он попросил меня еще раз к вам заехать и все-таки убедить подписать акт сдачи работ. Интересно, и как же юная практикантка планирует меня убедить? У вас есть какие-то особенные аргументы? Да, есть. Маринет. Папа! Выйди. Папа, что ты? Выйди. Папа! Я сказал, выйди. Выйди, Вань. Подождите, вы, собственно, кто? Вы, вы что? Неожиданно, да, что эта беззащитная девочка сюда пришла одна? Да, неожиданно. Она пришла сюда проходить свою практику. А ты хотел ее унизить. И поэтому вот сейчас мы с тобой поговорим по-мужски. Выйди. Стойте, 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 подождите. Я все понял. Я, давайте я подпишу ее документы, и мы мирно разойдемся. Более того, сейчас ты перед ней извинишься. Хорошо. Маринет. Папа! Молчи! Говори. Маринет. Кареновна. Простите, если я вас чем-то обидел. И подписал твою практику. Подписала к сдаче работ. Что подписала? Ничего. Я принимаю ваши извинения. Молодец. В общем, очень тяжело было в горах. Один, без еды. Что-то вам не скажет, что вы полгода голодали. Ну... Раньше папа в два раза был толще. Да. Поэтому тросы не выдержал. Но теперь это уже не важно. Самое главное, что семья снова вместе. Ты моя хорошая, ты моя... Добрый вечер. Мама? Наташа? А что ты тут делаешь? Привет, любимая. Что? Тебя выписали на день раньше? Поздравляю. Нет, родная, я тебя забрать не смогу. Занят. Езжай сама домой. А, нет, нет, Наташенька. Поезжай, пожалуйста, к Давиду в ресторан и забери оттуда Ануш. Как? Что я тут делаю? Меня выписали из больницы. Я приехала за Анушкой. Анушка, ну-ка домой. Подожди, Ануш. А вы уверены, что вы уже здоровы? Я вполне уверена, что я здоровы. А почему вы спрашиваете? Ну, хотя бы потому, что вы не узнали собственного мужа. Мужа? Здравствуйте. Наташа, а меня ты узнаешь? Да, Давид, я тебя очень хорошо узнаю. Что происходит? Вот видите, меня все-таки узнают. Наверное, ее там чуть-чуть не долетели. Что? Ничего, Наташенька, можно тебя нанимать? Нужно. Извините меня, я сейчас. Я что-то ничего не понимаю. Выручай, это вопрос жизни и смерти. Прости меня. Прости меня, Каренчик. Прости, мой родной. Прости, я тебя не узнала. Ты так похудел. Милый, ты так похудел. Мамочка, папа, я так рада, что мы снова вместе. Добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте, я. Что здесь происходит? Сурен, это Сурен, мой друг. Сурен, ты же сказал, что придешь праздновать возвращение Карена из-за личных обстоятельств. Ну ничего, мы и без тебя тут отпраздновали возвращение Карена. И сейчас вся семья собиралась уже ехать домой. Вот я как раз их и отвезу. Отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Идите. А мы продолжим нашу беседу. Добрый вечер всем. Карен Георгиевич, я ваш должник. Спасибо огромное. Я специально приехал, чтобы сказать, Наталья Васильевна, какой у вас муж, представляете? Мне клиент целый месяц не подписывал документы, а Карен Георгиевич его как-то заставил. А что смешного? Я что-то не то сказал, что ли? Спасибо тебе, Егор. Ну простите. Никогда мне не было так стыдно. Никогда принимаешь, чтобы меня отнимали. Никогда меня налоговой не наказывала на полтора миллиона. Никогда не ела с Олега всего вкусного. Никогда. Что? Что? Я никогда. Никогда. Честно. Никогда. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Подарок! И ты это знаешь? Да, знаю. Я просто не понимаю, зачем нужна эта гонка Вы уже 10 лет этой ерундой занимаетесь Это не я ее начал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот зачем этот скачок в тысячи долларов Теперь я ему должен купить подарок как минимум за три тысячи... Сто Папа, ну не знаю, подари ему ноутбук, чтобы вести дела Чтобы вести дела, ему достаточно его грузинского обаяния Другие предложения Так, ну что мы голову ломаем? Давайте загуглим За что глим, Баликчан? Слушай, это не мой ребенок Вот, я ее не понимаю Вика, набери так, что подарить грузину, у которого все есть Так, ну вот смотри В работе ритейли подарили машину почти за полмиллиона долларов Я так и знаю В этом интернете ничего путного нет, Баликчан Это Егор Подожди, я сам отройду Здрасте, Карен Георгиевна Да ты, Егор, проходи Ага, я книжки Марине принес Спасибо Нет, вот Книжки? Ну да Егор, вот скажи мне, пожалуйста, дорогой Вот если бы у твоего самого близкого друга Был бы день рождения, вот что бы ты ему подарил? Ноутбук? Было Я не могу понять, как могут трое умнейших армян И один русский не придумать, что подарить грузину Папа, подари ему костюм Хватает Собаку Байт Круиз Укачает Э Так, это конечно все хорошо, но мне надо готовиться к диплому Вот теперь ты понимаешь, почему я не женился на армянке? Потому что они эмоциональны Папа, просто я не хочу забивать голову всей вот этой ерундой Ерундой ты называешь три тысячи долларов? Папа, вы с Давидом просто зациклились на деньгах Подарок у нас быть от души Я не хочу от души Ну, тогда напиши ему картину, я не знаю, испеки торт Песню напиши и спой Какую песню, Марине, э? А, кстати, песня это очень хороший подарок Че? Ну конечно Ну-ка, ну-ка, ну-ка Карен Людмич Да Вы можете сами написать стихи Угу Потом записать трек и сбацать Сбацать с Петей А, молодец Марине, ты сделала правильный выбор Конечно Ну, а потом я получаю от него эсэмэс Я не хочу бросать жену, детей, ну-ка-ка-ка Нам лучше расстаться Птица Ну я же тебя предупреждала Ну, солнышко мое, ну я тебе говорила, что из этого ничего хорошего не выйдет Тебе надо найти нормального мужчину Для серьезных отношений А ты думаешь, так легко найти нормального мужика? Всех нормальных уже разобрали Подожди, прости Давид Да, да, Давид Здравствуй Ну, конечно помню Ну, как такое можно забыть? Ну что ты Обязательно будем Обязательно Спасибо тебе большое Счастливо, пока Я даже думаю, может быть Через интернет Познакомиться Птица Давид Что Давид? Давид! Нет, ну ты что Нет, ну Давид, конечно, очень интересный мужчина Ну, только Что только? Ну, он три раза уже разводился Я не хочу, чтобы меня опять бросили Ой, я тебя умоляю Он трижды разводился Ну, трижды он оставлял женам ребенка и квартиру Ну, по крайней мере, у тебя будет квартира Ну, я не знаю Ну что, не знаю Девочка моя, мы не в том возрасте, чтобы сомневаться Давай, не капризничай Так, послезавтра у него день рождения, идешь с нами Ну, меня никто не приглашал Не приглашал, пригласит Я хочу нашего дяди Давиду посвятить стихи Давид, ты мой друг, даже брат Маринечан, можно? Пап, я учусь, у меня нет времени на твои стихи Встречи с тобой я всегда рад А долгим разлукам вовсе не рад Рад, не рад Отличная рифма Пап, подари лучше ему деньги, а? Егор? Алло Егорчан, ну-ка послушай, я здесь кое-что набросал Время идет, а дружба все крепче Пусть уже мы не так молоды И желаю долгих лет Ну как? Хорошо, очень даже, да Спасибо, Егорчан Я знал, что ты оценишь А не то, что… Да, да не за что Никогда не думала, что будут так волноваться перед встречей с Давидом Птица, ну все хорошо, мы же все придумали Все будет хорошо Помнишь про подарок? Угу О, Давид, привет! Привет! Это он, идет Я позже! Очень красиво все И потом, потом, потом А я думаю, что это за красавицы сидят Все бросаю, бегу знакомиться, а это уже знакомые Привет, мои дорогие Привет, мои дорогие Здравствуй Ну как подготовка к дню рождения? Ну, все уже готово Осталось только все приготовить А, Давид, я недавно узнала, что у тебя скоро день рождения Да, послезавтра И я случайно совершенно тебе приготовила вот этот скромный подарок Вау А, Леночка, а ты знаешь, что соранее поздравлять нельзя Вот придешь ко мне послезавтра, тогда и подаришь Ну я не знаю, меня никто не звал Леночка, ну что, ты тебя только что пригласил такой прекрасный кавалер? Ну нет, я просто настаиваю Леночка будет непременно, и она будет одна Отлично! Это очень хорошо Леночка, скажу тебе по секрету Там будет очень много интересных мужчин Я тебя обязательно со всеми познакомлю А теперь извините меня, мои родные, но я вынужден вас покинуть До свидания Счастливо Целую Пока Ну что ты расстроилась, солнце мое? Ну, птица, не расстраивайся Мы чего хотели добиться, чтоб ты попала на день рождения? На день рождения ты попадешь Птица, дальше разберемся Мой друг Давид не держит в душе обид Нет, нет, это как-то прозаично Хотелось бы Давид исцелит Давид кредит, нет, какой кредит? Карель, ложись спать, а Подожди Наташа, ну-ка послушай, вот такая рифма Давид победит, как? Хорошая рифма, Давид спит Он какой спит? Представь, что получится Давид своих врагов спит, а? Тебе вообще нет чувства поэзии, знаешь Слушай, поэт, ложись-ка спать О, привет! Птица, привет! Я на одну минутку Знаешь, что я подумала про Давида? Слушай, не начинай про Давида Я думаю, это глупая затея Ну, хватит ныть, птица Ты просто, ну, просто должна произвести на него впечатление, вот и все Как? Впечатление Юбки покороче у меня нет Какая ты глупая баба, а? Ей-богу При чем тут юбка? Ты… Мы просто должны узнать, что он любит в женщинах, вот и все Как это узнать? Я поговорю с его бывшими Ты что, до сих пор с ними общаешься? Конечно Всем нужен бесплатный стоматолог Я прям сейчас этим займусь Подожди, какие вопросы-то задавать? Цвет волос А, точно Цвет волос Угу Размер груди Зачем тебе размер груди? Птица, я тебя обожаю Размер груди А любит ли он кошек? Да какие кошки, господи Любимое блюдо Любимое блюдо Идет Привет Здравствуй, дорога Здравствуй Зачем звала? Хочу провести викторину завтра на дне рождения у Давида Ну, как бы узнать, кто из гостей его лучше знает Можно я познаю тебе вопросы? Ну, ты мне просто ответишь там, что он любит, что не любит Ладно, задавай свои вопросы Какой цвет волос он предпочитает у женщин? Ну, рыжий Шатенке Катенька, я же задала вопрос Скажи, пожалуйста, какой цвет волос нравится Давиду? Ну, конечно же, блондинки Размер груди Третий Да, третий Четвертый А для него размер груди вообще не главное Главное – это душа Любимое блюдо? Хинкали Шашлык Суп какой-то Вкусный такой Хам, хал Может быть, хэш? Может быть, я не помню Любимая музыка? Джаз Рок-н-ролл Ему нравится рок А я думала, джаз Нет Джаз он ненавидит Грузинская Или рок Или джаз Я не помню Да все ясно Блондинка ему говорит, что ему нравится Блондинки брюнеткам Брюнетки рыжим Рыжие Кобель он твой, Давид Птица моя, любимая Послушай, самое главное, что ему нравятся женщины А это в наше время редкость И это значит что? Что? Ну, что у тебя есть шанс Где есть шанс? Ну, мульку, моя любимая Мударов Прости Да, Карен Наташа Ну-ка послушай, что я здесь набросал Давид Чан, любимая женщина Он их всех боготворит Молодец, очень хорошо А главное в тему А прости, пожалуйста, а музыку ты тоже будешь писать? Нет Ребята с СССР обещали помочь Ну, давай, целую тебя Мой песню пишет Да ты что Терешор Карен в Магичкян Мастер, руля Я не сон Спасибо Терешор Карен Прекрасная кода Примерно так, сможешь? Конечно, сможет Ты ж сможешь? Сможет Профессионал, что ты скажешь Карен Георгиевич, а вы могли бы нам пока кофе сделать? С сахаром или без? С сахаром? Надо сделать Ну, как? Прекрасно Молодец Ты даже дудух встали Ну, так профи Вот, вроде отмечаю в узком кругу Ну, пока всех обойдешь Привет, мой родной, с праздником Здравствуй, с днем рождения Спасибо Здравствуй, Наташенька Отлично выглядишь Спасибо Леночка Да Давид, я хотела тебе подарить вот этот Тот же самый подарок Спасибо Елена, прекрасная Ну, такая женщина сама уже подарок Конечно Слушай, а свой подарок я тебе чуть позже подарю Это будет творческий подарок Загорает любопытство Извините, но я должен украсть у вас прекрасную Рену Я не могу лишать строгих мужчин ее очаровательной улыбки Друзья, познакомьтесь, Леночка Это мои друзья Я надеюсь, вы не дадите ей скучать Извини, я должен сейчас покинуть вас Перейду через минуту Здравствуйте Здравствуйте Позвольте угостить вас бокалом молодого грузинского вина Мне бы сейчас лучше чего-нибудь покрепчиваю Извините Ну что, птица, что? Мне показалось, он очень крепко тебя держал за руку А потом крепко держал за задницу, он ту блондинку Наташа, как здесь будет лучше сказать? Он красивых женщин любит или обожает? Не замечает Дорогие друзья, я хочу вам представить Светочку Здравствуйте Здравствуйте Более того, мы со Светой хотим вам первыми сказать Что мы любим друг друга Любят они друга И хотим узаконить наш секс Что сделать? Жениться, Карен, Карен Что ты имеешь в виду? Узаконить секс они хотят Ладно, все Поздравляю, дамырча Спасибо Молодчина Спасибо, дорогая Светочка Наконец, я думаю, что четвертый блин не будет комом Я вас поздравляю Спасибо, спасибо Моя жена Наташа Наша Леночка-птица Здравствуйте Серьезно? Извините, друзья, но я вас должен покинуть Неожиданный сюрприз Пошли Да уж Непредвиденный сюрприз Дорогие друзья Не только что сообщили Неожиданную Но очень приятную новость После гастролей в Лос-Анджелесе Поздравить меня с днем рождения Приехал мой близкий друг Сосо Павлияшвили АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, спасибо, мои дорогие Спасибо за такой теплый прием Знаете, я не мог обойти стороной Такое эпохальное событие Как день рождения нашего дорогого Давида Дорогой Давид Я представляю, сколько слов было здесь сказано Твою честь Наверное, все слова были сказаны Но Не все спыта Поэтому Я от всей души Хочу тебе подарить песню Подарить песню Подарить песню Честь твоего дня рождения Пролетели быстро годы АПЛОДИСМЕНТЫ А можно пригласить вас на танец? Я не танцую Пролетели быстро годы А ведь был когда-то молод Пролетела жизнь Как будто сон Почему сидеет волос И охрип так быстро голос Ты уже живешь Вчерашним днем Былым друзьям Глаза вглянуть Но знаем мы Что реки спять Не повернуть Спасибо моему другу Сосо Павлиашвили За прекрасный подарок А теперь Попрошу всех к столу Дорогие друзья Еще раз Минуточку Внимания А теперь Я хочу попросить Моего лучшего друга Карена Магикяна Показать Обещанный мне Творческий подарок Не, не, не Я хотел Сначала тост Давиджан Не, не, не Давай сейчас Слушай, может под Сейчас Сейчас Все, ладно, ладно Сейчас так сейчас Ну Давиджан Уважаемые гости Ты, ты знаешь, дорогой Я этот номер Этот подарок Я для тебя готовил очень долго Знаешь, репетировал Началось, скажи Да, да, да Он у меня не очень получается Но я очень постараюсь Потому что Очень тебя люблю Давиджан, как тебе подарок? Отлично Я не пойму, танец, почему? Выкрутился Леночка Простите меня за мою навязчивость Но можно вас пригласить на танец Вы не навязчивый Вы настойчивый А нам это нравится Анечка, Анджан Почему ты такой грустный, а? Я не грустный, Давиджан Я Уставший Натанцевался, да? Да Кстати, о танце Отличный подарок Ну, почему ты его разучил? Ты же всегда хорошо танцевал визгин Давиджан, если честно, я подготовил тебе два подарка Да? Танец и песня А почему ты его не спел? Потому что я не могу одновременно и петь, и танцевать Я же не Африк, Саймон Или Леонти Так, сейчас ты подаришь мне свой второй подарок Ты серьезно? Да Ты хочешь, чтобы я спел? Да, очень Ты знаешь, наград, сейчас тебе пока что значит, ну, нет, ну, таких вещей нет Я сейчас для тебя спою Ай, цава, Таня Включай Так, специально для моего друга Аплодисменты 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 Давид, мой друг, Давид, мой брат Я очень нашей дружбе рад Дружба крепнет года от года Навек сближая два народа Ты рядом и в радости, и в горе И подтверждений тому море И от души при всех я скажу Тобой, Давиджан, я очень дорожу Слава Тану АПЛОДИСМЕНТЫ Привет Как состояние после вчерашнего? Как-то так Отар, здравствуй Здравствуйте, тетя Наташа Ну что, я поеду. Созвонимся попозже. Дяде Карену привет большой. Вы что, знакомы? Да, знакомы. Лет двадцать как. Это сын Давида. Так, только не говори, что у вас что-то было. Слушай, ну у него же на лбу не написано, что он сын Давида. И потом, я не знала, что у Давида такой мужественный, взрослый сын. Ты сумасшедшая. Ты понимаешь, что он ребенок. Знаешь что, знакомься в интернете. Там, по крайней мере, указывают возраст. Знаешь что, давай я сама буду решать, где и с кем мне знакомиться. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА Марине! Марине! А, пап, то ты? Угу? Почему ты не спишь? Три часа ночи уже. Как я могу спать, когда твой чайник кипит на весь дом? А? Закипел? Угу. Я не слышу. Ты уже три дня ничего не слышишь. Совсем с ума сошла с этим экзаменом. Просто у меня совсем нет времени. Слушай, что, опять кофе? Папа! А? Это только вторая чашка. Угу, вижу. Ладно, занимайся. Последняя чашка. Наташа! Угу. Слушай, знаешь, что я подумал? Угу. Нам надо купить электрочайник. Как ты и говорила. Что? Там Марина занимается, понимаешь? Угу. А потом будет Вика заниматься. Угу. Потом Анну Шик. Потом мой маленький мальчик будет заниматься. Я уже с ума сойду от этого хи-хи-хи-хи. От этого звука, понимаешь? Каран, я сейчас от вас от всех с ума сойду. Да ну, Марина занимается уже три часа ночи. Ну, слушай, у нее жених есть. И пусть вот он приезжает, Егор, и ее развлекает, отвлекает как-нибудь. Ну, все. Ты понимаешь, три часа ночи какой? Егор. Я ему завтра позвоню. Каран, делаешь, ты хочешь? Дай поспать. Все, все, все. Спи, спи, спи. А, Наташа. Что? Ты спала, да? Наверное, я тебя разбудил. Извини. Все, все, все. Субтитры создавал DimaTorzok Ди-ди-ди-ди. Та-дай-дай-дай. Та-дай-ди-да. Та-дай-ди-ди-ди. Ди-ди-ди-ди. Здрасьте. Егор Джан. Здравствуй, дорогой. Проходи, Марин и у себя. Карен Георгиевич. Ау! Мне просто Маринес сказала, чтоб я ее не отвлекал до экзамена Послушай, у нее жених есть Пусть вот он приезжает, Егор, ее развлекает, отвлекает как-нибудь и все Егор, ты слышал выражение Послушай женщину, поступи наоборот Да Не надо увлекаться этим выражением в случае моей дочери, но сейчас это такой случай Аннушик, Вика, возьмите трубку, не видите ли кого звали? Вы уверены? Нет, только будьте осторожны, потому что в ней шесть Нет, семь чашек кофе Подожди С Богом Алло Аннушик, внученька моя, это бабушка твоя А? Что? Иньч? А? Иньч? Что? Ты что, не понимаешь по-армянски? А, я сейчас дам папу Пап, там бабушка звонит Алло, мамачан, здравствуй, как ты? Я нормально Но, как я вижу, у вас там все не очень хорошо Мои внучки не понимают армянского языка Или я ошибаюсь? Нет, мамачан, тебе просто показалось Все понимают, очень хорошо говорят Просто связь плохая Вот когда приедете в Ереван, связь будет хорошая Вот тогда я посмотрю, как мои внучки разговаривают по-армянски Давай, мамачан, я же говорил Приедешь, убедишься Марина, давай все-таки пойдем погуляем, а? Сиди тихо, раз уж пришел Ты что делаешь? Отдай тетрадь! Не отдам Отдай тетрадь! Я тебе говорю, не отдам А я тебе говорю, отдай! Я тебе отдам, только после того, как мы с тобой сходим в парк и погуляем Отдай, я сказала, то я тебе сейчас Что, что, что? Ты сейчас замахнешься и пойдешь, ты три дня не ела Егор, отдай! Я сейчас вообще в мусорку это выброшу Егор! А я не хочу гулять! А я не хочу стать вдовцом еще до свадьбы Хорошо, пойдем гулять, только с аспект я возьму с собой Нет, меня этот любовный треугольник не устраивает Мы идем гулять вдвоем, давай собирайся Да, мамачан, все под контролем До свидания, целую Карен Георгиевич, мы пойдем в парк, прогуляемся часа на два, да? На час Давай, знаешь что, сейчас вообще на три пойдем Давай, давай, давай Ой, где бы мне себе такого парня найти, чтоб подольше гулял со мной Ах, подольше гулял, это вы на них посмотрите Все, хватит, мне это надаялось, сядьте Пап, что случилось? Что случилось? Стыд и позор, вот что случилось Вы же совсем забыли армянский язык Что, пап? И что, а инч? Пап, инч – это вообще-то дюйм по-английски Вот это хорошо, чтобы вы знаете английский, но не надо, чтобы вы знали армянский Потому что через три недели мы едем в Еребан Что, я за вас краснеть буду? А не надо за нас краснеть, мы и сами краснеть умеем, так что успокойся, пожалуйста Вот ты вся в мать, хватит Ты что забыла? Молодец, 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 ты все знаешь, а поэтому ты все сдашь Ага Мороженое Ты можешь не вспоминять, нет ничего в экзамене по экономике про мороженое Ага Как? Пятьдесят вопросов У меня только сорок восемь Ну, я не знаю, ладно, давай, пока Ага, пока Егор, я ничего не успею Для начала, девочки, мы разъемнемся на наших родственниках, чтобы вы их не перепутали бы там, на свадьбе в Еребан Ну, хорошо, пап Так Вот это вот, например, дедушка Георг Аплес, конечно, это наш дедушка Георг Вообще здесь на стене наши родственники, которых уже не будет на свадьбе А вот здесь все наши родственники, которые еще будут на свадьбе Ну-ка посмотрим, так Вот это бабушка Аплес, а по-армянски? Татык Искса Вики говорит, что это дядя Ашот и тетя на Риме Как будет дядя по-армянски? Ашот Логично Смотри, телефон какой Смотри Давай, что, фотки посмотрим Опа Смотри Класс Прикинь Опа Любимый звонит Ты отвечать был, нет? Пацаны, это мой телефон, отдайте, пожалуйста Это тебе любимый звонит, да? Че, ты проблем хочешь? Да, проблем хочешь? Пацаны, мороженое хотите? А вот это история Армении Которую мы с вами будем изучать Пап, ну ты что? Это же очень много Вообще здесь минимум, который должен знать каждый Ну даже самый Армянин Пап, и ты все это знаешь? Ну, почти Вот, девочки Это репродукция и картин Великого художника Ивана Айвазовского Он, кстати, по национальности Армянин Девочки, внимание А что это? Пап, это армянский кирпич В Ереване строят из него дома Правильно Только не кирпич, а туф Розовый туф Скажи-ка мне, милое дитя Вот, твои любимые мультики Ты знаешь, масленица, говорящая рыба Вот кто автор этих сказок? Ну, папа Так Их написал Ну Мариня, что ты так рано? А где Егор? Папа, какой Егор? Там целых два вопроса оказалось еще Мариня Вот теперь то же самое по-армянски Папа, какой армянский? Я завтра госэкзамен И не на армянском Вот Вот Она лучше всех вас знает армянский язык Так Ну, все эти армянские сказки Написал Аванес Туманян Бойца вот Танэ молодец Все, теперь можете отдыхать И специально для вас Музыкальная пауза Вот сейчас мы вместе прослушаем оперу Великого Тиграняна А ну ж Я открою Нет, я открою Нет, ты сиди и наслаждайся Это опера в честь тебя названа Марина дома? Это она тебя так? Нет, да она совсем сошла с ума со своим экзаменом Папа, выключи своего Тиграняна Мне учиться надо Значит, дома, да? И что? И куда ты убежала? Не мешай Тут оказалось целых два вопроса Которых я вообще не повторяла Марина На, на, я твой телефон достал Спасибо, а ты что, подрался с кем-то? Что? Я вообще-то твой телефон спас Спасибо Где мое мороженое? Марина Мороженое я тебе куплю Когда ты вот это вот все вот доучишь Егор? Ты что, уходишь? Да я ухожу Мне вообще не надо было сюда приходить Подожди, подожди, подожди Зря я вас послушал, Карен Георгиевич Нет Нет, это я зря послушал Наташу Вик, ну сделай что-нибудь Я хочу гулять Пап Не надо извинения Пап Пап, а ведь Егор едет с нами в Ереван? Конечно едет Вика, конечно едет Потому что мы едем в Ереван на свадьбу А какая свадьба без нашего жениха? Нет, Карен Георгиевич, давайте лучше у своей дочери спросить А потом уже скажите Что, папа? Пап, ну вот смотри Ведь Егор совсем не знает армянского языка Ты представляешь, что будет, если бабушка у него что-нибудь спросит? Расскажи Как вы познакомились с Маринэ? Маринэ? Да, с Маринэ Как познакомились? Как познакомились? А-а-а Ты не разговариваешь на армянском А ведь она права А вот если Егор Ответит ей что-нибудь на армянском языке Ты представляешь, как бабушка будет счастлива Ведь наша мама тоже учила армянский Перед тем, как выйти за тебя замуж Умница Вся мать Слушай Что? Ты что-нибудь знаешь по-армянски? Знаю Вот это Барев здесь Эх, Барев здесь Ну вот это знаю Ну это все знают Ты должен знать больше, понимаешь? Чтобы общаться с родственниками Чтобы тебя полюбили Ты должен поговорить Я не говорю полностью Ну вот что-то ты же должен знать Давай начнем изучать язык Ну прям сейчас что ли? Да, когда? Ну как? Начнем с алфавита Так А может быть пока вы тут будете учить алфавит Мы с Ануш пойдем погуляем? Байга, Викаджан Вот вы сейчас с Анушем вместе Поможете нашему Егору изучить алфавит Давайте Нашлите его рассказывать, он послушал Коробач, я понимаю Ссссс Послушай Эээ Нет А А Ага Ага Б В Не, не В Г Вика А, Б, Г Я Дети Вы что, не знаете алфавита? Егор, ты понимаешь, что это позор? Мои дети не знают армянский алфавит Папа, ну чего ты кричишь? Как что кричишь? Ты представляешь, твои сестры ничего не знают Это я ничего не знаю Нет, Валикаджан, ты там ничего не знаешь Вот ты же знаешь армянский алфавит? Армянский алфавит А, Б, Г, Д, Е, З, Э Вот, она знает алфавит Ты знаешь, Валикаджан Нет, я экономику не знаю Маличан, если уж ты выучила армянский алфавит То экономику ты выучишь точно Все, учите алфавит, скоро придет Да, нам надо срочно избавляться от этой тетрадки Это что, нам уже влетит Пусть лучше нам влетит один раз Чем потом нам всю жизнь мучиться Давай, давай ты ее выбросишь Я? А почему это я-то? Ну, давай ты просто выбросишь, а я потом все возьму на себя Давай, идти послухай, давай Какая ты у меня молодец Да? Вот посмотрим, что ты завтра скажешь, когда я экзамен не сдам Как не сдам, Барьян, вот уже пятый год Пятый год Она перед каждым экзаменом говорит то же самое И ни разу еще не сдержала слова Папа, я, конечно, понимаю, что это великий, могучий армянский язык Но, пожалуйста, учите его потише Ладно Так начали Ты где ходишь? Дети, где мой отец? Ее ануш выбросила Как выбросила? Куда? Ну, как куда? В мусор провод Какой мусор? Какой мусор провод? Ну все, девки, вам сейчас попадет Слушай, Вик, ты сказала, что возьмешь все на себя Ну ты мелкая, тебе все равно ничего не будет, успокойся Как мы будем учить? Вот чему вас учить без этой тетради? Где моя тетрадь? Папа, я случайно твою тетрадь забрала А вы маленькие проказницы, хотели подзематься над папой, да? А где мой конспект? Что вы молчите? Вы что, не видели, тетрадь лежала? А это она мне сказала выкинуть такую тетрадку Что? Не поняла? Куда выкинуть? Мусор провод Тихо Ты что, ты умолчишь меня? Урина, прости меня, пожалуйста Выка! Урина, я тебя узнал Урина, я тебя узнал Урина, я тебя узнал Урина, я тебя узнал Быстро Если через пять минут ее конспектов не будет, вы обе будете наказаны сурово Урина, ну прости меня, пожалуйста Папа! Ну я не знала, что это твое Я тебя узнал Прости меня, ну я ненарочно Ну я не знала, что это твое Урина, быстро принеси мне тетрадь Прости меня, пожалуйста, Марине Егор, Егор, принеси мне, пожалуйста, тетрадь Егор, пожалуйста Пожалуйста, принеси ее тетрадь Я тебя очень прошу, пожалуйста, Егор Пожалуйста, ну Егор Вы что, с ума сошли, что ли? Почему я? Почему я сегодня за всех все должен делать, а? Ну ты ведь любишь Марине И, кстати, я считаю, что если мужчина на самом деле любит женщину то он должен делать для нее все. Егор, пожалуйста. Куда идти? В мусоропровод. Вот в этом вот? Папа, смотри, Егор! Папа, смотри, Егор! Ну, все посмеялись? Ладно, все, одень и тебе пригодится. Давай. Папа, Егор, давай быстрей, а то там с конспектом может что-нибудь случиться. Ну, конечно, там же за твоим конспектом очередь в мусорке. Сколько она из марины? Подожди. Иди с Богом, сын. Иди. Он справится, мариный человек. Ну, что он там делает? Почему так долго? Ну, даже не так просто в мусоре копаться. Ты бы лучше молчала. Это ты должна вместо него копаться в мусоре. А чего это я, когда не я твой конспект выкидывала, а Ануш? Да ну что ты? Вообще-то ты мне сказала его выкинуть. Все, девочки, успокойтесь. Все будет хорошо. А сейчас послушаем музыку. Красивую. Классическую. Опера «Ануш». Да, это про девочку, которая выкинула конспект по экономике. В общем, я сделал все, что смог. Ты понимаешь, что ты наделала? Вика, как я теперь сдам Лидвламенко? Лидвламенко. Я тебя убью. Прекратите. Они же маленькие. Вика, прекратите. Анушик. Лидваменко. Бур и Ануш! Бур и Ануш! Бур и Анаш! Бур и Ануш! Бур и Анаш! Бур и Анаш! – Здрасьте. – Егор? – Егор? – Наталья Васильевна, я просто... – Егор! – Я прошу. – Простите, да? Выключи Ануш! Она молчит. Ты, Ануш, выключи немедленно! Что здесь происходит? Папа решил устроить дни армянской культуры. Понятно. Егор! Карен! Сейчас я устрою дни русской жены. Тебе нельзя волноваться. Наташа. Карен! Иди за мной. Теперь что? Табарин, папа. Табарин, что-то у Марины поздно сегодня с экзаменом, нет? Папа, да не волнуйся ты так. Сейчас она придет и скажет, что экзамен был вообще легкотня. Кто-то пришел? Ну, как экзамен? Легкотня. Четверка. Экзамен сложный. Да шучу. Пятерка. Легкотня. Здрасьте. Привет. Ну что, пойдем праздновать, моя ботаничка? Ладно. Пять. Кстати, как будет по-армянски пять? Хинк. Молодец. Моя умница, красавица, рукодельница. Все, работай. Давай, давай, давай. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Государственный университет экономики и финансов. Диплом ВСГ-201-33-64 Магикян Марине Кареновне. Черт. Красный. Пап, ты так целуешь этот диплом, как будто сам его получил. Да, Вика, Джан, потому что это диплом моей Марине. Моей крабинушки, ты понимаешь. Вот завтра, когда его с собой возьмут туда на работу и мы ребятами обмоем, все поймут, что моя Марине не только красавица, но и умница. Папа, не надо. Ты в прошлый раз мой аттестат носил на работу. Я могу показать, что с ним случилось. Я бы посмотрел на это. Егор, Джан, мы ребятами его, знаешь, так, немножечко обмыли. Я представляю, да. Марин, я тебя поздравляю, завтра на девичнике и еще и диплом отпразднуете. Ага. Подожди, понимаешь, что завтра девичник? Да, а у меня мальчишник. Папа, ну какой девичник? У меня нет сил на это, на все. Подожди, я же не понял, смысл у тебя нет сил? Подожди, а что я пацанам скажу? Что я зажал мальчишник, что ли? Нет, подожди, давай-то обсудим. Мы обо всем договорились, мы хотели в клуб пойти. Ну так идите, а в чем проблема? А я потом как-нибудь свой девичник организую. Потом у меня в университете пять лет сплошной девичник был. Не, ну не знаю, как хочешь, конечно. Егор, а у тебя на мальчишнике будет стриптиз? Стриптиз? А что это? Вика. Ну что, пусть лучше ребенок дома узнает, чем в школе или где-нибудь на улице, не дай бог. Вика. Вика. Баленька, стриптиз это такой спектакль. Ну, как утренний для детей, только для взрослых. Бать, дверь. Это мама, Бать. Иди, иди в течет. Вика. Вика. Слушай, сегодня у Егора мальчишник. М-м-м, мальчишник. Это хорошо. Эй, да, мальчишник это хорошо. Но мальчишнику Егора это плохо. М-м, а чему плохо? Ну, как будто ты не был на мальчишниках. Был. И на твоем был. И на своем три раза был. Эй, как мы с тобой гуляли. Вот, я не хочу, чтобы Егор так гулял, как мы с тобой гуляли. Спасибо, моя дорогая. А ты помнишь ту блондинку, что на твоем мальчишке? Да, мальчишник. У меня жена и трое дочерей. Все. Я забыл эту блондинку. Навсегда. Все. А сейчас вспомню. Значит, ты мне ее напомнишь. Да перестань, Карина. Не порти Егору праздник. Значит, запомни. Для Егора праздник это жениться на моей Марине. А где он у него будет? Не знаю. Слушай, заказали какой-то клуб. А там, где клуб, там, понимаешь, выпивка, женщины, стриптизерши. В общем, все то, чего не должно быть, на мальчишнике моего будущего взять. Значит, ты должен взять мальчишник Егора в свои золотые руки. Кстати, у нашего общего друга Ираклия в клубе можно организовать прекрасный мальчишник. Ты понимаешь, что тебе предлагает твой грузинский друг? Да. Эй, сестра, подъем! Вика, что такое? Вообще-то уже 11 утра. Давай, вставай, вставай. Какой вставай? Я хочу отоспаться. Что ты от меня хочешь? Что я хочу? Ну, вообще-то так нечестно. Что нечестно? Нечестно выходить замуж и не устраивать девичник. Ты должна его устроить для своих подруг, для своей сестры. Вика, какой девичник? Я хочу выспаться, полежать в ванной. Значит, ты будешь лежать в ванной, а мы в пролете, да? Вика, девичником надо заниматься. Кто это будет делать? Ты и, может быть, Ануш? Да, вот я и Ануш. Ты же сама предложила. Цоль эгоист. Ленивая эгоистка. Мазила! Слушай, а если Георгий не согласится? Что значит не согласится? Это же древняя армянская традиция. Отец невесты устраивает мальчишник для своего будущего зятя. Что ты говоришь? Не было у армян такой традиции. Ну, не было. Так что теперь отказываться от такой замечательной, а самое главное, прекрасной традиции. А? Карен. Подожди. Кручай громкую связь. Алло. Егорчан, дорогой, привет. Здрасте, Карен Георгиевич. Привет, Егор. Здрасте, Давид Реваджевич. Что-то случилось? Нет, нет, все нормально. Егорчан, как у тебя дела? Да вот нормально, к мальчишнику готовлюсь. А зачем к нему готовиться? Расслабься. Да как расслабишься? Его же должен кто-то организовать. Знаешь, я для тебя подготовлю такой мальчишник. Знаешь, по древней армянской традиции. Когда отец невесты готовит мальчишник для своего будущего зятя. Карен Георгиевич, подождите, ну, мы уже заказали вот столик в клубе. А, Егорчан, ну что ты? Для тебя, слушай, мы заказали целый клуб. Карен Георгиевич, ну, вы поймите, ну, это как-то, ну, неправильно. Ты, главное, позови своих друзей. Мы для тебя такую программу сделаем, что все почувствуют, что такое настоящий армянский мальчишник. Карен Георгиевич, давайте так. Я сделаю спокойный, обычный русский мальчишник. Значит, послушай внимательно, Егор. Либо ты принимаешь мой традиционный армянский мальчишник и женишься на Марине, либо свой, знаешь, такой нормальный русский мальчишник и не женишься на Марине. Да, Егор, с этим в Армении очень жестко. Я так понимаю, у меня немного вариантов. Нет, Егор, вот если бы ты женился на грузинке, тогда у тебя было бы немного вариантов. Ну, ты женишься на армянке, поэтому вариантов у тебя нет. Короче, звони друзьям. Все. Она там, я не знаю, ты же. Ануш, а сколько у тебя денег? А что? Ну, просто я решила устроить сюрприз для Марине и организовать тебе вишню. А стриптиз будет? Ну, если ты войдешь в долю, то будет. Ну, а сколько надо? А сколько есть? Ни фига себе. Такая мелкая, денег больше, чем у меня. Я, между прочим, уже два года в школе на завтраках экономлю. Кстати, а про что будет стриптиз? В смысле? Ну, как? Ну, папа же сказал, что стриптиз – это спектакль. А, ну да. Так, смотри, давай я сейчас в интернете посмотрю, какие там спектакли, а я позвоню подружкам. Мелкая, да ты соображаешь. Я не мелкая. У меня больше денег, чем у тебя. Так, стоп, это, даже много не пьем, по-быстрому и дальше, окей? Слушай, мне неудобно пригласили. Слушай, давай я сам разберусь. Пойдем. Здрасте. Егор, здрасте. Привет. Здрасте. Поднакомьтесь, мои друзья. Здравствуйте. Это Эдик. Очень приятно. Это Митя. Здравствуйте. А Нурыч. О, проходите, а то все собрались, сейчас сядем за стол, со всеми познакомимся. В смысле все? Ну, как же, у тебя же мальчишник. Вот и собрались все. Нет, не бойтесь. Ни одной девчонки, только мальчишки. Пожалуйста. Привет, Егор. Заходите, ребята, не стесняйтесь. Тут все свои. Я же говорил, у нас весело. Тауджа, по-моему, все хорошо. Я тоже так. Все, знаешь, вкусно, аппетитно. Знаешь, Европы молодец. Да, молодец. Действительно, сделал все. Карен Гриевич. Да, родной. Спасибо вам огромное за этот замечательный армянский традиционный мальчишник. Ну, мы, наверное, пойдем. Куда? Зачем? Егорджан, тебе чего-то не хватает? Не-не-не, все супер. Обалденно вообще. Просто я же готовил мальчишника для себя, а вон, для друзей. Да. Мне все хватает. Ну, вот просто ребятам. Что? Нет, ты скажешь, чего им не хватает? Говори им. Ну, девушка. Карен, я же тебе говорил. Поэтому я предлагаю древней армянской традиции мальчишников добавить элемент древней грузинской традиции. Какой? Девушек. Егор, сейчас все будет. Подожди. Егурджан. Какие девушки? Ты что, с ума сошел? Хорошие, Карен, хорошие. Я ручаюсь. Или ты хочешь, чтобы Егор поехал с друзьями куда-то в другой. А там могут оказаться девочки очень хорошие. Тебе понимаешь, на что я тебе намекаю, а? Подожди. Эй, мацаны, да? Засказано. Ах, девчонки. Сейчас будет праздник. Вот, видите, пирожные. Здрасте, тетя Маринет. Здрасте. Здрасте. С праздником. С праздником. С праздником? А что у вас здесь происходит? А у нас две вишни. Ну да. Видишь, вот мои девчонки пришли. А Вика в магазин пока пошла. А попозже будет сюрприз. Сюрприз? Понятно. Ануш, ну ты чего сидишь, угощай подружек. Ну да. Девочки, ну что вы сидите? Ешьте. Молодец. Здрасте. Я не сомневался. Егор, посмотри на Давида Ивановича. Нет, ты только посмотри, что... Слушай, почему он такой без настроения? Сейчас, подожди. Господа, минуточку внимания. Я вас попрошу тишины, тишины. Стоп, музыка. Егор, дорогой, иди сюда. Иди ко мне. Я уже здесь. Вот этот номер мы с Кареном приготовили специально для тебя. Да. Диджей, музыку! Давай. Воу! Весело. Слушай, как вы это разраты? Слушай, как вы это разраты? А ты мне. А ты мне. Прекратился. А-а-а! Карен! Наташа! Наташа! Ты что здесь делаешь? Что ты сейчас делал? Да. Карен, я все поняла. Ты специально решил организовать мальчишника Егора, чтобы оторваться. Я? Нет, ну что ты, это все. Давид, я ему сказал, что нельзя такие вещи делать. Дома поговорим. Егор, я надеюсь, вы будете лучше вашего будущего тестя. Конечно, Наталья Васильевна. Да я вообще такого не ожидал от Карена Георгиевича. Он сам сорвался. Ах ты, Иуда! Я так не знаю. Она тебе в дочери годится. Егор? Что за Егор? Арата ведь стыдно. Ну, ребята, а сейчас можно спокойно отдохнуть. Ди-джей, музыку! Сюрприз номер два! Ай, Давид Ревадович, так это вы позвонили, Наталья Васильевна? Нет. Я, если бы позвонил, я подставил своего друга. Просто я это придумал, а Иракли позвонил. Потому что мальчишник должен быть таким, чтобы потом за него было бы немножечко стыдно. Да. Чтобы было, ну, что вспомнить. Знаете, мне все-таки кажется, вы несовершеннолетняя. А знаете, как мне обидно? Вот мне девятнадцать лет, а выгляжу я на восемнадцать. На шестнадцать. Тем более. Ну, вы не волнуйтесь, вы будете выступать перед моей сестрой и ее подругами. А они все выглядят на свой возраст. Вы меня тут подождите, я вас потом позов... Ануш, Маринэ уже вышла из ванной? Ну да. Так, а подружки пришли? Давно уже. Так, ну и что ты тогда тут делаешь? Иди быстро собирайся, чтобы тебя часа два дома не было. Вик, послушай, я не хочу никуда ей идти. И вообще-то тоже хочу с рептиз посмотреть. Ты еще маленькая. Вот бери своих подружек и иди гуляй. Вика, они вон все. Привет, Вика! Ануш, ты что, дура, что ли? Ты должна была позвать подруг Маринэ. Вик, ты что, дура? Откуда я вообще могу узнать эти телефоны подруг Маринэ, а? Так вот оно что. Значит, вы все-таки решили организовать для меня девичник? Вот так сюрприз. Нет, это еще не сюрприз. А сюрприз будет стриптиз. Стриптиз? Да. Вика, ты что, серьезно? Да. Он уже за дверью стоит. Ты что, дура? Младушек, можно на минутку вас? Почему на минутку? У меня программа на 15 минут оплачена. Понимаете, произошла ошибка. Вот это великан! Да. Да. Что? Что здесь вообще происходит? Здесь же дети. И как я буду работать? Я же говорю, произошла ошибка. Карен! Наташа, тем самым там, клянусь. Честное слово, я ничего не делал. Это Давид меня подставил. Да? Давид тебя заставил лапать эту стриптизершу. Я не лапал. Я прикрывал ее от нашего Егора. Бросился на амбразуру. Да. Молодец. Молодец. Я не хочу ничего слушать. Открой, пожалуйста, дверь. Да, конечно. Пожалуйста. И тогда я взял меч, подошел к змею Гориночу. И отрубил ему первую голову. Потом вторую. И когда дошла очередь до третьей головы… Здравствуйте. А что здесь происходит? Ну, просто дядя Викинг нам рассказывает сказку про змею Гориноча. Да. Мама, просто к Анушу пришли подружки, и мы с Викой решили организовать им небольшой праздник. Угу. Мне что-то не очень нравится этот праздник. Знаешь, ты лучше расскажи своей старшей дочери, что ты делал на мальчишнике Егора. Угу. Папа! А? А что ты делал вообще на мальчишнике Егора? Я, пожалуй, пойду. Вот. А третью голову? Папа, ну зачем ты опять влез не в свое дело? Мамя, Жень, я хотел как лучше. И, между прочим, пока ты меня здесь отчитываешь, там твой Егор. Что там мой Егор? Папа, я хорошо знаю моего Егора. А я очень хорошо знаю Давида. Ты помашь, сейчас там идет международный поединок между моральной устойчивостью твоего Егора и аморальным напором Давида. Папа, чего ты добиваешься? Я ничего, полюджа всего в своей жизни я уже добился, а у вас жизнь только начинается. И будет ли она совместной, зависит от того, чем сейчас там закончится этот мальчишник Егора. Понимаешь? А теперь главный номер для нашего дорогого жениха, Егора. Егор, иди ко мне. Иди сюда. Давид, может, и надо? Егор, доверься мне. Что сделать? Сюрприз номер три. Музыку! Давай, Егор, зажигай! Опа! Дави! Сейчас, ножку можно? Да, вот, 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 сейчас все. Я уже, фу, это надо пить, сейчас все. Алло, Карен Георгиевич. Нет, 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 никакого разврата нет. Я надеюсь, потому что моряне к себе подъезжает. Кто? Карен Георгиевич! Ты арестован, красавчик. Как арестован? Давид, моряне приехал. Как моряне? Так, так, где, где ключик? У меня в сумке. Где сумка? В машине. Иди сюда, иди сюда. Братан, моряне приехала. А что делать? Иди. Хорошо, хорошо. Моряне приехала. Уже? Уже. О, моряне, привет. Здрасте. 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 А ты что тут делаешь? А? Да ничего, я просто. Егор, можно тебя на минутку? Зачем тебе, Егор? Пусть он сидит здесь, отдыхает. Марина, а тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, дядя Давид, но мне Егор нужен. Егор, пойдем, выйдем, поговорим. Зачем? Неудобно. Мы тут развлекаемся, играем. Егор, Егор, ты что, пьян? Почему я пьян-то? Почему сразу пьян? Я разве пьян? Да я не пьяну. Тебе что, сложно встать? Да нет, вот. Что у тебя с рукой? Ничего. Руку подними. Я тебе сказала, руку подними. Другую. Добрый вечер. Добрый. А я вижу, вы тут хорошо время проводите. Удачи. Марина, Марина. А что, трубик и ракет попросил? Марина! Марина! Марина, можно побыстрее, пожалуйста? Пожалуйста, побыстрее. Марина, подожди меня. Марин, послушай меня, я не виноват. Да, он не виноват. Послушай, я Давиду сказал, что не надо. Он мне сказал тоже, что не надо. Да, что это? Это элемент номера. Подожди, 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 послушай, я хотел обычный мальчишник, а твой отец сказал, что он же традиционный армянский мальчишник. Да? Не надо моего отца приплетать, это не он тебя к ней пристегнул. Я же сказала, что я пристегнула. Пойдемте машину дам к ней. Можно помолчать сейчас? Так, а что у вас здесь происходит? У нас ничего не происходит, у нас все хорошо. Это у нас мальчишник сегодня. Это элемент номера. Подожди, Марина, пожалуйста. Извините, у вас точно есть ключи от этих наручников. Марина, Марина. 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 Ты что делаешь? Все. Теперь ты моя навсегда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, Егор, давай быстрее, ну что так медленно? Девчонки, помашите папе ручкой. Редактор субтитров А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Егор, мальчики направо. А ты знаешь, я бы тебя еще раз обогнал. Просто Наташа попросила не гнать. Вот если бы она спала, я бы тебе показывал. Да? Странно. А почему она не заснула от вашей грандиозной езды? Мамочка! Мамочка! Что я радую? Что я радую? Вот это тебе. Ой, спасибо тебе, красавица моя. Спасибо. Ты пописала? Мам, ну я не хочу. Можно я дальше поеду с Егором и Марине? Ну у них веселей. Ну, Егор быстрее ездит. А Вика, она же тебя будет доставать. Ну ничего, я тоже буду ее доставать. Прошу, Биби. Спасибо. Она поедет с Егором и девчонками. Там веселей. Понятно. Ну все, поехали. Вы пойдете вдвоем. Втроем. А ну да. Пожалуйста. Спасибо. Только быстрее. Ты собираешься соревноваться? Не, ну что ты, с кем там соревноваться? Быстрее, 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 быстрее. Ой, кажется захотелось. Черт, а. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, Марин, садись. Хорошо. Ну, Егор! Ну, Егор! Егор! Вообще не смешно. А он сейчас и не шутил. Он так увлеченно гонится за папой, что чуть не забыл про тебя. Все, все. Садимся, садимся, садимся. Давай, 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 давай. Все. Все, все селятся. Замечательно. Здравствуйте. Здрасте. Мы бы хотели перекусить. Присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, а где у вас? Там. Двадцать рублей. Хорошо. И? А что? Может быть вы в туалет сходите, а заказывать ничего не будете? Вы что, издеваетесь? Она смеется. Вы что, думаете, мы убежим? Вот мне, например, это, омлет и чай. Хорошо. А, да, слушай, а где Анушик? А я откуда знаю, она же с вами ехала. Где Анушик? Она после остановки пересела к вам. Так ее с нами не было. Вы ее потеряли, да? Эй, это все из-за тебя? Что? Это ты же прошилыга. Из-за того, что ты обогнать меня, ты потерял мою дочку? Подождите, подождите, Карель. Георгиевич, подождите. Ну, я даже не знал, что она к нам-то пересела. Это ты подумаешь, оправдываться. Слушайте все меня и внимательно. Значит, мы с Егором едем искать Анушик. А мы? А вы остались здесь с мамой и ни слова ей обонушим. А то она сойдет с ума. А что мы ей скажем? Да я не знаю, ну придумай хоть что-нибудь. Все, поехали, поехали, скорее, поедем на мне. Почему? Ну, потому что она быстрее, а во-вторых, вы весь на нервах, Карель Георгиевич. Девочки, в чем дело? Куда так стремительно убежали мужчины? Они ей документы потеряли, поехали искать. А с Анушик, все хорошо. Кстати, а где она? Она в машине Егора спит, а они решили ни Юни не будить. Подождите, а почему они на папиной машине не поехали? Ну, так он же документы потерял. Вдруг полиция. У вас папа? Это что это вообще? Я думаю, как он вас-то всех в детстве не растерял. Ничего себе! Вы думаете, что мы сбежим? Что я теперь с этим омлетом делать буду? Давайте я его съем с удовольствием. Ой, на здоровье. Спасибо. Девочки, заказывайте. Остановите! Остановите, пожалуйста! Остановите, пожалуйста! Ну, я прошу! Остановите, я прошу вас в дом. Вдите, здрасте. Ты что, из дома сбежал? Нет. Меня родители забыли. Значит, сейчас они заметят, что тебя нет и вернутся Нет, не вернутся Они, наверное, думают, что я в другой машине Ну ладно, придумаем чего-нибудь У меня у самого четверо детей Ну, у моего папы тоже будет четверо, но если, конечно, я найду Так считай, что ты нашлась Залезай Кстати, а о чем это дядя поет? Какие-то мусора и как это, высота? Вот и тема для разговора Кореша это друзья Лечить значит врать Пайка порции еды Поняла? Хорошо, запомнил Мама говорит, что у меня способность к иностранным языкам Нет, только я тебе это не говорил Да ладно вам, все будет ништяк Чего? Ну вот, наелись в придорожном кафе Надеюсь, что ваш брат от этого не станет дальнобойщиком Я не понимаю, а что вы такие грустные-то? Да нет, мам, мы веселые, правда, Вик? Пошли на солнышко Да, мамочка, мы очень веселые Пошли на солнышко веселые А там еще есть беседочки для отдыха Спасибо Пожалуйста, 500 рублей в час Ой, красотища-то какая Вот, подышим свежим воздухом, пока они документы ищут Главное, чтобы нашли Да найдут, куда денутся А потом, даже если не найдут, можно восстановить Ой Ну вот и кафе А то, что я попросил хозяйку полицию вызвать Ты на меня не обижайся Ну, это все для того, чтобы твоих родителей поскорее найти Пойдем А вот и хозяйка кафе Ну, мне пора Прощай, москвичка Пока Пока-пока, не теряйся Не теряйся Ну что? Ждем полицию? Я уже вызвала Значит, мусорам меня сдадите, да? Ну, не мусорам, а полиции Ну, какая разница? Это же все синонимы Ну, мы их сейчас в школе проходим Да, и куда только наше образование катится Ты увидишь, что это точно здесь? Ну, я не знаю, ну, плюс-минус 300 метров Значит, делаем так Вот эти плюс 300 ищешь ты Ага Минус 300 я Понял И, Егорушка, прошу тебя, найди А, то есть, теперь Егорушка Да, они рыжие просилы Ну, ты знаешь, это зависит от результатов поиска Давай Галь, я тебе еще раз говорю Я в кафе поехал не поесть, а по работе Да, мне сообщили Девочка потерялась Да Мне как обычно Все уже готово, вот сюда Да Да я помню, что у меня диета Я знаю, что мне нельзя Галь, у меня очень много работы Все, давай, пока Это эпатия А это вы мусор Ясно Из неблагополучных, значит, и будешь Давай рассказывай Я тебя буду внимательно слушать Ну, вообще-то, когда я ем Я глухий нем Ты знаешь, ты все равно-то не умничай И давай я расскажу все по порядку Где тебя оставили Были свидетели И вообще, какие мотивы Ну, они случайно меня забыли А сейчас, пока вы будете тут есть Они же с ума сойдут Ладно Едем тогда в участок Оформимся И сообщим на посты Наташ Да Слушай, ты мне еды-то собери Я там в дороге съем Хорошо? Хорошо Ну, пойдем по теле Давай руку О, полиция Ну, что полиция? А я подумала Может быть, им сообщить Что у нас документы пропали Ну, зачем же людей понапрасну тревожить Может быть, документы уже нашли? Хорошо бы Представляете, какие-то родители на дороге Девочку девятилетнюю оставили О, это же как наша Анушка Какой ужас А можете, специально бросили И что вы такое говорите? Конечно, не специально Знаешь, разные родители бывают А что сейчас с этой девочкой? Ее нашли В полицейский участок увезли Ну, слава богу А в какой именно участок? В поселок Солнечный А тебе-то зачем? Ну, я просто хотела В интернете запостить Что потерялась девочка В таком-то вот поселке Ну, идите Да Я все понял Все, сейчас едем Егор Егор Да Слушай, Ануш нашлась Где? В этом поселке Солнечный полицейский участок Марина звонила Слушай, я по крапиве лазил, что ли? Ай, ты что, обжегся? Ну да, вот Хотя правильно Так тебе и надо Будет нас как детей терять Поехали Ну, правильно Давайте, обвините меня во всем сейчас Быстрее Марина Слушай, что-то они как-то Долго эти документы ищут Может, позвонить? Не надо Я уже звонила Документы нашли Но они колесо пробили Поменяют и приедут Ну, хорошо Красиво тут Угу Да? Угу Сторонись Мусора Посол-то гуляет Ты что, знаешь эту песню? Ну, да А почему мы остановились? Потому что за рулем есть неудобно Сейчас доем и Быстро двинем Ты что, не будешь? Нет От фастфуда толстеют Толстеют куды А мне это не грозит Ну, да А вы знаете, почему вас мусорами называют? Потому что мы с мусором разным боремся, понимаешь? Делаем мир чище Вот, к примеру, твоих родителей найдем Арестуем и накажем За халатность Вплоть до уголовки Как это? То есть, в угол в смысле поставите? Вроде того Только угла будет там четыре И решетка, вот как у меня в машине Понимаешь? Ну Да, Галя Жирное петро на брюках Это машинное масло Пахнет шашлыком Так потому что Ароматизированное Галь, да не держу тебя за дуру Что ты на самом деле? У всех нормальные жены За мужьями сидят, чтобы не изменяли А ты, чтобы не ел Галя Подожди Ну, что ты теперь начинаешь, Галя? Я выйду Одну и ту же у тебя Маринка, я все-таки позвоню Да, милая? Ну что, вы едете? Да, едем Как там, Анушка? Ануш? Нормально, не волнуйся Она что, до сих пор спит? Она спит? Карен, это я у тебя должна спросить Она же с тобой находится Да, да Представляешь, до сих пор спит Слушай, она что-то долго дрыжнет Ну давай, я жду Не ты Карен, как всегда Карен Герой, смотрите, полиция Останови Спросим, где этот поселок Солнечный Да я понял, понял, понял За то, что никогда еще там не радовался полиции Уважаемый Да, минуту Да, Галя В общем, ты на меня не бежайся Все хорошо, я тебя очень люблю Все, все улыбнулочками Минуту, минуту Все, пока я на работе Все, пока Ага Послушайте, вот как проехать С поселок Солнечный Где полицейский участник Туда же должны были привезти мою дочь Она потерялась Да Важно, но не привезли А, это вы безответственный И бессовестный отец, который потерял свою дочь Да, это он Ну как, скажите, так можно было На трассе потерять ребенка Вы что, с детства не учили? Что-то за ребенком нужно Глаз для глаз Меня учили Это его не учили Тебя не учили Ладно, разберемся Для вас хорошая новость Она у меня здесь в машине Как? Она здесь Здесь, здесь, здесь Ануш Ануш Была здесь Была Где? Не знаю Ну как ты не знаю Не знаю Пожалуйста 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 Ты А я думаю, все хорошо Ты с родителями Семья воссоединилась Я молодец, помог А ты опять 25 Что ты тут делаешь? Я от мусоров сбежала Как так? Нехорошо от них сбегать Я вот сейчас возьму тебя И опять этим мусорам сдам Да я опять от них сбегу А это неправильно Так что Не сдавайте меня Скажи, пожалуйста Что мне с тобой делать? Ну, пожалуйста Надо найти моих родителей Ну, умоляю Ну, вы же мне этот Ну, как его Кореш Ладно, садись Только словечки эти забудь Хорошо Смотри Впереди полиция Слушай, ну, может быть Я тебя все-таки передам, а? Дядя Коля Пожалуйста Я вас прошу Не надо Умоляю Они накажут моих родителей А они не виноваты Ну, ладно Ладно, хорошо Ты вниз ныряй А они все равно Какого-то Армянина Остановили Армянина? Это же мой папа Остановите скорее Мой папа Как, как, папа? Серьезно? Да Погубите ее в розыск Ну? У вас на телефоне ее фотография есть? У меня на телефоне только телефоны А фотографии в бумажнике Где мой бумажник? Я откуда знаю, где бумажник Это мой бумажник Ребенка терятел Папа 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 Джон Славася Папуля Джон У тебя все в порядке? Да Слушай Никогда Но Мы с тобой еще Встретимся Спасибо огромное Все, можно ехать Спасибо, простите, пожалуйста Подождите, подождите В участок оформляться Какой участок? Слушай, у меня жена беременная Может, без участка? Не положено Фина Фина пошел туда Ну и потом из полиции она убежала Карангер Ну, говорят же Значит, надо ехать в участок Надо Ну, вы что, не видите Что человеку, ну, не терпится Доложить своему начальству Что от него От солидного полицейского Сбежала маленькая девочка Пойдемте Подождите, подождите Подождите, подождите Стоп Никакой участок мы не едем Как? Ну, зачем лишний раз Начальство по пустякам беспокоить? Правильно, дорогой Спасибо тебе Мы поехали До свидания Удачи Анна, только я тебя прошу Маме ни слова Она не знает, что ты потерялась Заметана Буду базар фильтровать Их три часа нет Ну, где они, а? Вот они Карен Почему вы так долго ездили? Ну, как так можно? Ну, Наташа, ты знаешь С этими документами Такая важная Карен Зачем ты мне врешь? Я ведь знаю, что это Не из-за документов Ты все знаешь? Вы все рассказали? Да, папа, прости Мы рассказали маме Что вы пробили колесо Зачем вы это сделали? Вы же знаете Маме нельзя волноваться Карен Карен, ну я же беременна Я не сумасшедшая Ну и что я буду волноваться Из-за колеса? Где Анушка? Вань, вот она в машине спит Как? До сих пор спит? Да Моя красавица Моя принцесса Что это вдруг Ты так расчувствовался? Ты понимаешь? Потому что она всю дорогу спала И не мешала А мы с ним ездили Туда-сюда Туда-сюда Друзья, слушайте Родители уже что? Давайте уже поедем Да, только давайте Здесь все в туалет сходим Чтобы в лесу Больше не останавливаться Точно Идея Егор Егор Джор Родной Ты знаешь Я думаю Надо прекратить Эту бессмысленную гонку Ну что мы Ну да Действительно была Плохая идея Конечно Ты знаешь Я думаю Мы поедем с тобой Медленно Не спеша Я впереди Ты за мной Карен Георгиевич Аджер Ну если вам так важно Быть первым Да Я согласен Молодец Только это вы потеряли Свою дочь Я дочь не терял Это вы ее оставили Она вышла из машины Чтобы прийти к вам А вы ее потеряли Одну в лесу Все кабаны Вот ее Оттекло Девочки Сверхи Наверное Да Ничего себе Маленькая дачка Под Москвой На самом деле Она не такая большая Вот она маленькая Просто сцены толстые Офигеть Ну хоть здесь-то у меня будет твоя комната Их это неприлично Да Ну и домина Вообще ништяк А ну что Где ты таких слов-то пролазь Ничего, ничего Ребенок только проснулся А ну что, где язык папе болит Да Пойдемте в дом В дом Пошли, пошли, пошли Ой, какой воздух Мама Папа Мама ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пес, отдай тапок. Ты помнишь, это мои любимые тапки? Их мне на день рождения сшила моя мама. Отдай! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Каждое утро он бегает. Мама, что вы говорите? Надеюсь, сегодня вы не марафолите. Мама. Доброе утро. На. Коля, там? Кварада. Он немножко был… Спылил. Ну, потому что он… Армянин? Коль, я тебя умоляю. Я прошу тебя, не умоляй. Все будет хорошо. Я тебя люблю. Я тебя обожаю. Доброе утро. Доброе утро. Все уже в сборе. Ну, как видите. А мы уже можем начать или подождем? Может, еще ваша кошка придет? Я прошу прощения, что заставил ждать, но у нас завтрак всегда ровно в девять. Вот, Викторчан, это для тебя. Ты же хотела в пионерский лагерь. Добро пожаловать. Карен, Георгиевич. Ну, при чем здесь пионерский лагерь? Просто за долгие годы у нас образовался некий уклад. В девять мы всегда завтракаем. До этого у меня пробежка. И никто не начинает есть, пока все не сели за стол. Ну, у нас тоже в Армении традиции. Гость в доме – от Бога. Да? Хорошая традиция. Но мы же все-таки не в Армении. Угощайтесь. Ну, что же, дом и сидел. Давайте, берите. Егор, раскладывай блины, сырники. Карен, Георгиевич. Варенье, мед. Смотрите, молоко. Это экологически чистое. Ну, давайте, Карен, Георгиевич. Ну, давайте. Давайте, дождите. Не могу. У меня аппетит пропавленный. Папа, мы же в гостях. И Николай Арсеньевич здесь глава семьи. Ну, конечно. Здесь он главный, потому что хозяин. А у нас там будет главный, потому что гость. Везет ему. Карен Георгиевич, давайте, не будем портить друг другу настроение. Тем более, у меня для вас есть сюрприз. Я надеюсь, он вам понравится. А вот и мой сюрприз. Это наш атлант. Коля, я его еще жеребенком купил. Николай, красивая лошадь. Да, только это конь. Не, ну я и говорю, конь. Что, я в конях не разбираюсь? Разбираешься? Девочки, осторожно. Да все нормально. Ну, что, Горец, покажешь, как умеешь сидеть в седле? Сидеть в седле – это в крови у каждого армянина. Я прошу тебя, это очень опасно, Карен. Нет, надо жить, это не опасно. Это как, это как коробка автомата. Прошу. Карен, твоя спина. Бой. А? Красавец. Ну, прошу. Красавец. Господи. Понимаешь, здесь какая-то другая система. Я помогу. О, Господи. Господи, помоги. Карен Георгиевич. Да. Может, повод возьмите? Что? Повод. А, да. Повод. Вот ручками так. А, да. Руки. Папуль, помаши ручкой. Отпускает? Нет, нет. Здесь дети. Карен, очень красиво, слезай. Кентавр? Нет, я не кентавр, но… Нет, я тебе говорю, не ну, а… Спасай. Что там? Ой, нет, 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 нет. Спорим упадет? Спасибо. Извини. Извини. Карен, что с тобой? Вы как хотите, я больше в этом концлагере оставаться не буду. Карен… Не буду я терпеть этого проживого старшего. Карен, он не хотел тебя обидеть, он не специально. Нет, именно, именно специально. Он хотел меня унизить перед всеми, ты понимаешь? Наверное, зря ты все-таки его на Атланта посадил. Я же не знал, что он не умеет. Он сказал, что у них там на Кавказе все хорошо сидят седле. Карен, нечего было строить из себя джигита. Строить это не ко мне, строить к этому прорабу. Карен… Вот почему я туда пошел? Это же ванная! А этот рыжий, как он усмехался надо мной. Теперь я понял, в кого он такой наглый пошел. Ну, вот такой у меня папа любит разводить всю эту домашнюю живность. Поросята. Слушай, хочешь, я тебе Кавказ покажу? Ты тему не переводи. Ты зачем смеялся над папой? От кого, от кого, от тебя не ожидала? Слушай, ну я же не со зла. Просто я не сдержался, но это было очень неожиданно. Ну, даже я умею ездить на лошади, а твой отец, он истинный армянин, образец мужественности и не умеет. Ну, и что тут такого? Да ничего, просто у меня будет, что ему предъявить, если он опять начнет тыкать, что я не мужик, а не буду ничего. Погоди! Это что за стереотипы? То есть, если кавказец, то обязательно должен уметь ездить верхом. А вот ты, умеешь матрешек вырезать? Я не умею. Но я же и не кричу, что я это умею во всю Ивановскую, правильно? Ты хочешь со мной поссориться, да? Я не хочу с тобой поссориться. Тогда ты должен попросить прощения у папы. За что? Хорошо, хорошо, я попрошу прощения. ЕГОР 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 КОНЕЦ Ради счастья нашей дочери, да. Ты должен с ним помириться. Привет! ЕГОР 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 Ну, ладно. Я сейчас пойду с ним поговорю. Молодец. Тот, кто делает первый шаг, тот и умнее. Конечно. Конечно. Я же умею. Конечно. Это… Ну, прощения-то. А ты очень умный. ЕГОР Вы понимаете? Карел Георгиевич, давайте оставим эти колкости. Мне кажется, мы должны усмирить свои амбиции и начать нормально общаться ради счастья Егора и Марине. Николай Арсеньевич, ради счастья Марине и Егора я готов на все. Ну, тогда, может быть, пройдем в переговорную? Пройдем. Прошу. Пожалуйста. После баса. Настенька, а куда это пошли наши мужчины? Вы не волнуйтесь. Там у Коли винный погребок. Он в нем все важные вопросы решает. А, я чувствую, наши мужчины одинаково решают важные вопросы. Ну, хоть в чем-то они похожи. Ой, мне так хочется красного. Я на сухого не могу. Как жалко, что мне нельзя. Слушайте, а давайте я вам клубничный мелькшейк сделаю. Я его первый раз в Бельгии попробовала. Вы не представляете. Мне он так понравился, что я решила попросить рецепт у шеф-повара. Это в ресторанчик, в котором мы сидели. Приготовьте, пожалуйста, а то не знаю, когда я в следующий раз в Бельгии буду. Да не надо никуда ехать. С нашим, домашним, натуральным молоком. Я вам клубника из моей грядочки. Вы не представляете. Такой мелькшейк в тысячу раз вкуснее получится. Прошу. Николай Артемий, мы с вами не дети. И если у нас есть какие-то претензии, какие-то недовольства, давайте выскажем это друг другу в лицо. Согласен. По крайней мере, это будет по-мужски. Да. Начинайте. Вы же гость, Карен Георгиевич. Я… Ну, хорошо. Вы слушайте. Видите ли… Подождите, а почему я? Вы здесь главный. Вы начинаете. Хорошо. Тогда слушайте. Да. Карен Георгиевич. Может быть, сначала выпьем для храбрости? А потом уж… Если только для храбрости. Хорошо. Хорошо. А вот эти буквы, что это означает? А, буквы? Буквы – это ингредиенты, из которых сделан напиток. То есть? А, алыча, А, Б, брусника, В, вишни и так далее. А это? А это чуть позже. Держите. Начнем по алфавиту. Угу. Пожалуйста. Ну, если А, то за Армении. Согласен. Отлично. Как? Прекрасно. Ну, говорите-ка нам, Георгиевич. А может, еще по одной? Да. Согласен. Пойдем. Далее по алфавиту. Б. Егор, смотри, он совсем не страшный. Просто кинь ему зернышко. Угу. Ну, не бойся ты. Он тебя не тронет. Ближе, ближе давай. Ну, ищу, Егор… … Тихо, 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 тихо! Убери, убери, убери от меня его, убери! Я тебе говорю, пожалуйста, Марина! Посмотри, он на меня смотрит или нет! Убери его! Чего ты ржешь-то, а? Я тебе спрашиваю, чего ты ржешь? Чего ты не ржала, когда этот старый индюк с лошади упал? А? Стоит, ржет! Убежь, Кизун! Марин! А теперь и инжир! У-у-у! А знаешь, Коля, Джан, вот очень обидно, что ты не армянин, мне тоже жалко! Ну, почему? Потому что в армянском алфавите тридцать девять букв! Счастливые люди! О-о-о-о! О-о-о! Огурец! О-о-о! О-о-о-о! 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 Я тебя очень обидел. Почему? Следующая буква. И краткая. Что ты мне говоришь? Слушай, я на коленях спиной могу быстрее бежать, чем вас, Аршан. А вот наш георик Махитарян, между прочим, уже в германии играет. А? А во что? Эй, Коля, ты меня сейчас обидел. Ну, извини. Выпьем? Выпьем? Да. Да, слушай, я же должен был тебе что-то такое говорить, да? Ты? Да. А, ты хотел высказать все, что ты обо мне думаешь. А, точно. Но, так как ты здесь хозяин, ты первый говоришь. Хорошо. Ты грубый, неотесанный гастарбайтер. Мне претит твоя психованная натура, твоя гордыня и твое упрямство. Да, если бы не мой сын, я бы затворен за одним столом с тобой не сидел. Вот у меня все. Коля, ты действительно обо мне так думаешь? Ну, ты же просил честно. Теперь это твоя очередь. После этого я с тобой даже разговаривать не хочу. Пропусти! Эй! Эй! Ничего не хочу! Карен! Карен! Тебе нельзя за руль, ты выпил! Ничего. Я сейчас отъеду метром двести и лягу спать. А вы, если хотите, оставайтесь в этом концлагере. Ну что в самом деле случилось? Ну что ты как маленький, а? Может! Может быть, я и маленький, но у меня большая обида. И вообще, почему вы со мной на «ты» разговаривали? Мы же на «ты» перешли. Нет, я на «ты» не переходил. Я с чужими людьми на «вы» разговариваю. Так, хорошо, Карен, давай, спокойно. Что я такого сказал? Я честно сказал, что я думаю. Ты можешь сделать то же самое. Ты хочешь, чтобы я сказал правду? Ладно. Тогда слушай. Значит, ты наглый, самоуверенный чертежник с барскими замашками. И мне не нравится твой дом, твой конь, твой пес и твой погребок. Карен. Подожди. И если бы моя дочь не влюбилась бы в твоего рыжего прошлыгу, я бы рядом с тобой даже за соседний столик бы не сел. Папа, ты уезжаешь? Да. Я с тобой. Молодец. Поехали. Что случилось? Марина! Марина! Нет, ну это... Ой. Это что-то... Наташенька, что с вами? Ой, что-то у меня... Ой, у меня голова закружила. Мама! Как ты? Что случилось? Присядьте, присядьте. Наташенька, что случилось? Я переволновалась. Что? Присядьте, присядьте. Ну тебе же нельзя волноваться. А как я могу не волноваться, если вы все время ругаете? Кто ругается? Ну что ты? Мы просто с ним громко спорили и все. Конечно. Больше не будем, да, Николайыч? Да, ну что? Посмотри. Да, да. И мы тоже. Вот. А ты не уедешь? Не, ну куда я иду? Я же пьян. Мне кажется, легче. Может, воды принеси? Принеси, пожалуйста, воды. Я что-нибудь в аптечке посмотрю. Давай. А ты чего встал? Слушайте, а может быть, вам водичку крупную принеси? Очень от тошноты помогает, а? Да. Все хорошо. Все хорошо. Надо было их как-то остановить. Но это же было невозможно уже просто. Ты невоспитанный, глупый, противный и зазнавшийся тип. Если бы не твоя семья, я бы с тобой не церемонился. Ну что ты на меня смотришь? А, тебе нечего сказать. Почему ты съел мои тапки? Да-да-да-да-ди-ди-ди-ди-ди. Та-да-да-ди-ди-ди-ди. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Стоп-стоп... Родные мои родственники, что вы тут распелись? Три часа ночи, я же сплю все-таки Здесь, Макарен, здесь, у нас отоспишься Дед, хотел что-то сказать, говори, а то у меня времени нет Времени нет Слушай, у тебя свадьба на носу, а ты до сих пор не можешь наладить отношения с отцом жениха Он самовлюбленный полутворитель Я бы радусь тобой даже за соседний столик бы не сел Узимпатор Мы с его родственниками даже здесь уже наладили отношения А ты чего ждешь? Я тоже пытаюсь найти общий язык Значит, ты наглый, самоуверенный чертежник с барскими замашками И мне не нравится твой дом, твой конь, твой пес и твой этот погребок Это не ты пытался, а жена твоя все наладила Нам надо поговорить Давайте-ка я вам помогу Три, четыре, вместе Анастасия полна Все, что я могу, я делаю Зачем он все время меня подкалывает? А надо было, конечно, армянский коньяк купить Или кинжал, или что там, они еще любят Я надеюсь, вот таких шуточек там не будет, да? Мангал Что нам, гал? Мангал можно было купить В армии я даже у своего генерала выиграл Он мне за это дал звание сержанта А до этого вы были старшим сержантом? Я на коленях спиной могу быстрее бежать, чем вас, Аршан А вот наш генерал, наш итальян, между прочим, уже в германе играет Да? Да А во что? Ласи, Карен Слушай, Карен Ты армянин? Армянин Его издевки игнорируют Смотри на это свысока Не свысока А с высоты Арараты Карен Николай Арсеньевич скоро станет членом твоей семьи Так что Ты обязан первым протянуть руку То есть Сделать шаг навстречу? Карен, Джар Нет времени делать шаг Свадьба на носу Уже пора бежать ему навстречу Понял? Не думал я, Карен Георгиевич, встретить тебя на пробежке Почему? Вы же договорились, а я человек слова Уважаю Ну что, еще кружочек? Ага, да, два Ну что, еще кружочек? Та-дай, та-дай, та-дай Та-дай, ти-ди, ти-ди-ди Что? Адрид? Та-дай, бодрее Чувствуешь, Карен? Заново родился Чувствую Чувствую, как Как умираю Да ничего, Карен, терпи И до вершины Орарата Ох А что, Карен, Григорьич, как самочувствие у нас, а? А я не устал Наоборот, даже как-то взбодрился Так что большое спасибо Николаю Арсеню Безжан Каренчик, а может быть, ты все время будешь бегать с Николаем Арсеньевичем? Вот так. Знаешь, как говорят у нас в Армении, а мы нас чекали. Так каждый день нельзя, помру. Что это означает? Это означает, ну, примерно, что не надо жить только сегодняшним днем, немножко подумайте о завтрашнем. Примерно так. Вы знаете, это очень примерно, на самом деле, смысл глубже и тоньше. Слушайте, вы сейчас на армянском заговорили. Ко мне сегодня приезжает телевизионная группа, снимает мой кулинарный видеоблог. Я хочу приготовить традиционное армянское блюдо – долму. А вы знаете, что в Армении не долма, а там толма? Молодец. Вы знаете, соседние страны, которые окружают Армению, взяли нашу толму и назвали ее долма, чтобы как-то отличить. Смешно. Да. Послушай, дорогая, а почему бы тебе не снять в своей программе Наташу? Жена настоящего армянина прекрасно готовит толму. А? Ой, ну что вы? Нет, ну я не знаю. Слушай, по-моему, это прекрасная идея. Конечно. Вы знаете, как моя Наташа готовит толку? Как? Лучше, чем моя мама. Ой, ну я не знаю, хорошо. Да? Ну, я только должна подготовиться. Ну, хорошо, вы тут готовьтесь, а я успею забор покрасить. Давай, давай, давай. А-а-а... Карен, слушай, что ты разлёгся? Ты думаешь, что немного побегал? И всё наладил? Причём тут пробежки? Мама Эббла не умер ради этого. Мало, что ли? Конечно, мало. Ты должен укрепить удачу. Вставай. Папа, всё это я сделал. Дай мне эту фигню. Кисть называется. Компьютерщик. Привет. А что вы здесь делаете, Калан Георгиевич? Я решил вам помочь. Я же не могу без дела валяться. О, хорошо. Я тогда пошёл. Э-э-э, красть давай. Ага. Спасибо, но мы сами справимся. Нет. Всё-таки две руки хорошо, а три лучше. Я в том смысле, что четыре руки хорошо, а шить лучше. Да тут делать нечего. Короче, а там не будем красить? И там тоже будем. Нет, я случайно буду. Чего-чего? Сейчас. Ай! Я почищу. Я почищу. Вообще-то мы хотели забор покрасить. Да, Николай Арсеньевич. Головали. Затопи, пожалуйста, баньку у меня. Нет. Я сегодня не могу. Я в отпуске. Что значит «в отпуске»? Алло. Так, Иван, ты, наверное, не понял, с кем ты разговариваешь? Если ещё раз услышу такой ответ, ты у меня в вечном отпуске будешь. Понял? Понял. Здесь просто плохо ловят. Не сразу понял. Ну вот. Давай. Так, всё. Ровно 14.00. Моя очередь. Отдавай. Вик, ну отдавай в следующий раз. Уже будет с пяти до двух твоя очередь. А то сейчас опять я всё просплю весь день. Ну, ничего страшного. Дневной сон полезен детям. А-а-а! Вика! Что такое? Там паук. Ты что его боишься? Да. Правильно. Пауков надо бояться. Они могут заползти тебе в ухо и съесть твой мозг. Что же мне делать? Ну, надо заткнуть чем-нибудь уши, чтобы они туда не заползли. Вика, прошу, уболяю. Дай мне на свои наушники, пожалуйста. Нет, наушники – это ненадёжно. Давай придумаем что-нибудь получше. Вика, а это точно поможет? Точно-точно поможет. Спи. Спасибо, Мариночка. Ну что, вроде бы всё готово. А где Наташа? Вот она. Проходите, проходите. Спасибо. М-м-м, ты такая красивая. Садитесь сюда. Здравствуйте. Как сюда? А я… Я совсем забыла. Марин, подвинь, пожалуйста, маме крестово. А я что, сниматься не буду? Ой, я два часа марафетного дела. Я готова. Папа, смотри, Мандарин, можжевеловый замочил. Только чтобы этот можжевеловый был мягче, ему ещё часа два отмокать надо. Как самому Ивану. Добрый день, дорогие друзья. С вами вновь Анастасия Щербакова. Сегодня я приготовлю для вас традиционное армянское блюдо – талму. Многие ошибочно называют её долма. Ну, мы-то знаем, что это неправильно. Она узнала об этом два часа назад. Итак. Папа, всё, я пошёл. Жарко. Карен Георгиевич, заходите. Заходите по пальцам. Я ещё раз хочу извиниться за эту краску. Забросьте, Карен. Присаживайся. Ну вот, у меня получился замечательный фарш. Стоп. А что это вы делаете? Солю фарш. Зачем? Ну, фарш надо солить сейчас. Ну, обычно фарш солят в конце. Тысячи лет армяне солили фарш для толмы именно сейчас. Нет, можно вообще не солить, тогда она будет безвкусная. Ну, хорошо. Давайте вы приготовите свою толму, а я свою. И посмотрим, чем лучше получится. Договорились. Приготовились. Мотор. Добрый день, дорогие друзья. И ты навсегда останешься дурочкой. Ну, в принципе, ничего не изменится. Хватит издеваться, я всё маме расскажу. Валяй. Она отвезёт тебя в больницу, и тебе там ухо отрежут. Зачем? Да, похоже, паук начал делать своё дело. Ты тупеешь на глазах. Ну, чтобы паука достать. Нет. Я знаю, что тебе надо делать. Тебе надо выпить рыбий жир. Зачем? Ну, вот ты любишь рыбий жир? Ненавижу. И пауки тоже его не любят. Вот ты выпьешь, и он сразу выползет. Ну, вообще, решать тебе. Жарко. Баня, русская. Меня всегда интересовали русские традиции. А ведь баня есть основа вашей культуры, традиций, обычая. Ну, что же, наш замечательный фарк готов. И теперь мы добавляем в него немножко риса. Рис должен быть полуотварен. Мама! Мамочка! Мне срочно нужен рыбий жир. Рыбий жир? Зачем? Мам, ну, пожалуйста, умоляю, ну, дай! У вас есть рыбий жир? Да. Посмотрите, пожалуйста, вот здесь. Да, ну, пожалуйста. Анушик! Ну, что-то наверняка. Анушик! Анушик, что с тобой? Мам, обещай, что мне не отрежут ухо. Обещаю. Мне в голову залез паук и хочет съесть мой мозг. Анушик, тебе это Вика сказала? Да. Ануш, она пошутила с тобой. Все в порядке. Пошутила? Пошутила. Откуда такой интерес к русской культуре? Николай Джан, я ведь тебе столько раз рассказывал про Армению, а ты мне про Россию ни разу. Да ты сам живешь в России. Нет, дорогой. Я живу в Москве, а не в России. Это две большие разницы. Вот поэтому я и не живу в Москве. А ты молодец, Калин Георгиевич. Не всякий русский может отхлестать себя мжевеловым веником. Ба? Так. Вставляют одну-две веточки. Дубовые, не вперед, а ты. Это мажевый пик. Дубовые, не вперед. Дубовые, не вперед. Дубовые, не вперед. Извините, я не могу дальше продолжать снимать, пока за окном голый мужик бегает. Какой мужик? Что там такое? Пустяки. Что? Мужчины в бане дурачатся. Слушай, Карен, мы тут посоветовались, пусть все идет своим чередом. Достаточно, что вы уважительно будете относиться друг к другу. Пока. Карен Георгиевич, ну как вы? Нормально? Да, нормально. Все нормально. Ага. Ну, а чего ж ты в бассейн полез, если ты плавать не умеешь? Николай Джар, умею. Под водой не умею. Что это? Вы уж извините нас. Я не знаю. Как-то нелеп получилось. Нет, это вы меня извините. Слушай, вел себя как идиот. Просто хотел с вами общий язык найти. А чего? Тихо-тихо-тихо. Николай Джар, может у тебя есть какая-нибудь мазь, а то жжет? Есть кое-что получше. Наливочка. Сметана своя. Баба Мань соседка делает. Намажемся, через двадцать минут как рукой снимет. Давай. Давай, давай, давай. Ну вот, и настал момент истины. И сейчас мы определим победителя нашего кулинарного состязания. Ну или кто займет второе место? Доверимся нашему эксперту? Прошу. Ммм, вкуснятина. Ну хорошо, ваша толма понравилась. А теперь давайте посмотрим, понравится ли настоящая армянская толма. Давайте. Бесподобно. Ну что ж, победила дружба. Кто бы мог подумать? Домохозяйка, долобой профессионалу. До новых встреч у плиты. С вами была Анастасия Щербакова. И Наталья… Стоп, камера. Поздравляю, Наталья, с ничьей. Почему же ничья? Давайте подадим наши толмы к ужину и пусть все решат, кто победил. Давайте. Слушай, я никогда бы не мог подумать, что сметана имеет такой потрясающий эффект. Я тебе больше скажу. С медовухой она имеет двойной эффект. Причем один эффект для души, а второй для тела. Ох! Ну прости, прости. Ну за здоровье. Ну что, мужчины? О-о-о! Голодались? Да, мы уже здесь полтора часа голодаем. А что это такое у вас, а? Армянская толма. И настоящая армянская толма. Пах-о-о! Да… Девочка, что в голове? Что в голове? Тихо, 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 это не змея. Успокойтесь. Вот, смотрите. Не надо! Тихо! Это просто ушко, смотри. Егора, убери! Это все ты! Я тебя убью! Тихо, тихо! Ну-ка, быстро в свою комнату! Быстро в свою комнату в угол! Получила! Получила! А-а-а! Ну-ка, быстро! Ну-ка, быстро! А-а-а! Ну вот, бедная толма. И настоящая, и армянская. О-о-о! Армянский ужин удался. Ну и слава богу! Подождите, подождите, не нервничайте. Я знаю пару обалденных армянских блюд до скорого времени. А я могу их помочь побыстрее приготовить. А-а-а! Началось! А может быть, Настенька, ты просто испечешь нас блинов, а? Правильно. Сегодня армянская кухня. Вот я бы с удовольствием съезжать вот такую вот стопочку русских блинов. Со сметаной. И вот с той. Вот такую. Волшебной. А-а-а-а! У нас здесь баба Марина не влепла. Она как раз такую сметану продает. Мы сейчас с Ивану попустим, а он поднялся. А-а-а! 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 А-а! А-а-а! 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 А-а! А-а-а! А-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Карен, что ты проснулся в такую раннюю? Нет, ну какая раннюю? Уже шесть часов Карен, если ты хотел проснуться раньше Николая, ты можешь поспать еще целый час Слушай, причем дядя Николай, он же мне не авторитет Просто сегодня выходной, я хотел проснуться пораньше, чтобы отдохнуть подольше Хорошо, миленький, ты тогда отдыхай пораньше, а я, пожалуй, отдохну попозже, ладно? Доброе утро, мои принцессы! И вставайте, посмотрите, какая погода сегодня будет! Какое солнце! Какая роса! Какой свежий воздух! Ну ладно, не хотите еще поваляться? Поваляйтесь! Ну вот, хоть кто-то в этом доме не спит! И это моя дочь! Доброе утро, Саваттана! Доброе утро, папочка! А ты почему так рано встал? Потому что, не так много дней, когда можно просто отдохнуть! И я решил не терять ни одной минуты! Марин! Может, мы уже расскажем твоему папе? А то мне уже надоело прятаться! Мы стали взрослые люди! У нас скоро свадьба! Вот скоро? И не придется ничего рассказывать! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну что, Николай, утренний спарринг? Молчание – знак согласия! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Коля, имей же совесть! Сегодня уже воскресенье! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ах! Это не я! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Что случилось, Карат Георгиевич? ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Не рановато ли? Спят еще все! Нет, спасибо, я выспался! Я тут решил тебе траву покосить, дорогой! Она у тебя по пояс выросла! Помогу тебе! Да брось! Я потом сам докошу! С той стороны, конечно, сделаю, дорогой! Только ты мне яичницу должен! Дал бы у родственника! Я люблю Кази! У твоего папы сегодня очень хорошее настроение! Поэтому мне кажется, пора с ним поговорить! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Если наш папа решил отдохнуть, у остальных это точно не получится! А это мой папа! Сегодня он почему-то решил покосить газон! И как всегда, чтобы все об этом узнали, он это делает с шести утра! Вика! Карен Георгиевич! Пошли есть, накрыто! Ну какое же расписание! Ты что, еще час пятьдесят пять минут! Так, во-первых, сегодня выходной! На него эти правила не распространяются! А во-вторых, ты своей тарахтелкой уже весь дом разбудил! Пошли, пошли! Не-не, я не могу бросить работу! Вот докошу, приду! ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Хотя ладно, я сейчас приду! Ты что, не понимаешь? Ну, ты должна с ним поговорить. Я? А кто? Нет, хочешь, я прямо сейчас с ним поговорю. Сейчас? Да, прямо сейчас. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Доброе утро. Доброе утро. Вы что-то хотели мне сказать? Нет. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, принцесса. Карен Георгиевич, а что это вы в такой рай начали работать? Ну, какая-то работа, это отдых. Странно у тебя какой-то отдых получается. Надоело? Благодарю. Тебе тарахтелка за полтора часа, а? Нет, Николай Арсеньевич, когда чем-то занимаюсь, я хочу, чтобы это было всерьез и надолго. Вы прямо как наш Егорка. А что? Если ему что-то в голову взбредет, он ни за что не откажется. Представляете, в детстве он узнал, что здесь была стоянка французских войск, выпросил у нас с отцом металлоискатель, перерыл весь участок, искал сокровища Наполеона. И что, нашел что-нибудь? Нет, просто перерыл. Пап, не смешно? Штык, миску. И две монеты. Три. Три. Три монеты. Здорово. А дашь мне что-нибудь поискать? Конечно. Милая, а что ты сидишь на земле? Давай садись на плед. А спасибо, милая. Как раз я уже миллион лет не загорал. Коль, ты что, не видишь? Карен чахнет без работы. Мне кажется, человек отдыхает. А мне кажется, он не может без дела. Нормально, что он шесть часов утра косил. Что ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты нашел с ним общий язык. Ну, займи его чем-нибудь. Отдыхаем? Угу. А я пойду дрова поколю. Не могу без работы. Кто бы хватает дрова, Коль? Милый, а ты что, не пойдешь ему помогать? Кому? Николаю. Почему? Не просили. Он не просил, но он сказал, что не может сидеть без дела. Ну, получается, что ты можешь. А? Я хочу отдыхать. Не хочу папором махать. Ну, как скажешь, мой любимый? Если ты хочешь, что я ленча, я пойду. Нет, ну что ты, ну какой же ты ленча, я так не могу сказать. В общем-то, ты права. Я подумал, я могу загорать и с топором в руках, нет? Да. Я горжусь тобой. Молодец. Ну, что тут у нас? И это все. Хорошего понемножку, прошу. А это снова мой папа. На этот раз он решил разнообразить свой отдых рубкой дров. На всякий случай, мой папа тот, у кого дров меньше. Не меньше, это просто папа тренировался. Покажу газон, наколю дров, звоните в любое время и спрашивайте Карена. Слушай, иди делаем за вместе. Смотри, а можно еще в горы поехать? Остановиться в домике у озера. Послушай, нам в любом случае придется поговорить с твоим отцом, это ненормально. То, что мы с ним поговорим, ничего не изменит. Нет, изменит, послушай, он уже изменился и нормально ко мне относится. Я просто с ним поговорю, он меня поддержит и все поймет, я уверен. Да? Да. Ну, если ты такой смелый, иди, говори. Хорошо. Ты знаешь, ты права. Наверное, сейчас еще не подходящее время. Да? Да. Потом. Да, потом. А это моя недалекая сестра ищет клад. Она уверена, что именно здесь Наполеон обронил свое золото. А ну уж, Вика, а ну уж. Мама, мама, мамочка, смотри. Маму, смотри, что ты нашла. Смотри. Ложка. Ух ты, так это же серебряная ложка. Девчонки, это, видимо, часть того самого клада. Поздравляю, муж. Беги-беги. Вика. Она что, правда серебряная? Ага. Из нашего свадебного набора. Я и месяц назад потеряла. Только нашему археологу не рассказывайте. Пусть она еще что-нибудь поищет. О, шабаш. Все. Устал? Я? Нет, что ты. Я еще только вхожу во вкус. А? Ты знаешь, вообще я привык работать по десять часов в сутки. Молодец. Ну, мне еще воду натаскать надо. Ты со мной или как? Да, конечно. Не валяться же без дела. Да. Привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, может отдохнем полчаса? Нет, ну что ты, Николаевич, полчаса это очень много. Давай, знаешь, минут двадцать пять. Пять. Что сегодня с кореном, а? Он как в супе сорвался. Наташа, Диан. Что вы говорите? Он сумасшедший. Да? Я не ищу, чтобы так горбатиться, да? Так он просто завелся и не хочет от тебя отставать. Да, отставать не хочет. Да он сдохнуть готов, чтобы меня только сделать. Я сейчас сдохну. Коль, может, вам лучше остановиться? Остановиться? Да. Это значит, признать свою слабость. Его для меня больше не существует. Скажи ему, что ты меня не видела, не знаешь и никогда не увидишь. Не узнаешь, что у меня нету. Да. Коль, он тебя ищет. А где он? Карен Георгиевич. Что ты? Что ты? Куда он пошел? Мне кажется, он был. Давай отсюда. А я тебя там ищу. Да я тут, ну, по хозяйству. Пойдем, что ли, доски потаскиваем? Не, не, мне надо в гараж. Машину посмотреть, она что-то барахлит. А мне завтра в город. Давай, займись, я тогда, это, проектом займусь. Ну, когда освободишься. И тоже. Ануш, ну дай мне, пожалуйста. Ну, ты же не веришь в вклад. Ну, я вообще-то тебе помочь хочу. Ага, конечно. Потом делись еще с тобой. Ну, давай хотя бы по очереди. Хорошо. Немножко только. Пять минут, у меня все равно уже руки устали. Хорошо. Ой. Подержи. Вик, смотри, тут что-то есть. Помогай мне. Ребята, к столу. Наташенька, вы тоже к столу. Спасибо, сейчас я Карена позову. Карен. 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 Пойдем ужинать, работник. Слушай, надеюсь, в этом доме после ужина не работают. Пойдем. Папа, мы клад нашли. Не мы, а я. Ну, конечно, а кто бы откопал? Да, конечно. Не ставь на стол эту грязь. А ну, рубью не убери. Так, девчонки, девчонки, давайте я вам дам по пятьсот рублей, и мы это не открываем. Нет, ну, Егор, вы нашли. Мы сами, не пахли. Нет, это не пахли. Послушайте меня, я не могу открыть эту коробку. Почему? Потому что там наша кошка. Она там живет? Ну, да, лет пятнадцать уже. Я веду репортаж с места раскопа, где одна дурочка нашла дохлую кошку. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас… Отвали от меня! Эй, ну, что это такое? Ой-ой-ой! А может, по десертику? Папа. Надя. Я хочу с тобой поговорить. Угу. Тут такое дело, понимаешь, мы с Егором взрослые люди, у нас скоро свадьба. Дверь! Давай. И, ну, в общем, мы это, хотим… Капец. Папа тебя убьет. Алло, это энергосбыт. Это вас из Ольховки беспокоит. А у нас электричество пропало. Вы в курсе? А, ну да. Ага. Понятно. Хорошо. Спасибо. Ну что? Говорят, через час другой наладят. Я предлагаю никому об этом не рассказывать. Да? А если они сами узнают, что это ты? А если они сами узнают, то я расскажу маме, что кто-то исправлял оценки в дневнике. Каренчик. Ой, боже мой, у тебя же мозоли. Давай пластырь. Не-не-не, нормально. Ну, больно же. Пойдем спать. Не, ну что ты. Я себя очень хорошо чувствую. А я вообще бодрячком. Ну, вы даете, ребята. Целый день вкалывали и как жирчики. Николай, я говорю, жалко, Света нет. Знаешь, можно было бы сегодня с этими дровами покончить. Ну, завтра доделаем. Там еще много работы. Рома, маньяк. Слушай, пойдем уже спать. Девочки, домой. Кран Георгиевич. А ты что здесь делаешь? Так это же моя комната. Наверное, перепутал. Бывает, ничего страшного. Эль, а ты что здесь делаешь? Да, действительно, ты что делаешь в моей комнате? Я перепутала. Света, нет, я перепутала. Ну, что вы сейчас оба из меня дурака думаете? Или вы думаете, я ничего не понимаю? Слушай, вы говорите, марш в свою комнату. Быстро. Можно халатик? Да. Да. Можно? Чтобы еще раз не перепутать. А ты спать. Наташа? Карен, а что ты делаешь в комнате у Маринышки? Слушай, я в темноте перепутал. И вообще уже мозги не варят из-за этих сегодняшних кирпичей, дров. О, солнышко. Ты понимаешь, если я сейчас выдачу эту лопату, то меня током убьет. Тебе есть разница, кто тебя убьет? Электричество или папа? Слушай, я вообще сегодня не хотел работать. Я хотел отдохнуть, поваляться на солнышке. А этот работоголик, ты знаешь, что он у меня припахал. Я чуть коней не двинул. Что мой любимый? Ну, двину коней. Ты извини, Карен Георгиевич, но я не просил тебя помогать. Ты сам пришел дрова колоть. Да. Но ты знаешь, вот так вот, как-то вот так намекнул, что лентяй. Боже упаси! Ты все неправильно понял. Судя по всему, на завтра доски отменяются, да? Однозначно. Доброй ночи. Доброй ночи. Карен. Каренчик. Что с тобой? М? Все же хорошо. Что хорошо? Я про Николая. А я про Марина. А что с Мариной? Все хорошо. Иди спать, Милая. Милая. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пальчики можно испортить Я скажу Ивану, он мигом все сделает Да мне все равно заняться нечем А тут хоть какое-то развлечение Акриловое Мам Вам помочь? Да, пожалуйста Что случилось? Что здесь? Что-то серьезное? Да, это радиатор у вас Подрубка полетела И что же делать? Это долгая работа А вам далеко? Вон Где? Вон В Ольховке Мне тоже Там эти Щербаковые Весь на цели А, это мои соседи Все? Да, мои тоже такие В общем А я могу вас Подцепить Ну, в смысле взять на буксир Что? Капот Поедем? Поехали Да, пожалуйста А ну отдай сейчас мою плачь Ничего подобного Я еще пятый уровень не прошла Ты не пройдешь У тебя мозгов мало Ничего, у меня нет Ну, перестаньте, я сказала Дай сюда, дай сюда Это вообще ни в какие ворота не везет А ну, что? Сейчас я пчегу кину Этот айпад Мама Все из-за тебя Блефуют Двадцать тысяч в суп? Нет Вы что думаете? Вот я это не брошу Знаете что? Обе Пока не станете лучшими подругами Не получите Мир Привет Вы посмотрите Кого я вам привез Вот Страсть Ну вот я опять с вами Ага Я думал с тех пор Как вы расстались Она в Питере или вот Я тоже так думаю Если бы не Карен Георгиевич Я бы сюда не доехала Да, какой вы молодец, Карен Георгиевич Как мы без вас-то вообще жили Егорчан, я всегда готов помочь Юленька, да, мы не виделись Как твои дела? Здрасте, спасибо Здрасте, здрасте Все хорошо, как у вас? Ничего, спасибо Юленька наша соседка Очень приятно Здрасте Наташа моя супруга Марина моя старшая дочь Невеста Егорушки У тебя очень красивая невеста Егорушка Да Спасибо Юль, ты, наверное, торопишься, да? Егор, это невежливо Юля, может быть, пообедаете с нами? Ну, даже не знаю Юленька, оставайтесь У ремешки будет компашка А то она с нами стариками соскучилась А я за это время Посмотрю вашу машину Может, можно будет что-то сделать Егорчан Ты мне поможешь разгрузить уголь? Ага Тут и без углей уже Рыковат стал Вик, ну послушай Мы так и будем тупить перед телеком Так вот этот странный звук, я не поняла Слушай, я все никак не могу понять Тебе вообще нужен планшет или как? Я тебе сказала, я не собираюсь с тобой мириться Вик, ну вообще-то я тебе и не предлагаю Давай просто поищем планшет, куда мама его спрятала Ну, тогда я начинаю первое Договорились Только ты будешь искать здесь А я постою у выхода, чтобы кто не зашел Хорошо Такой чай вкусный, ароматный Спасибо, Наташка Здесь чабрец зверобой мяток Все в огороде растет А мы там в городе думаем, что чай в пакетиках растет Егор, а может быть на озеро сходим? Воздухом подышим Конечно, пойдем Юля, пойдем с нами? Тоже не знаю Марина, ты же хотела арку докрасить Нет, давайте арку пусть докрасит Иван А вы идите к озеру быстренько Идите развлекать и дышите воздухом Но Быстренько, поехали Никаких Идите развлекайтесь Да, Юленька, оставьте мне ключи от машины Я ее как раз посмотрю Нет, я могу ее сама открыть Но ключами чуть-чуть длиннее получится Я так рада, что у Маринешки появилась подруга Она хорошая девочка Да? Наташ Тут такое дело Мы не знали, как сказать Ну, что ты тянешь Юля, бывшая невеста Егора Невеста? Да, бывшая А Егор, балбес Не удосужился рассказать об этом, Марина Ну, хорошо, что вы мне об этом рассказали А не Карену Я не представляю, какая бы у него была реакция Нет, ну, все равно надо сказать Чем позже, тем хуже Лучше мы это сделаем Что за бараны так прикрутили этот радиатор Им руки надо поотревать Привет Привет Карен А где? Георгиевич Дело в том, что я хотел сказать, что В общем, ну, это надо сообщить Все-таки мы же Короче говоря Юля Она Бывшая невеста Егора Что? А почему вы ее привезли сюда? Нет, ладно, привезли Почему не програли потом? А я понял Ты хотел расстроить свадьбу Знаешь, что я сейчас с тобой сделаю? Привет Привет Ты что-то хотел? Я думал Может быть, помочь радиатор поменять? И что сделать? Или починить Ну, в общем, помощь нужна? Нет, спасибо Ну, что? Сказал? Вы, видимо, все-таки правы, милая дама Рано ему об этом говорить Я не знаю Пусть пока поремонтирует свою машину Там вы иду Отличное место Такое живописное, романтичное Прямо создано для романтических свиданий Правда, Егор? Правда Юль А у тебя парень есть? Был Год назад расстались Почему? Не сошлись характерами Ну Там была сложная ситуация Очень Он был очень ревнив И все время я себе что-то придумывал Простите Нин Я просто, ну, считаю, что дыма без огня Ну, ну, не бывает А я считаю Что вот какой-то там дымок Не повод отменить свадьбу Да, Егор Ты не говори о том, чего не знаешь Действительно Зачем я говорю о том, чего не знаю Слушай, девчонок, может, домой пойдем? Нет, серьезно Посмотрите, сейчас темнеет начнет И все Давайте Какой темнеет? Четыре часа дня Не ругайтесь А Слушайте У него кто-то есть? Видимо, да Слушайте Я вам серьезно говорю Сейчас начнется ночь И все Как мы через лес-то пойдем? Давайте Егор Что? Если хочешь идти домой Иди А мы попозже вернемся Дим А ты ее видела? Кого? Ну, эту Новую Разок Я бы ее убила Да? Слушайте А вы видели последний сезон Игорь Престолов? Юля А ты учишься Или работаешь? Подождите А давайте Вы скажете нам с Кареном Про Юлю Как будто я ничего не знаю Я не поняла Как это вам Ну, давайте сделаем вид Что я тоже ничего не знаю Ну, тогда ему будет не так обидно Да он нас убьет Нет Мы сделаем деликатно, мягко Я скажу, что я волнуюсь Ну, что ли Он идет Теперь у Юленьки с машиной все хорошо У нее сто восемьдесят лошадиных сил под капотом И одна душа Карен Да Присядь, пожалуйста Садись, дорогой Что-нибудь случилось? Нет, нет, ничего не случилось Просто у нас Для вас с Натальей Небольшая информация Мы должны были это вам сказать О, я даже волнуюсь Дело в том, что Юля Да, она Бывшая невеста Егора Ангелс, дорогой Ангелс, дорогой Что, Ангелс? А как они там с Марины? Нехорошо Ешь Ну, вот Мы дома Ну, спасибо, Юля За интересную экскурсию За замечательную беседу Пока Юля Не уходи Пойдем, я тебе свадебную арку покажу Арку Спасибо Здесь все будет украшено цветами Там будут музыканты Там площадка для танцев Столы А здесь вот стол для детей Ну, а тут регистрация Какая красивая арка Это Егор придумал Молодец Ну, а что я, собственно, рассказываю Я сейчас за ноутбуком сбегаю И покажу Блин, и там его нет А у тебя что? Да у меня тоже ничего нет Ну, куда она могла его спрятать, а? Так, значит, у нас остался улей и погреб Чур, я в погреб Смотри Отпусти, мне больно Так, срочно исчезни Если ты расстроишь мне еще одну свадьбу Я не знаю, что я с тобой сделаю Кстати, нашу свадьбу отменил ты, а не я Да, на девичнике изменил мне ты, а не я Юля, ты где? Мы здесь Иди домой А я Юль тут показываю, как мы Как мы покрасим Да? Да Нарядно Обалдеть Ты слышала? Ага Надо все рассказать Марине Точно Тогда мы сделаем хорошее дело И мама отдаст планшет Ну, или Марине прикроет меня, когда я пойду на дискотеку Точно, пойду и все расскажу А ну ж Кресло будешь рассказывать Я не извиняюсь Тут арочку докрасил Спасибо большое Вы угощайтесь Вам спасибо большое Ну, как говорится За вашу семью Чтобы у вас было доверие Друг с другом Уют Детки, здоровье Ну, короче, за вашу свадьбу Спасибо А что здесь это вертихвостка делает? Это вы о ком? Ну, это Юлька А вы тоже ее знаете? А то Егор же на ней до вас жениться хотел Ну, это однозначно лучше Блин Какая же я дура Ну, ладно Это не буду отвлекать Там кисточки мыть надо Ирина, я хочу открыть тебе тайну Это Юля, которую привез папу Это бывшая невеста Егора А ну ж, ты тоже знаешь? Спасибо тебе Ну, теперь ты это скажешь маме Чтоб она отдала мне мой планшет Я ей все скажу Юля Ну, на первых порах поездите А потом этот подрубок все равно надо менять Спасибо Пожалуйста Юленька, скажите, вы со своим бывшим часто видитесь? Нет, встретились недавно А разговор не сложился А не одно в том А вот с родителями Вы, наверное, в хороших отношениях, да? Хороших И в гости, наверное, часто Годи, да? Ходи Часто И, наверное, в этот раз не обошлось Что смотрите? Вы ничего мне сказать не хотите? Мариночка Вы все меня обманывали Мариночка, никто тебя не обманывает Как? Родной отец привозит сюда бывшую невесту моего жениха И все остальные делают вид, что ничего не происходит Мариночка, я не знал Ты не знал? Егор, а может быть возьмем ее подружкой невесты? Или лучше подружкой жениха? Иди сюда, пожалуйста Я тебе хотел сказать, но я ждал подходящего момента Подходящего момента, это когда? В ЗАГСе? Мариночка, успокойся Не надо мне рот затыкать Я, в отличие от вас, молчать не собираюсь Спасибо вам огромное, Карен Георгиевич Это самый оригинальный подарок к свадьбе И тебе, Юлечка, спасибо Низкий поклон тебе Да не за что И Арочка у вас красивая получается Прямо как я хотела на нашу свадьбу Так это Арка Это ее идея? Ну не пропадать же Хорошая идея Только цвет уродливый Что? Я розовый хотела Бегите, Юлечка, бегите, пока он ее держит Слышишь ты? Я тоже пойду отсюда, пока еще какие-нибудь ваши секреты случайно не узнала Марина Марина, подожди Анастасия Павловна, это бесполезно Я ее знаю, это моя дочь Минут через пять сама отойдет Нет, это еще и моя дочь Я уверен, что через пять минут она точно не успокоится Вика Ты спишь? А ну-ка, быстро открыла крыса драная А ты точно больше на меня не сердишься? Я тебе сказала, открывай! Вик, ну понимаешь, ну мы же сестры И я подумала, я поняла, что твоя дискотека, она гораздо важнее, чем мой планшет Так что можешь пойти и сама все рассказать Марине Хорошо? Марине, Марине, мне надо рассказать тебе тайну Юля, которую привез папу, это бывшая девушка Егора Да не может быть! Прямо день откровений какой-то Марина, ты меня отмашь, когда я пойду на дискотеку? Дискотека? Здесь будет кое-что покруче Отойди Не надо! Марина, что ты делаешь? Не пропадают же хорошие идеи Я просто сказала Марине правду, а там она Этой свадебы не будет Марина, Маринет, Маринет Этой свадьбы не будет, будет такая, какую я захочу Марина, Маринет, Марина, Марина Что? Иди за ней Что случилось? Иди, иди, иди Марин А мама красивая А мама красивая Иван А что происходит? Васильевич, Егорка Уж вы простите Вот что водка проклятая делает Это все она гадина Я все исправлю Я все, я Подожди, подожди Ты о чем сейчас? Затмение нашло Ну будьте отрезвы Что, я стал бы ваши ворота сжечь? Вань Слушай, тебе пить нельзя Осеннич, Павловна Уж вы простите меня Все сделаю Как было Даже лучше Только не выгоняйте меня Давай, делай, Иван, делай Только с этим делом тоже завязывай Осеннич, клянусь Хороший мужик, руки золотые Ну, раз в год обязательно уходит за бой Хорошо, что возвращается Егор Марина Папа, вы простите меня Я вчера немного отожгла Марина, и ты меня прости Мариночка Ты в следующий раз Когда захочешь разведиться Ты сообщи У меня там сарай старый Я давно собирался его снести Я буду жить Когда тебя нет Потому что, я хочу Урб Что Х У Субтитры сделал DimaTorzok Что ты за меня болеешь? Ты вообще с другой командой отдадим, а? А я просто вижу, как сильно ты хочешь попасть Каран Георгиевич, на кону победа Удил Да нет, этого просто к новой мишени не представлял Сейчас попадем Да Конечно, конечно Каран Георгиевич, очень есть хочется Каран Георгиевич, цель, цель Победа, победа Папа, ну что ты нас позоришь? Каран, ну сколько можно отгадывать? Это же так просто Эй, подожди, ну Так, что у нас есть? Я невысокого роста Приезжий Нерусский Завоевал Москву Покорил, прошел Да, да, да Слушай, а ведь Кого-то мне это напоминает Ты уверен, что по правилам у нас с ним не может быть одинаковой надписи? Уверена Подождите, Канг Георгиевич То есть вы думаете, что у нас могут быть одинаковые таблички, да? Да Я знаю, кто я Я Каран? Да Маринель, тут свое свадебное платье привезли Ой, как здорово Как здорово Пойдем померяем Нет, 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 подождите, вы куда? Дайте мне отыграться, это нечестно Это уже восьмой раз, Каран Давай мы пойдем померяем платье, а ты реши игру, в которой ты точно не проиграешь У меня есть план Как отыграться Удачи Маринка, какая ты у меня красавица Да Давно ли я вот так вот в свадебном платье стояла? Ой, наверное, очень давно Анушка, Ануш, ну ты и дура Сама дура Девочки Маринель, а можно мне померить? Нет, никто кроме меня это платье мерить не может Ну, конечно, кроме тебя и тех людей, которые вы уже померили в магазине Ну, пожалуйста Ну, может быть, все-таки можно померить? Ты же из него вылетишь, сопля Ой, зато ты, лошадь, даже не влезешь в него Девочки Так По-моему, пора заканчивать с примеркой Всем спасибо за комплименты Я очень рада, что платье вам понравилось Друзья, я придумал, в какую игру мы будем играть В какую, милый? В командную Удобно То есть, в случае проигрыша команды Можно всю вину свалить на команду Ну, почему ты так? Я об этом даже не думал Но, чтобы вам не казалось, что я хочу сбросить с себя ответственность Я готов быть этим Капитаном Действительно, кто бы сомневался Отлично Вторым капитаном будет Оля Нет, если честно, я думал, что Николай Арсеньевич Своим опытом, задором Может усилить одну из команд Я даже знаю, какую А ты не перечи отцу Ну, хорошо Дабы не нарушать принципы демократии Я согласен Пусть Николай Арсеньевич будет капитаном другой команды Давайте делиться на команды У нас семь Где Вика? Вика, сейчас позову Иди, Катя, позови Мой ребенок Аранжан Аранжан Скажи, в какую мы игру играть будем? Нет Сначала поделимся на команды Потом скажем И ничего, и не лошадь Нормально влезла Классно Не то слово Маринэ-эко точно очень понравится Стой, стопля Мы нам нарисуем Ну, мелкая теперь ты попала Ануш Ты меня звала? Да Забери стакан Ты совсем обнаглела? Сама отнеси И вообще, что ты здесь делаешь? Я? Я Я ищу Вику Вику? А Вике что здесь делать? Ну, я не знаю Может быть Может быть Она зашла Мерить твое платье Не говори глупости Вика знает, что я ее за это убью И ты давай выходи Николай Джим, теперь нам надо выбрать команду Бросим жеми Вот у меня есть копейка Пожалуйста Вот, Орел Я выиграю Хорошо, выбирай Кого ты выбираешь? Разве это вопрос? Конечно же Егор Ну, в таком случае я, Маринет Я надеюсь, ты не против? Да нет, я с радостью Конечно, с радостью против Собственного отца Ладно Дальше все понятно Значит, мама к ним А Наталья Васильевна к нам Нет, Егор Непонятно Мне надо еще подумать Что значит надо подумать? Как можно выбирать между родной женой И Анастасия Павловна Простите меня, пожалуйста Совершенно посторонней женщин Нет, Наташенька Ну что ты? Я же выбираю не для себя Для команды Нет, если хочешь Я выберу тебя Знаешь что? Единственное, что я хочу Это глухать Джарк Оторвать тебе голову Я ухожу к ним Я в вашей команде Настенька, тогда ты Играешь за корана? Хорошо, Коленька Между прочим Настаса Павловна Ваш Коленька Тоже вас не выбрал Так что мы команда Соберитесь А во что мы все-таки будем играть? В командную игру Понятно Предлагаю играть в голубую корову Да Какая корова? Папа У вас в армии эта игра называлась Прапорщик Ах, прапорщик Ну да, конечно Я был чемпионом по этой игре Ты знаешь Я даже на этой игре Ам, 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 ам Что? Я собаку съел Папа, это пантомин В наше время назывался крокодил А Крокодил? Да, крокодил То есть мы должны показывать пантомину? Ну да Хорошо Кто показывает? Мы показываем Мы загадываем слово Давайте Удачи Так, смотри Чтобы никто сюда не зашел Я закроюсь А ты всем скажешь Что я моюсь, поняла? Целый час? Да тебе же никто не поверит Ты ведь моешься гораздо дольше Очень смешно Так, смотри Стирка закончится ровно через час И к этому моменту Ты должна сделать так Чтобы в гостиной никого не было Зачем? Мне платье нужно в гладильную отнести Слушай, ну Вик Ну это как-то тяжеловато Может Все-таки поменяемся? Так, Ануш Давай каждый будет делать то, что он умеет Ты пудрить мозги родителям А я долго мыться Так, все, иди Папочка Пап, ну а можно я посмотрю Как вы играете? Да, милая Только не мешай Пап, Вика залезла мыться Будешь парьем Пусть моется А ты не мешай Сядь и смотри Иди к маме Идите Все, идите Так, мы придумали слово Давайте Ну это очень легко Вот столько вы совмещали, что придумали Ну Внимание Да? Да Внимание 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 Скафандр Внимание 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 Так что, Акадон Георгиевич Начинаешь Да, поэтому начинаю Мы Егор, давай Давай, сынок Ты почему? Подожди Мама Мама Давай, давай Давай быстрее Показывай Там кто-то идет Здрасте 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 Привет О, хозяин просил коробки убрать Нет Нет Дети, вы чего? Нам коробка нужна Зачем? Чтобы поиграть Поиграть? Во что? Ну, эта игра, она сейчас в Москве, очень модная Да, вы не знаете ее, наверное Глупости какие-нибудь, знаю я, придумал, какие-то коробки какие-то дурацкие Вот детишки, да Молодец Вот так, вот так хорошо Мама Мама Масла Молодец Карель Когда мы можем, Настя? Осторожно Карель Когда мы можем... Ох! Осторожно Горан Георгиевич, ты промазал, ваша команда проиграла, а наша выиграла! Нет, как правильно, я сейчас остался, я сейчас проиграла! Я думаю, мы просто так тренируемся, поэтому я не целился. Нет, целился, но это пень! Хорошо, давай теперь начнем на счет! Вот, теперь на счет давайте! Все, команда, давайте, вот дальше давайте! Марино, если ты попадешь, папа проиграет! Прошу! Марино, я скажу своему Егору, чтобы он учил тебя не только стрелять, но и попадать, Марино! Мария, и что это было? Ничего, просто я дала папе шансы выиграть! Карен Георгиевич, не упустите это, шанс на победу! Ну что ты? Карен Георгиевич, только не промахните, ты умоляю! Я никогда не промахиваюсь! Карен Георгиевич, долго не значит хорошо! Игорь, мешаешь! Ура! Победа! Карен, Карен Георгиевич! Мама! Эй, стой, стой, стой! Стоп! 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 Я же промахнулся! Нет, ну, яблоко же упало! Эй, яблоко упало! Покатилось! Но я промахнулся! Папа! Сейчас! Карен, если он еще раз не попадет, мы будем стрелять до скончания века! Почему он должен стрелять в яблоко? Ну, давайте какую-нибудь другую цель поставим, в которую мы можем помарить! Ах, вы гений, Николайся! Вы гений! Так, Карен! Карен Георгиевич! А! Давай быстрее! Если такая умная, неси сама! Как? А где же платье? Карен Георгиевич! В общем, яблок не было, поэтому будем стрелять по коробкам! Слушай, ты, маме, еще ничего не нашел! Я сюда и не целюсь попаду! Нет, папа! Ты лучше все-таки прицелься! Слушай, что ты за меня болеешь! Ты вообще из другой команды! Отойди, маме! А я просто вижу, как сильно ты хочешь попасть! Карен! На кону победа! Понял! Да нет, этого просто к новой мишени не прицелял! Сейчас попадет! Да! Конечно! Конечно! Очень! Очень есть хочется! Карен Георгиевич, цель! Цель! Победа! Победа! Папа! Ну, что ты нас позоришь? Что-то надо делать! Не знаю, но что-то надо делать! Встать! Суд идет! Формально! Вика и Анушид не виноваты! Как? Потому что это платье своим выстрелом испортило Марины! Да? Шерлок Холмс! А как быть с тем, что они еще до этого его испортили? Это недоказуемо! Марины, ну мы же его отстирали! Это тоже недоказуемо! И вообще, вас надо было бы хорошо наказать! Папа, может не надо? Ну как не надо? Ну как вас не наказывать? Если папа вас не накажет, я вас накажу! Ну опять я неделю без планшета! Вот очень хорошо, что ты сама придумала для себя наказание! Ты наказание придумал, ведь вам наказание! Спасибо, Наташа! Вообще, что бы я без тебя делал? Ну как обычно, милый! Что делать с платьем? Я тебе куплю Балиджан Новый! Карен Георгиевич! Марин, я сам куплю! Я лучше! Платье я буду выбирать сама! Вот! Хорошо, я дам тебе денег! Я больше! Карен Георгиевич! Карен! Ну пожалуйста, ну хватит соревноваться! Ну пожалуйста, хватит опережать! Ну это уже невозможно! Ты хинкали хочешь? Нет! Хочешь! Ну ладно! Ну ладно! Попробуй! Карен это же не ты! Попробуй! Суд удалился на освященню! Продолжение следует... 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 Алло, Давиджан, мне нужна твоя помощь. Слушай, сможешь мне привезти хорошую баранину? А? Нет, везти недалеко. Ну, по московским меркам. Часа два. Слушай, на дачу Николаю Арсеньевичу. Вот, Наташа хочет шашлык. Нет, я тебе больше скажу, мой будущий сын хочет шашлык. Что значит занят? И что, мой единственный друг откажет моему единственному сыну? Вот, молодец. Так что где нас спали? Жду. А теперь, кучерявы, молись, чтобы мой друг не опоздал. Егор, смотри, вот есть такой вариант. А есть еще вот такой. Егор, а есть еще вот такой. Егор, а есть вот такой. Ты чего? Скажи мне, при чем здесь елочки? А я просто проверяла, ты меня вообще слушаешь или нет? Послушайте, ну не все ли равно, какие будут салфетки? Нет, Егор, все-таки это не все равно. Егор, выбери рисунок, который тебе больше нравится. Я предлагаю взять просто белые салфетки. Правильно, я давно про это говорю. Выбери, пожалуйста, какая тебе больше нравится. Извините, мама. Ну, по-моему, они одинаковые. Обчихался я там от пыли. Еле нашел на чердаке эту коробку с шампурами. Пап, зачем шампуры? Я же только что принес их. Ну, это ты принес для Карен Георгиевича, а у меня будет свой шашлык. Как свой? Извини, Марине, но я не верю, что твой папа может убить бедное животное. А шашлык маме мы уже пообещали. Пап, а с чего ты взял, что Карен Георгиевич не может убить барана? Потому что я немножко понимаю в людях. Карен Георгиевич может убить барана, только если баран попытается убить Карен Георгиевича. Ой, а что это здесь такое блестящее? Дай, дай, дай. Егор, дай, дай. А это костюм для латиноамериканской программы. Егор в детстве занимался бальными танцами. Ты занимался бальными танцами? Я занимался бальными танцами. Я хочу забыть эти три года. Три года? Три года. Егор, ты раньше был таким нежным. Пожалуйста, играй. Марина, я бы на твоем месте вообще свадьбу отменила. Вика, не говори глупости. А я, между прочим, в детстве тоже мечтала заниматься бальными танцами. Но не нашла партнера. Конечно, не нашла. А кто в школе хочет быть таким? Вика! Да, он даже от секса и сам бы отказался из-за этих танцев. Между прочим, я ни разу не видел результатов твоих занятий. А нет, вру, видел. Когда его однажды во дворе отмутузили. Коля! А вот этих вот движений, ча-ча-ча… Пап, занимайся шашлыком, пожалуйста. А то Карен Георгиевич вперед тебе успеет, тебе придется это самому съесть. Если Карен Георгиевич сделает шашлык, я сам съем эти пять килограмм мяса. Спорим? Спорим. Ну, если он убьет барана… Тебе придется станцевать, ча-ча-ча. Хорошо, вспомним. Разбей, Настя. Ах! Карен! 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 Это что? Кто здесь? Это мы, Карен! Здравствуйте, мои дорогие умершие родственники. Карен, мы же в раю. И каждый день выезжаем за город на природу, чтобы поесть шашлык. Ой, как хорошо! Нет. Сегодня нам нехорошо, Карен. Мы весь день сидим голодными и ждем, потому что кое-кто не может зарезать барана, чтобы он дошел до нас. Карен, ты не можешь зарезать барана? Какой ты после этого армянин? Как какой? Я очень добрый армянин. Карен, мне очень стыдно, что мы с тобой знакомы. Спокойно. Как мы можем быть с тобой знакомы? Ты умер до моего рождения. Ну да. Карен, Джан, это не важно. Одним словом, пока ты не зарежешь этого барана, нам с тобой не о чем разговаривать. Ну? Да. Ну? Да. Ну а что мне теперь делать? Зарежь. 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 Морти! 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 Карен Георгиевич! Карен Георгиевич! Карен Георгиевич! А, Егор! Привет! Вы что, спали? Нет. Слушайте, вы что, не убили барана? Ну сюда. Во-первых, я не сплю. Я делаю вид. А зачем? Ага. Вот. Понимаешь? Потому что усыпляю его бдительность. Кого? Она барана. Ты понимаешь, когда они боятся, они выделяют адреналин. А от этого их мясо становится жестким, невкусным. Понимаешь? Вот и все. А так, сейчас он успокоится. Я медленно подойду к нему. И хоп! Вот ты сейчас испугался? Правильно? Не ожидал. Вот он и тоже не ожидает. Скоро он успокоится. Я медленно подойду к нему. Я пойду? Ага. Точно все нормально? Ну, Ануш, ну перестаешь реветь? Да не перестану я. Потому что мой папа-убийца. Ануш, ну пора взрослеть. Вот смотри, ты же любишь мясо. А вот как ты думаешь, откуда берется говядина, свинина? Да откуда-откуда? Из магазина. Ну а в магазин она как попадает? Ануш, в конце концов, во всем надо искать хорошее. Аж будут хорошим! Ну вот смотри, ты же считаешь барашков перед сном? Угу. Ну вот теперь будешь считать на одного меньше. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Как смешно. Я бы на твою месть уже начал тренироваться. Угу. Угу. Слушай, пап, давай отменим этот спор? Что, боишься проиграть? Я? Да нет. Я станцую, если что. Вот я просто не понимаю, как ты эти пять килограммов мяса в себя впихаешь. Представляешь, сколько много, что потом с тобой будет? Нет, ну если ты так уверен в своей победе… Отменяем? Нет. Мы повышаем ставки. Или я ем эти пять килограммов мяса. Или ты танцуешь в своем старом школьном костюме. Пап. Идет? Как я в него влезу? Точно так же, как в меня влезут эти пять килограммов. Иди, иди. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ча-ча, раз, два, три. Ты что делаешь? Я? Чего? Егор. Маленько, я репетирую свой позор. Потому что твой папа, он не только барана, но и муху не убьет. Егор, даже если ты проиграешь, я уверена, ты сделаешь это красиво. Ты же три года занимался бальными танцами. Угу. Это мама так думает. А на самом деле? А на самом деле, Мариночка, я как бы на них ходил, но не доходил. То есть, ты целых три года обманывал маму? Да. Я не думала, что мой будущий муж такой врун. Мариночка, женщина всегда выбирает себе мужа, очень похожего на своего отца. Ешь, 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 ешь. А, смотри, Давид приехал. Повезло тебе. Давид-джан. Давид-джан. Осторожно. Карин. Ты мне можешь объяснить, почему ты меня встречаешь в лесу, а? Понимаешь? Да, кстати, познакомься. Это Гамлет. Очень приятно, Давид. Отойдем, а то он волнуется. Карин-джан. Хаджан. Можно одним вопросом? Да. А чем ты звонишь своему другу и просишь привезти баранину из Москвы, когда у твоего знакомого есть баранина прямо здесь? Потому что у моего знакомого это баранина. Вопрос жизни и смерти. Я не могу у него это просить, понимаешь? Подожди. Я правильно понял, что настоящий армянин не может зарезать барана? Ты такой умный грузин, нас сам зарезал. Эй-эй, Карин-джан. Зачем мне кого-то резать, если я кого-то уже привез? Ну, давай меняться бараниной, и я поехал. Эй, значит, поехал. Слушай, ты столько дороги ехал, чтоб сейчас поехал. Нет. Пойдем к нам кушать этот шишлык. Оставим Гамлета здесь, пойдем к нам кушать шишлык, а на обратном пути его заберешь. Ва, Карин-джан. Спасибо, дорогой. Слушай, а как ты объяснишь, почему я здесь? Давид, обезжаешь. Ну, и когда я звоню своему лучшему другу Давиду, говорю, Давидчан, какой может быть вот этот армянский шишлык без прекрасной грузинской чачи, возьми, приезжай к нам. Вот он взял и приехал. Да. И, конечно же, контейнер для мяса сказал, бери. Да, контейнер для мяса. Взял и приехал. Да, но чачу забыл. А, ну, контейнер же привез. А, я понял. Разрешите? Да. Полюбуйся. Маринованные? Да. Конечно, маринованные. А какое должно быть мясо, когда люди говорят, что хотят настоящий шашлык? А ты его в лесу замаринал? Естественно. А специи? У меня в машине были. Да. Между прочим, у Давида в машине всегда есть аптечка, огнетушитель и специи для мяса. Всегда. Он же грузин. Да, пап, а че ты начинаешь-то? Карен Георгиевич убил барана, а Давид Ревазович привез специю. Что тут такого? Не, пап, по-моему, ты просто боишься признать, что ты проиграл спор. И не хочешь съесть всю вот эту вот кастрюлю своего шашлыка. Подожди, Егор, что значит «своего шашлыка»? А вот то и значит. Папа не поверил, что вы можете убить барана. И решил перестраховаться. Съем, я съем. Съем. Только если до конца буду уверен, что Карен Георгиевич действительно убил барана. Папа, пап, пап, давай тут еще расследование проведем. Да нет, почему расследование? Мне достаточно мужского слова. Карен. А? Ну, ты действительно зарезал нашего Гамлета? Где? Оля. Маленький. Любовься маленький, я недавно с тобой с чьей-то едой. Выходите. Вот молодцы. Коля, хватит тебя обучить, мне будет плохо. Вызовешь скорую. Николай Арсеньевич, да я тебе помогу с этим мясом. Не, ну, ты же из-за меня проспорил. А? Не, я не оставляю впечатления хладнокровного, жестокого человека. Ну, я действительно взял, повез в лес и зарезал этого барана. Пап, вот этого? Да. Уважаемые дамы и господа. Перед вами выступает чемпион ольховки по бальным танцам Егор Щербаков. Поприветствуем. А он неплохо танцует для человека, который три года подряд прогуливал танцы. Он прогуливал танцы? Откуда вы знаете? А это что, не видно, что ли? Слушай, Давид, ты не мог этого барана покрепче привязать? Кто, я? Да. Ты же сам его привязал, а? Нет. Бабочка. Да, моя принцесса. Я так рада, что ты не убийца. Да, Бабыч, твой папа не убийца. Твой папа обманщик. Самое главное, что я никогда не буду брать с тебя пример. Спасибо, Бабыч, а ну спокойно отцу. Ау! Значит, Коран Георгиевич, зря я объявил с этого шашлыка, так? Да. То есть, нет. То есть, в общем, я хочу быть честным до конца. Я не смог убить этого барана, Николай, потому что я не смог убить этого барана. Ну, вот это мне уже нравится. По крайней мере, по-мужски. Молодец. 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 Девушки отдыхают Чтобы никому не было обидно остаться пока при своих фамилиях и сыграть эту замечательную свадьбу у нас на даче. Прекрасная мысль. Молодец, Настя. Завтра же едем туда все подготовить. А я предлагаю, чтобы никому не было обидно сыграть такую же свадьбу у нас в Ереване. Отлично, я согласен. Ну, я же согласен, согласен. Марина, я тут свое свадебное платье привезли. Маринка, какая ты у меня красавица. Смотри, не перестарайся. А то свадебная арка на ряде невесты получится. А это вряд ли. Если ты расстроишь меня еще одну свадьбу, я не знаю, что я с тобой сделаю. Кстати, нашу свадьбу отменил ты, а не я. Так это арка. Это ее идея. Только цвет уродливый. Этой свадьбы не будет. Марина. Будет такая, какую я захочу. Марина. 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 Ну, как тебе? Неплохо. Как неплохо? Николай, ну-ка посмотри. Неужели тебе не нравится моя идея? Думаю. Ладно, сейчас я сам тебе все объясню. Да, лучше объясни. Вот посмотри, твой Егор, он русский. Моя Марина – армянка. Что их объединяет? Синяя полоска на флаге. Николай Джан, при чем здесь полоска? Ты внимательно посмотри. Их объединяет сердце. Понимаешь? А сердце – это что? Сердце – это любовь. Любовь, не знающая никаких государственных границ. Ну, то есть синяя полоска объединяет эти две половинки, да? Ну, какая пол… А хотя ты полоска тоже объединяет. Я как-то сразу не знаю. Вообще, красиво получилось. Не, ну, все-таки скажи, молодец, Карен. Молодец. Меня надо похвалить. Красота. Ты еще не видел торт, который я заказал вам. А-а-а, боюсь даже представить. Егор, Марина. Вик, дай поиграть. Нет, сейчас моя очередь. Дорс привезли. Навик. Навик. Подожди, дай я сфоткаю. Да подожди, я сначала клубничку дала. Ага, сейчас у кого-то попа будет цвета клубнички. Да ничего, никто не заметит. Если ты не нажалуешься. Я сказала, убери! А-а-а! Теперь точно не скажешь. Маринешечка, ну ты бы хоть два килограмма наела быть свадьбой. Ну хоть чуть-чуть, а? Ну что же это такое-то? Ну ведь нечего замуж выдавать. Может и кости? Что? Ну, ты теперь Вику и Ануш будешь перед свадьбами откармливать. А мои кости с сегодняшнего дня, так сказать, уходят из-под твоей юрисдикции. Мученька. Мама. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Николай. Да? А спиртного немало? Хватит? Хватит, хватит. В крайнем случае, воспользуемся моим погребком. Да. Что? Правда, то правда. Твой погребок — это просто чудо. Слушай, а шашлык? Что? Шашлыка хватит? Да, хватит. Хорошо. 30 килограмм на 30 гостей, куда больше Я шашлык есть не буду А, ну, если вы не будете, тогда всем хватит Я прошу прощения, там должны бультуру принести Я проверю, хорошо? Проверю, проверю Слушай, а солнца не маловато? А, хватит, хватит Потом, вот, хорошая примета Да, все, тогда все будет хорошо Ты не нервничай Пап, и я не А, Бали где? Мне надо тебе кое-что сказать, можно тебе? Говори, конечно Можно тебе на минуточку? Говори при родных людях Ему можно знать все Говори Пап, понимаешь, там Егор сбежал Кто, значит, сбежал? Ну, он вылез в окно И убежал Иван Да, хозяйка А ты встретил торт, который заказал Карен Георгиевич? А, вот тут на столе Вроде сюда ставил Или не сюда А ну-ка, дыхни Ну, Сосей Павлович Дыхни, говорю Я же давно в завязке Уже, вон, 16 часов 39 минут А где же тогда торт? Значит, в другом месте поставил Я найду, в каком? Ищи торт, Иван Иначе Николай тебя быстро закодирует Куда он мог пропасть? И где он? Где ваш Егор? А? Исчез? Убежал? Карен Георгиевич Ну, вы не нервничайте Это просто какое-то недоразумение Слушайте, какое недоразумение? Какое не есть этот Ваш Егор? Недоразумение Сосей, давай не будем делать поспешных вылаз А что у вас за крики? Нет, милая Так, знаешь Небольшие такие Свадебные хлопоты Понимаешь, вчера еще было кое-что? Ну, и сегодня это кое-что нет Ну, давай так, Карен Сейчас я позвоню Это кое-что, может быть, появится просто Ну, что? Надеюсь Если хочешь, сейчас сам позвоню Да, да, да Карен, ну зачем звонить? Николай Арсеньевич сказал, что он все это уладит Ну, что ты нервничаешь, миленький? На тебе мяско, хочешь? Нет, именно это мяско я не хочу И вообще, Наташа, почему ты с утра все время ешь? Карен, это не я ем Это твой сын ест Карен, я вообще есть не хочу Мне вообще не надо сам так разговаривать Я не об этом, нет, просто хочу ребенок Хочешь, дай, пусть похожи Как же здесь красиво Да, очень хорошо Каренчик А? Карен, мы говорим, как здесь хорошо Да, а? Хорошо Да, да, я тоже надеюсь, что все будет хорошо Волнуется из-за свадьбы Карен, не волнуйся, съешь виногродинку А чего волноваться? Чего волноваться? Я не понимаю По-моему, Ирина и Егор такая прекрасная пара Ты понимаешь? Ты понимаешь, что я... Что я не могу без тебя Я не хочу без тебя Конечно, конечно, нарядная Егор! Конечно, я тебе прощаюсь Теперь ты моя навсегда Похоже? Ты знаешь, как я тебя сильно люблю А потом Егор Ой, ну какой он молодой человек Я бы вот... Из такой семьи Ну, по-моему, они так подходят друг к другу Подходят они друг к другу, я не знаю Это покажет время А времени все меньше и меньше Извините Как волнуется Первую дочь замуж выдает Что теперь делать? Ну как что? Мы выбросим этот торт, купим новый Положим его в коробку Ну как? Заметят же, что другой Слушай, мелкая, ты первая открывала этот торт Никто его еще, кроме нас, не видел Да, но после нас, видимо, уже тоже никто не увидит Слушай, Коля Ну и где ваш Егор? Позвонился Как? А я позвонил, мне сказали, он имеет зоны действия А у меня получилось Он просто отъехал, у него очень важное дело Какое сейчас, может быть, важное дело, у него свадьба? Слушай, я не услышал ответа, связь была плохая Но Максиму через два часа будет уже Какие два часа, дорогой? Через час у нас роспись, что мы го... Что мы гостям скажем? Давай скажем, что регистраторша опаздывает Не может, Давид ее через пятнадцать минут привезет Пусть он ее повозит еще подольше где-нибудь Ну все, из-за твоего сына Это все ради твоей дочери Эй Алло, Давид? Чтобы она ничего не узнала Да, послушай меня внимательно Соглуши мотор, останови машину, послушай Слушай, Егор куда-то ушел, будет через два часа Да, ну, не знаю, привозить ту регистраторшу через два часа Понял? Да Ну и что мне с ней делать? Ага Одну минуточку Да не волнуйтесь вы Я не манят Да Я сейчас Алло, Анжелка, слушай Я тут в машине с каким-то кавказцем Да поехал на эту дурацкую выездную регистрацию Где, где, я не знаю, где, в лесу Он сказал, чтобы я не волновался, он не маньяк Что? Они все так говорят? Мамочка, что же мне делать? Ага Поняла Ну вы, армяне, молодцы Все такие крутые А как только проблемы, грузины выручайте Ладно, ладно Ладно, ладно, пока Пока Эй, ты куда? Да постой ты! Что? Прокидываем? Есть другие предложения? Эй Подожди Подожди ты Я тебя все равно догоню Ты от меня никуда не уйдешь Эй Сыночек, ты чего хочешь? А морковку? Или виноградик? А может, оливье? Давид? Да, алло, Давид, а ты где? Где? Я бегаю по лесу Пытаюсь поймать вашу регистратор Зачем? Что зачем? Потому что она от меня убегает Подожди, я ничего не понимаю Наташа Что тут непонятного? Позвонил Карен Сказал Задержи регистратор, что Зато Егор куда-то уехал Я говорю, хорошо Обворачиваюсь А она уже убежала Я за ней Подожди, а Егор куда-то уехал? Слушай, откуда я знаю, куда он уехал? И вообще, Наташа Я не по этому поводу звоню Передай Карену Что я ловлю регистратор Как только поймаю Приеду Ладно Карен Карен Скажи мне, пожалуйста Объясни, что происходит Почему твой друг Давид Бегает по лесу за регистраторшей Где Егор? Что вообще происходит в доме? Наташа, Джан Почему Давид бегает за регистраторшей Я не знаю Это его личная инициатива А, ну понятно Где Егор? Уехал Куда? Никто не знает Карен Он что, сбежал? Значит, это очень щекотливый момент Мне сказали Он вылез в окно Сел в машину И уехал Так Он сбежал Главное, чтобы об этом не знала Марине Пошли Надо что-то предпринять Быстро Я понимаю Быстро Алло Егор Ты где? Здесь уже все на ушах ходят Да я в курсе У меня 10 неотвеченных от отца И 30 от Карен Георгиевича А я тебе говорила Что не надо было через окно лезть Хорошо На следующей свадьбе не буду Не смешно Давай быстрее Ты же знаешь моего папу Да я подъезжаю уже Все, давай Я подъезжаю Давай Так, так Так, так Перешел сюда Потом сюда Торт поставил Сюда Не Не сюда Нет А куда? Надо сконцентрироваться А может не надо? Нет Надо ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА ТОРЖЕСТВЕННАЯ МУЗЫКА Торт Ну вот он же он, а Нельзя так резко завязывать Живем мы здесь 4 года Свежий воздух Грибы Ну В Москву совершенно не хочется возвращаться Здравствуйте Давид Ты почмани? Слушай, это Ваша регистраторша Все-таки от меня убежала Она больная какая-то Подожди, пожалуйста Извините Извините Я не понял, друзья А что с регистраторшей? Как мы будем брак регистрировать? Какой брак? Николай Жениха нет Где жених? Будет жених Вы знаете, там какая-то сумасшедшая Из леса прибежала, сказал, за ней маньяк гонится Он на носике А-а-а Каренчан, это моя Значит, я ее все-таки в правильное направление гнал Вот И регистраторша уже есть Егор где? Попробуйте, какие вкусные анонасы Извините, я отойду Конечно Ну что, можем начинать? Мой нын, Балютин Дело в том, что Мы пока Не можем начать Почему? Понимаешь Егора нет А по невыдуманию Ты что, не слышишь, что тебя отец говорит? Егора нет Есть Нет Как это нет? Вот он Успел? Здрасте Я же говорил Стыдно стало Приехал Карен Георгиевич, у нас с Марине есть для вас один сюрприз Я сейчас тебе такой сюрприз устрою Не посмотри, что у тебя свадьба И если тебя отец не смог воспитать Тесть воспитает И Мама Что ты стоишь? Ну, подойди же И обними свою мамочку Неужели ты не рад увидеть меня? Очень рад, душа моя А Игорь, ты Мама Какая моя мама Чего ты не рада Все Какая моя мама Чего ты не рада Все Какая моя мама Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»